Йоэль Андерсон. Ключ к подсознанию. Мы живем во время неопределенности, эмоциональной потерянности и нестабильности. Эта эпоха, когда человечество, благодаря научным достижениям, разбирает Вселенную на атомы и все больше видит свою незначительность и ничтожность в сравнении с космосом и ядерной энергией. Без удержанного стремления подчинить себе законы физики и обуздать природу, человек зашел достаточно далеко, чтобы понять, что движется в неправильном направлении и подвергает себя опасности, от которой его не спасут ни машины, ни электричество, ни электроника, ни атомная энергетика. Кто я есть? Почему и зачем я здесь? Куда я иду? Человек постоянно задается этими вопросами. Оставшись без ответа, эти вопросы сотрясают кабинеты психоаналитиков, дома для умолешенных и тюрьмы. Поля сражений, разрозненные дома, сожженные деревни, разграбленные города. Все это оглушительный крик отчаяния тех, кто, потеряв всякую надежду, проклинает Бога и обвиняет жизнь в отсутствии смысла. Да, человек не бабочка-однодневка со своими незатейливыми заботами. Обладая сознанием, он всегда будет пытливо искать чего-то большего, ибо не может согласиться с тем, что его существование – это безотрадное порождение хаоса. И не найдется на свете ни одной человеческой души, которая хотя бы раз в момент уединения не обратилась к небу в робком вопрошании. Все имеет свой смысл. Любое событие, явление или вещь. И человек. Однако есть нечто приходящее, в сущности весь физический мир. И есть то, что неизменно. Жизнь в материальной плоскости со всеми нашими накоплениями и приобретениями – явление временное. Человек рождается без ничего, и также он уходит из этого мира. Единственное, чем стоит наполнить свое существование – это познанием себя. Совершенно очевидно, что природа человека не исчерпывается физической реальностью. Если утверждать обратное, то каждый из нас является стечением обстоятельств и только. Нет никаких сомнений в том, что человек – это дух и сознание, выражение могущественного разума, охватывающего все мироздание. Бытие протекает в абстрактном пространстве этого разума. Мы являемся частью его и в то же время им в целом. Ничтожество человека во всем приходящем – величие человека в жизни духа. Сознание, существующее в каждом, свидетельствует о том, что мы – нечто большее, чем зачастую себе кажемся. И не просто большее, а бесконечное, пронизывающее весь космос и обладающее силой, которая движет планетами. Нам доступно такое могущество, какое мы готовы увидеть и принять в себе. Мы можем использовать чудесную и великую силу, которая есть у нас по праву рождения. Но, как правило, мы сами отрицаем ее. Эта книга расскажет вам о величии духа и сознания. Вы узнаете о могуществе, которым обладает каждый человек, и научитесь использовать свою внутреннюю силу так, чтобы ваша жизнь наполнилась добром. Концепция, изложенная здесь, не имеет ничего общего с религией, оккультизмом или сектантскими учениями. Это просто серия рассуждений, направленных на то, чтобы вы увидели и поняли. Вы не просто живете. Вы творите свой жизнь. Миром движет мысль, и мир подчиняется мысли. Единственное, что создает нашу реальность, это сознание. Все вещи, явления, события, обстоятельства жизни являются следствием мышления и восприятия. И вы можете непосредственно влиять на то, что с вами происходит. Не через пассивную реакцию на окружающий мир, а активным созданием того, что желаете видеть в своей жизни. Нужно только научиться контролировать свое мышление и открыть в себе созидательные силы творения. Вы не научитесь этому за один день, неделю или даже месяц. Но вы, несомненно, к этому придете, если не будете сдаваться и сохраните веру в себя. Важное замечание. Помимо ознакомления с содержанием этой книги, нужно не менее десяти минут в день уделять практике медитации, которые приводятся в конце каждой главы. Десять минут в день, и вам откроются волшебные горизонты жизни и ее великий смысл. Ответ на извечный вопрос «почему и зачем» существует. Откройте в себе силу, которая больше вас, и направьте ее на то, чтобы сделать свою жизнь достойной, полной добра и величия. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. Глава первая. Замок. Не жди ответа, воздевая руки к небесам и пристально смотря в нему и бесконечность. Свободной духом ты найдешь дорогу сам. Скажи «Я есть, я был и буду вечность». Что происходит, когда человек появляется на свет? Дух воплощается в теле и закрывается на замок. Этот замок очень крепок и надежен, ведь он отрывается в мастерской нашего подсознания. Когда мы рождаемся, мы проходим через боль и испытываем жуткие ощущения. Непривычный яркий свет, громкие звуки, холод, грубые прикосновения, голод и жажда. Весь этот негатив откладывается в памяти нашего подсознания, запирая на замок ту дверь, за которой лежит бесконечность. Рождение человека – это начало и конец одновременно. Конец, потому что дух попадает в ловушку материального мира. Начало, потому что начинается путь самоопределения личности. Любой человек, где бы он ни появился на свет, независим в своем жизненном выборе. Он абсолютно свободен в познании сути своего существования и безграничные силы собственного духа. Вы наверняка задавались вопросом, почему так много людей проживают совершенно безрекую и тусклую жизнь, постоянно находясь под гнетом страхов и фрустрации. Возможно, вы нередко думаете о смысле своего пребывания в этом мире, в который вы попали не по собственному желанию и который вы рано или поздно покинете. Что я такое? Молекула во Вселенной? Микроскопическая точка на острие булавки? Вспышка света? Все эти мысли – продукт вашего сознательного мышления. Только оно ограничено понятиями «начало» и «конец». Как писал английский поэт Уильям Уорсворд, «Нас манит суеты избитый путь, проходит жизнь за выгодой в поконе». Мы отдаемся на волю обстоятельств, и это ложный путь. У нас есть нечто, что может сделать нас выше любых обстоятельств. Но большинство людей пренебрегает этой возможностью. Знакома ли вам, например, такая история? Предположим, в 1906 году в Сан-Франциско, в семье мигрантов родился некий среднестатистический Джон. Его отец был рабочим, семья жила бедно. Когда отец погиб во время Первой мировой войны, Джон был ребенком, но ему пришлось взять на себя заботы о своей матери и двух младших братьях. Пойдя по протаренной отцом дорожке, Джон занимался подденным рабочим и каждую неделю отдавал все заработанной матери. Через какое-то время его братья выросли, смогли обеспечивать себя и помогать матери, но Джон так и остался разнорабочим. Ему казалось, что больше он ничего не умеет, что у него нет будущего. Он злился на свою некчемную судьбу и винил мать. В 42 года у него обнаружили опухоль мозга. Остаток своих дней Джон был прикован к постели и умер в 48 лет. Вот вам и весь великий дар жизни. Человек получает целый мир. И что же? Можно ли здесь увидеть проявление свободного духа, дающего человеку бесконечную космическую силу? Очевидно, что нет. Сколько в мире было и есть таких Джонов, столько раз нет. А ведь в его распоряжении была точно такая же сила, какая была у Эйнштейна, Гомера, Платона, Линкольна, Эмерсона и Будды. Ложный путь сознательного мышления определил жизнь Джона. Он был настолько уверен, что не может вырваться из-под гнета обстоятельств, что даже тогда, когда все изменилось, он не смог перестроить свое мышление. Зрясь на судьбу и обвиняя мать, в своей душе он лелеял обиду, которая со временем переродилась в опухоль и убила его. По сути, он сам уничтожил собственную жизнь через разрушительные действия своего восприятия. Привычный путь сознательного мышления – это мощный засов, на который закрывается дверь, отделяющая человека от познания самого себя. Добро и зло – две стороны одной и той же силы. Многие спортсмены, занимающиеся командными видами спорта, воодушевляются лозунгом «Команду, которая не сдается, невозможно победить». И это действительно работает. В мире бизнеса популярно выражение «Мысли широко, действуй смело». И те, кто следует этой идее, как правило, добиваются впечатляющих результатов. Когда в личной жизни люди сталкиваются с болезнью, смертью, финансовыми трудностями и другими проблемами, можно видеть, как им помогает чудодейственная «Силы веры». Тому, кто является приверженцем какой-либо религии, известна целительная сила молитвы. Если в вас случались переломные моменты в жизни, то вам знакомо такое состояние, когда в процессе обычного хода мыслей вас вдруг озаряет понимание. В той или иной степени почти каждый сталкивался с проявлениями этой непонятной силы. Но ее существование – не такой уж большой секрет. В определенные периоды жизни человек может почувствовать ее мощное действие. Но вот что странно, множество людей просто отмахиваются от нее, считая проявление этой силы не более чем с течением обстоятельств, случайностью или просто удачей. Важно помнить каждый день своей жизни, что сила, которая дает вам удачу, приносит и несчастье. Все зависит от того, как вы ее используете. Большинство людей не видят этой силы, не хотят понять ее или используют в нее благо. Вот почему светлые проявления этой силы случаются реже. Самовосприятие большинства людей закрыто на замок сознательного мышления, и можно смело утверждать, что их жизнь ограничена, а будущее предначертано рамками такого мышления. Для человека единственная возможность стать свободным, счастливым и постичь истину – это найти ключ и открыть замок. Сознание, которое никогда не спит Следует понимать, что сознание – это не только используемая память и причинно-следственные связи, характерные для мыслительной деятельности. Каждый человек обладает еще и такой психической энергией, которая никогда не спит и всегда находится в активной фазе. Ее ресурсы неисчерпаемы, ее действия неизмеримы, а ее сила настолько безгранична, что, кажется, отдельно взятый человек просто не может обладать всем этим сразу. Это называется подсознанием, и оно принципиально отличается от сознательного мышления. С развитием психологии мы многое узнали о подсознании. Известно, например, что наша память совершенна. В ней хранятся не только факты, но и каждый нюанс или подробность пережитой нами ситуации. Опытный психолог может перенести пациента на 20 лет назад в его подсознание и воссоздать ситуацию, когда тот был шестилетним ребенком. И вот уже появляются краски, звуки и такие подробности, которые было бы невозможно запечатлеть ни одним техническим устройством. Едва уловимое пение птиц, мягкий шелест кленовых листьев на траве, далекий шум идущего поезда, выражение лица какого-то человека, его движение, слова и интонации. Все вспоминается в точности, как было много лет назад, даже эмоции. Однако сознательное мышление все это давно забыло. Специалисты, которые помогают людям справиться с психологическими трудностями, глубоко проникают в подсознание клиента и вызывают забытое воспоминание, чтобы найти в прошлом болевые точки, которые вызвали сильные негативные эмоции. После этого уже с помощью сознательного мышления человек может объективно оценить эти болевые точки и понять всю несостоятельность связанных с ними психологических проблем. Этот метод весьма эффективен, хотя и приносит очень разные результаты. Иногда, увы, подобная процедура может привести к трагедии. Бывает, что подсознание обнаруживает серьезное отрицание со стороны сознательного мышления, когда человек, встречаясь со своим прошлым, испытывает сильнейший страх, переходящий в истерию или депрессию, поскольку возникает мощный эмоциональный конфликт. Проникая в подсознание, мы обнаруживаем целый ряд необъяснимых явлений. Под глубоким гипнозом пациенты описывают ощущения, которые можно испытывать только находясь в материнской утробе. Некоторые люди также описывают ситуации и времена, свидетелем которых они просто не могли быть. Что это? Прошлая жизнь? Пребывание в теле другого человека? Телепатия? Психологи иногда относят подобные вещи к сбоям в работе подсознания. Однако само существование таких явлений не подвергается сомнению. В наше время подсознание стало увлекательным аттракционом на научной арене. То, что раньше принималось за мистификацию и фокусы, теперь изучается в научных лабораториях. Под пристальным вниманием ученых находятся гипнотизеры и сновидящие экстрасенсы, которые предсказывают будущее и читают мысли. Данные о них, получаемые и анализируемые всеми возможными способами, свидетельствуют об одном. Подсознание является мощнейшим инструментом к конструированию мира. Оно проникает сквозь пространство и время, притворяет мысль в реальность и несет в себе все накопленные знания. И каждый человек обладает этим сокровищем. Возникает вопрос, если у нас есть столь потрясающий, неисчерпаемый ресурс, как подсознание, зачем тогда нам беспокоиться о нашем сознательном мышлении, об этой скромной, незначительной области сознания, которая хранит в своей памяти так мало веты, так мало фактов, способна освоить лишь элементарные знания и вряд ли может сильно влиять на ментальный процесс. Мы должны о нем беспокоиться, поскольку здесь мы находимся в ситуации хозяина-слуга. И как бы это ни казалось удивительным, в роли хозяина выступает как раз наше скромное сознательное мышление. И это та кнопка, приводящая в движение рычаг переключения запускающего генератор, который вырабатывает энергию, чтобы вертелась земля. Подсознание делает ровно то, что ему велит делать в сознательное мышление. Проблема заключается в следующем. Никто сознательно не хочет быть больным. Никто не хочет быть бедным, неуспешным или нелюбимым. Вряд ли кто-то в здравом уме пожелает себе плохой жизни. И тем не менее, если человек несчастлив, то совершенно очевидно, очевидно как сама жизнь, что свое несчастье он заказал себе сам. Человек оказывается жертвой особых меток, находящихся в подсознании. Туда их поместило сознательное мышление, которое само не помнит о погребенных метках. Это как собака, которая зарыла кость, но забыла, где она ее зарыла, и что она вообще-то когда-то сделала. Именно из-за таких скрытых в подсознании меток толпы несчастных сидят в очередях к психоаналитикам. Множество людей, даже всему человечеству в целом, эти метки причинили вреда больше, чем что-либо еще в этом мире. Они являются причиной нашей уязвимости, приносят в нашу жизнь жадность, продажность, вражду и ненависть. Это сломанная шестеренка в устройстве чудесного механизма. Это то, из-за чего человек чувствует себя отверженного в бесконечности. Это замок, который запирает дверь, ведущую к самореализации. Приведем пример. Некий Фред Смит был нежеланным ребенком. В детстве его жажда любви не получила ответа от матери, и он чувствовал себя отверженным. Чтобы справиться со своей болью, Фред Смит развел в себе агрессию и высокомерие. Повзрослев, он совершенно забыл, что когда-то хотел быть любимым матерью. Теперь он гордится своей самодостаточностью и тем, что ему никто не нужен. Он готов идти по головам в достижении своих целей. И здесь уже видны признаки деспотичного поведения, которые в конечном итоге могут привести к формированию личности, способной на убийство. Фред Смит ненавидит жизнь, поскольку был отвергнут в самом ее начале. Теперь он просто выдает ответную реакцию, отторгает то, что отвергло его. И он не может это исправить. Его сознательное мышление давно забыло причину, но оно надежно спрятано в памяти подсознания. Эта метка или скрытые воспоминания о боли никогда не даст ему покоя. Как уже упоминалось, психоаналитики практикуют метод исследования подсознания с целью обнаружения болевых меток, чтобы затем рассказать о них клиенту. Например, некая женщина жалуется на головные боли. В беседе с психологом выясняется, что эти боли появляются исключительно тогда, когда она готовит на своей казовой плите. Кроме того, у женщины обнаруживается боязнь открытого огня. Работая с подсознанием этой клиентки, специалист узнает, что когда той было два года, в их доме взорвалась газовая плита, и в суматохе мать случайно ударила девочку по голове. Газовая плита, взрыв, боль в голове. Это простая метка в подсознании пациентки и стала причиной того, что она испытывает головную боль всякий раз, как подходит к плите. Безусловно, далеко не во всех случаях можно так просто докопаться до причины проблемы. Приведенный пример свидетельствует лишь о том, что психологи активно используют подобный метод в работе с людьми, а также показывают, как сильно метки влияют на жизнь человек. Какой-нибудь человек всю жизнь страдает от нехватки денег или буквально барахтается в нищете. И чтобы он не делал любые попытки, все безуспешно. Денег всегда очень мало или нет совсем. Иметь сумму, достаточную хотя бы для проживания, становится для него идеей фикс. Он тратит массу усилий и времени для достижения своей цели, но так и не может выбраться из нищеты. Очевидно, что здесь спрятана та самая метка. Это может показаться странным, но часто меткой служит простая фраза, которая зафиксировалась когда-то в подсознании человека, поскольку он постоянно слышал ее в детстве. «У нас нет денег». Только задумайтесь, эта скрытая в подсознании кодировка привела к тому, что человек постоянно находится в ситуации нехватки денег и никогда не сможет из нее выбраться. Другой человек, например, постоянно болеет. То, что он никак не может поправиться, также свидетельствует о наличии меток. Видимо, в его подсознании отпечатались фразы типа «В мире так много болезней! Я мог бы это сделать, но болею!» Или «Вокруг нас миллионы опасных микробов!» Каковы шансы, что человек будет здоров, если против него работают такие метки? Представим очень одинокого мужчину, который хочет, чтобы в его жизни были друзья и любовь. Однако ни романтические, ни хотя бы приятельские отношения у него ни с кем не складываются. А все потому, что в его подсознании затаились метки, которые заведомо отторгают любую близость. «Никто никогда для меня ничего не делал. Никому нельзя доверять. Люди используют меня». Или что еще хуже, это могут быть метки, развивающие чувства собственной неполноценности. Например, «Ты недостаточно хорош. Ты ничего не заслуживаешь. Никто тебя не любит». Какая мощная сила подсознания. Оно превращает все эти установки в реальность. Можно ли достичь успеха, если из-за своих подсознательных меток ты думаешь, что хуже других? Можно ли чего-либо добиться, имея скрытую установку, что любые попытки будут безрезультатны? Можно ли покорить вершину, если подсознательно это убежден, что ни на что не способен? Ответ один – нет. Ведь наше подсознание – это великий творец, который создает именно то, что в нем заложено. К счастью, мы можем сами избавиться от всех этих коварных меток. Более того, при определенном понимании законов и динамики жизни, мы можем освободиться от причин их возникновения, чтобы они больше никогда нам не мешали. Необходимо понять одно весьма воодушевляющее правило. Для разума человека нет ничего невозможного. Ведь сознательное мышление управляет подсознанием, которое может все. Любое обстоятельство или явление вашей жизни можно изменить так, чтобы оно удовлетворяло вашим осознанным стремлением. Для этого нужно победить свой страх и открыть тот самый замок. Именно страх служит причиной существования замка, который запирает наше подсознание и существует в форме меток, помещенных туда сознательным мышлением. И теперь мы начнем учиться постепенно открывать этот замок. Освободите свое сознание от всех понятий, связанных с тем, где вы родились и где живете, что и при каких обстоятельствах происходило в вашей жизни. Сконцентрируйтесь только на одном – том духе, который присутствует в вас. Это и есть истинная сущность человека. Это до конца неосознаваемый скрытый разум, существующий где-то внутри нас, не знающий границ во времени и пространстве и несущий в себе бесконечное сияние величия. Забудьте свое имя, свой дом и свою работу, вообще все обстоятельства и события в вашей жизни. Главное – вы есть. Сфокусируйте свое внимание на этом. Только и всего. Я есть. Это самое прекрасное сочетание двух слов, какое только может быть. Я есть. Сейчас. В этот самый момент. И всегда. Вы есть высшее сознание, чистый дух, заключенный в оболочку человеческого тела, чтобы пройти свой, не такой уж долгий путь на земле и выполнить высший замысел. Являя собой существование духа, вы принадлежите к единственному истинному сознанию, понять сути проявления которого в вашей власти. Есть только одно сознание, общее для каждого из нас. Передача мыслей, гипноз и сновидение – вот лишь несколько явлений, подтверждающих тот факт, что все мы используем одно единое сознание. Все картины в этом мире написал один художник. Все книги, стихи и музыку сочинил один автор. Все здания построил один инженер. И это каждый из нас. Все мы. Так и есть. Единое сознание, проявлением которого является каждый из нас, безграничное и неисчерпаемо. Для него нет ничего невозможного. И самое важное – это сила, которая творит. Заключая в себе все знания, все идеи и бесконечное могущество, она постоянно что-то создает. Единое сознание создает именно то, что мысленно формирует каждый из нас. Здесь речь идет не о том, что вы по своему усмотрению используете или не используете. Мы говорим о том, что присутствует в каждом моменте вашей жизни. О том, что является неотъемлемой частью вас. А по большому счету, чем всецело вы являетесь. Единое сознание не различает большого и малого, глубокого и поверхностного, великого и незначительного. Оно проявляется и творит в соответствии с запросом. Прямо сейчас оно создает что-то в вашей жизни согласно вашим мыслям. Представьте, что единое сознание – это безграничное пространство, где содержится вся энергия, все знания и идеи. И это пространство реагирует на мысль с той интенсивностью и скоростью, которая соответствует нашей убежденности в этой мысли. Так все в нашей жизни подчиняется простой формуле. Мысль плюс убежденность равняется реализации. Все, что реализуется в вашей жизни – это то, в чем вы убеждены. Однако, несмотря на то, что сознательное мышление стремится к успеху, подсознательные метки могут быть ориентированы на неудачу, из-за чего у нас формируется устойчивая мысль о невозможности такого успеха. И тогда все, что нас ждет – это права. Замок, который не пускает нас к счастью, – это подсознательные метки, которые направляют нас на выполнение определенной программы. Несмотря на то, что наука гипнозе получила свое развитие не так давно, она дает нам возможность видеть удивительную силу подсознания и наблюдать, как оно работает под внушением. Усыпляя теми или иными методами сознательное мышление человека, специалисты просто освобождают из-под контроля его подсознание. В состоянии гипнотического сна пациент ведет себя согласно внушению, которое транслирует ему гипнолог. Такое внушение воспринимается как действительность, потому что психолог занимает место сознательного мышления. Например, человеку говорят, вы не чувствуете свою правую руку. И человек абсолютно не чувствует своей руки, как будто ему сделали местную анестезию. Или гипнолог может сказать, когда вы очнетесь, я стану считать до десяти, и пока я считаю, вы станете постепенно глохнуть. Так что, когда я дойду до десяти, вы ничего не будете слышать. Затем я начну обратный отсчет, и когда дойду до одного, ваш слух полностью восстановится. И это пост гипнотическое внушение. Пациент просыпается, доктор начинает отсчет, и человек постепенно глохнет. Когда гипнолог доходит до десяти, раздается оглушительный выстрел из пистолета, а пациент сохраняет полное спокойствие. Такое, что на его лице не трогнул ни один мускул. Когда при обратном отсчете гипнолог доходит до единицы, слух пациента полностью восстанавливается. Вот это сила подсознания. Это лишь небольшое свидетельство того чуда, которое вы можете сотворить с собой. Потому что роль гипнотизера может выполнять ваше сознательное мышление. И тогда ваши силы возрастут тысячекратно. Ведь вы будете действовать согласно своим стремлениям. В первую очередь, необходимо сосредоточиться на том, чтобы избавиться от всех негативных меток в подсознании. И поместить вместо них ряд позитивных меток, которые помогут вам проложить дорогу к счастью и успеху. При этом какой-то специальной процедуры, нацеленной именно на ударение негативных меток, не требуется. Поскольку позитивное сильнее негативного, достаточно поместить в подсознании позитивные метки, и они сами вытеснят негативное, что позволит вашей внутренней силе проявиться во всю мощь. К примеру, если вы постоянно болеете, в вашем подсознании будет довольно сложно найти метку, являющуюся причиной недомогания. Более простой и эффективный метод – установить позитивную метку. О том, что здоровье для человека естественно, что быть сильным и энергичным – это ваше неотъемлемое право, что вы существуете в бесконечном пространстве духа, который совершенен, а ваше тело – это проявление совершенного духа. Когда такая позитивная метка будет тщательно установлена в вашем подсознании, то негативное, ориентированное на болезнь, будет автоматически стерто. Для большей эффективности этого метода важно понимать, где кроется источник негативных обстоятельств жизни, из которого проистекают все грехи и наказания. Рай и ад внутри каждого из нас. Любой дар или возмездие – всего лишь в следствии того, как мы используем великие законы духа, на которых строится вся наша жизнь. Интуиция Довольно долго считалось, что человеческое сознание состоит из памяти, разума и воображения. Однако, складывая эти три составляющие, психологи не могли понять, как возникает личность человека. Это натолкнуло их на мысль, что, видимо, изучены еще не все компоненты сознания. Некоторое время спустя ученые обратили пристальное внимание на такой фактор, как интуиция, и стали проводить эксперименты. В ходе исследований испытуемые правильно отвечали на вопросы по темам, в которых абсолютно не ориентировались и не обладали знаниями. Так было восстановлено, что подобная способность есть не у всех, или, вернее сказать, не все люди обладают пробужденной интуицией. Однако там, где интуиция работает в полную силу, разум и память не могут соревноваться с ней в эффективности. Таким образом, интуиция также была определена как часть человеческого сознания. Вера Пятый компонент сознания часто ставит под сомнение. Однако еще древние философы утверждали, что для человека он играет самую важную роль. Это вера. Всем нам знакомы такие выражения, как «вера гора медвикает», «воздастся тебе по вере твоей», «верь в свои силы и преуспеешь». Но несмотря на то, что эти фразы стары как мир, люди отмахиваются от них, слепой двигаясь по жизни. Силы веры мы иногда трактуем как совпадение. Предположим, в детстве соседний мальчишка потер вашу бородавку на пальце тряпочкой, который затем зарыл в землю, сказав, что когда она разложится, бородавка исчезнет. Вы поверили ему, и бородавка исчезла. Теперь, будучи взрослым, вы считаете это совпадением, потому что ваше разум и знания говорят о том, что нет и не может быть никакой связи между гниющей тряпкой и бородавкой. Однако, думая в таком ключе, вы движетесь в неверном направлении, поскольку, конечно, не тряпка, но ваше вера заставила бородавку исчезнуть. Обратимся к жизни Иисуса. Известно, что этот просветленный человек проповедовал миру волшебную силу веры. Через божественное откровение, высшее познание, озарение и связь с бесконечностью, Иисус понял неограниченную силу веры так ясно, как больше никто не смог это сделать. Своей верой он совершал чудеса исцеления и духовного просвещения. Чудеса, подобные тем, что описаны в Библии, случаются и в нашей жизни. Пациент, больной раком гортани, узнал, что появился новый аппарат лучевой терапии, который может помочь ему выздороветь. Этот человек был довольно безграмотен и не имел представления о медицинской процедуре. Когда он пришел к доктору, тот вставил ему в рот градусник, чтобы измерить температуру. И пациент подумал, что уже все началось и его оплучают. Имея некоторые навыки психолога, доктор понял это и после того, как померил температуру, отпустил пациента, сказав ему прийти через два дня. Через три недели такого лечения термометром рак полностью исчез. И, конечно, дело было не в термометре. И это была вера. Творец Теперь мы подходим к пониманию того, что является собой сознание человека. Основные его компоненты – это память, разум и воображение. Осознанная память – это способность воссоздавать прошлое. При этом подсознательная память безгранична и содержит метки, которые туда поместило сознательное мышление, оторгая причиняемую ими боль. Интуиция – это характеристика подсознания, проявляемая в контакте с сознательным мышлением. Веру, которая двигает горы и твои чудеса, создает сознательное мышление, работая над подсознанием. Таким образом, человеческое сознание складывается из памяти, разума, воображения, интуиции и веры. Чтобы двигаться дальше, нам необходимо сосредоточиться на интуиции и вере. Ведь силой веры мы откроем замок, а интуиция проложит нам путь в бесконечность. Когда открыт замок, нет ничего невозможного для человеческого сознания. Корабли, самолеты, ракеты, автомобили, электроника и атомная энергия – все это продукт человеческой мысли. Мысль – это великий творец, создатель и хозяин вселенной, Бог, существующий в каждом, бесконечность, которая всегда с нами. И если человек может правильно использовать свои мысли, его сила безгранична. Мысль плюс вера равняется творец. Однако, чтобы понять или использовать эту великую силу творца, необходимо сначала разобраться с замком. Человек – это чистый дух, несущий в себе божественную сущность и проявление бесконечности. И будучи таковым, человек совершенен, но ограничен временем. Наша физическая воплощенность не вечна, наше земное существование – дело приходящее. Человеческий дух, заключенный в оболочку тела, переживает изоляцию и берет на себя груз ответственности, что порождает такие чувства, как незащищенность, отверженность и отчаяние. Боль, которую причиняют эти чувства, непереносима для сознательного мышления, и оно вытесняет все отторгаемые воспоминания в подсознании. Там они действуют как метки, ориентированные на ограничения, нехватку чего-либо, болезнь и тому подобное. Эти подсознательные метки закрывают перед нами дверь, за которой лежит бесконечность, и перекрывают нам доступ к единому сознанию, в потоке которого мы существуем. Полностью избавляясь от негативных меток, соединяясь с бесконечностью, понимая и признавая духовную природу человека и закон о существовании духа, мы постекаем смысл человеческого бытия, и тогда перед нами открывается путь, ведущий к Богу. Вполне возможно, что вы пока не готовы полностью принять мысль о божественной природе своего духа и без граничности своей силы. Вероятно, ваши подсознательные метки заставляют вас думать о том, что вы это ничего не значащее, безвольная форма материи, случайно воплотившаяся в жизни хаотичной вселенной, без всякой цели и причины. Тем не менее, где-то глубоко внутри вы знаете правду, и независимо от того, насколько сильно вы отрицаете свою истинную сущность, ее духовная природа и великое ее есть останутся непреложными. Поэтому не бойтесь, что вы чего-то не понимаете. Если в этой голове содержатся утверждения или выводы, с которыми вы не можете всецело согласиться, то это только потому, что вы сталкиваетесь с неизведанной истиной, познание которой происходит не без труда и некоторого внутреннего преодоления. Помните о том, что содержание данной книги – это не пустые заявления, а практическое руководство. Мы поговорим о том, какие действия и эксперименты следует произвести и каких результатов нужно достичь, чтобы у вас не осталось ни малейшей тени сомнения в существовании той мощной силы, которую можно использовать для достижения счастья и выполнения своей миссии. С осознанием этой силы внутри себя для вас откроются новые, потрясающие горизонты жизни, и начнется невероятно захватывающие приключения. Если говорить о внешности человека, то бывают люди высокие и низкие, худые и толстые, сильные и слабые, привлекательные и не очень. В большей или меньшей степени каждый оценивает себя в рамках этих характеристик. Тело играет большую роль, когда мы только начинаем осознавать себя в начале жизни. Мы не выбираем его. Не было такого, что вы пришли к некому небесному мастеру и сказали «Сделай мне тело, у которого будет две руки, две ноги, два глаза, два уха, нос и рот, и пусть оно будет красивее и сильнее, чем у других, и никогда не испортится». Если бы нам представился такой шанс, возможно, мы бы им даже воспользовались. Однако тело достается нам не по заказу. Мы рождаемся уже в физическом обличье и проживаем в нем свою земную жизнь. Так дух одевается в человеческую плоть. Осознание себя предполагает форму существования, которой является наше тело. Так мы отделяем себя от других. Без этого не может быть самоидентификация и самопознание. Ваше тело – это форма жизни, ее выражение, поскольку именно так дух может выразить себя. В какой именно форме вы воплотились, это не так важно, поскольку она в любом случае совершенна, как и сам дух внутри нее. Ваше тело – это чудесный механизм для выражения духа. И все недостатки физической оболочки идут от неверного использования духовных законов существования. Все болезни появляются в результате духовного диссонанса. Ведь Бог совершенен, дух совершенен. И тело, в котором они воплощаются, также совершенны. Истинно осознавая себя, довольно просто понять, почему вы существуете в вашем теле. Являясь духом, вы бесконечны и неограничены рамками земной жизни. Ваше тело – это просто воплощение вашего духа здесь, его проявление из бесконечного пространства, осуществляемое в определенной форме, которая, как и все формы изменчивого времени. Это чудо воплощения не совсем очевидно для восприятия сознательного мышления. Однако даже для него находится множество свидетельств бесконечной силы духа в нашей жизни. Слова и понятия, которыми человек оперирует, осваивая этот мир, лишь в условном смысле могут отражать все то, что относится к духовной сфере. Возьмем, например, слово «бесконечность». Мы привыкли определять бесконечность как то, что не имеет конца. Также существует понятие «прямая линия». Так мы можем представить бесконечную прямую линию. Теперь, если мы вообразим две пересекающиеся бесконечные прямые и будем мысленно поворачивать их в точке пересечения, то данная точка будет бесконечно отодвигаться. Даже если мы попытаемся сделать так, чтобы они стали одной линией, как бы параллельной самой себе, это теоретически невозможно. Ведь бесконечность никогда не заканчивается, а значит точка их пересечения не может исчезнуть. Очевидно, что для рационального или сознательного мышления понять, что такое бесконечность – это почти непосильная задача. Так же обстоит дело и с понятием времени, которое основывается на вращении Земли вокруг Солнца, в связи с чем мы исчисляем его секундами, минутами и часами, из которых складываются дни, года и века. Таким образом, можно сказать, что мы имеем четкое понятие времени, измеряя его по известным и неизменным принципам. Однако, основываясь на теоретических выкладках, было установлено, что секунда может длиться целую минуту, а час может быть не короче дня. В своей теории относительности Эйнштейн показал непостоянство течения времени. Его принципиальным открытием было то, что при приближении к скорости света, время внутри объекта замедляется. Основываясь на этом, можно сделать вывод, что космический корабль, двигающийся со скоростью света, обретит Вселенную за 30 лет, с точки зрения экипажа этого корабля. Но для тех, кто находится на Земле, этот же самый период составит 10 миллионов лет. Тем не менее, несмотря на все противоречия, которые тают в себе данные понятия, с помощью науки мы понимаем, что закон о существовании физического мира имеет нематериальную подоплеку. Научные открытия доказывают, что материя и энергия – это суть одно, что даже самые тяжелые твердые тела – это всего лишь скопление движущихся частиц, сталкивающихся друг с другом на невообразимых скоростях. С помощью спектроскопа ученые узнали, что на далеких планетах существуют элементы, удельный вес которых составляет более 6 тонн на кубический сантиметр. Когда-нибудь мы придем к тому, что сможем телепортировать объекты, подобно тому, как сейчас передаются электронные файлы. Мы живем в такую эпоху, когда уже совершенно очевидно, что пространство, время и форма имеют неразрывные отношения, и нет ничего невозможного для человеческой мысли и духа. На протяжении всей своей истории человечество подарило миру немало просвещенных людей – учителей, литераторов, ученых, религиозных мыслителей. И все они верили, что существует общеинформационное пространство, в котором живет каждый человек. Оно несет в себе все знания и все возможные действия. Это высший интеллект, вечный Творец, Бог, который создает то, что конструирует своими мыслями человека. Некий доктор, придерживающийся исключительно материстического взгляда на мир, однажды заявил «Я проникал внутрь множества человеческих тел и ни разу не видел души». На что ему ответили «Несомненно. Однако мысль вам, наверное, тоже там не встречалась». Существование жизни на невидимом нематериальном уровне – это большая загадка и великая надежда для человечества. Одна девушка, родившаяся и выросшая в США, не умевшая читать и писать, говорившая только на английском языке, как-то сидела в гостиной родительского дома, когда тогда вошел старинный приятель отца, живший в Греции. Посмотрев на мужчину, девушка вскочила и стала что-то ему говорить на греческом языке, который никогда не изучала. Мужчина ахнул и заплакал, ведь она сообщила, что его жена, оставшаяся в Греции, умерла. Впоследствии это подтвердилось. Получается, что сознание девушки преодолело все пространственные, временные и языковые барьеры, чтобы сообщить важную информацию человеку, которого она никогда прежде не видела. Другая женщина, которая могла входить в контакт с высшим интеллектом, демонстрировала способность воздействия на физические объекты силой мысли. Под наблюдением высококвалифицированных ученых она силой мысли повернула выключатель светильника для чистоты эксперимента, находившийся под мыльным пузырем. Светильник включился, при этом мыльный пузырь остался цел. Сила мысли, приставшей перед человечеством во всем своем величии, побуждает людей даже создавать интернациональные организации, участники которых стремятся к торжеству мира на Земле, думая о нем в разных уголках планеты. Весьма похоже на молитву или богослужение, не так ли? Ведь по своей сути это и есть передача желания в единое сознание Вселенной, которое создает нашу реальность. И если делать это правильно, применяя силу духа, то все обязательно получится. Вопрос о том, как единое сознание реагирует на мысли, довольно подробно изучен и описан в трудах Эрнеста Холмса, основавшего Институт религиозной науки в Лос-Анджелесе. Холмс написал несколько прекрасных книг, посвященных и целяющих силе позитивных установок, и руководил клиникой духовного лечения, где чудеса стали обыденной практикой. Но сам Холмс не относился к достижениям своих последователей как к чуду. Он говорил, это всего лишь результат использования законов величия разума. Измените идею вещи, и вы измените саму вещь, только и всего. Каждый день своей жизни мы можем использовать безграничное пространство, создающее мир. Это сознание Вселенной, где содержатся все знания, все мудрости, силы. Оно работает всегда и постоянно влияет на нашу жизнь. Но каково это воздействие? Зависит от того, насколько глубоко мы его понимаем и как соотносим его с собой. К сожалению, наш контакт с этим потенциально созидательным ресурсом зачастую приводит к возникновению неблагоприятных обстоятельств и ситуаций, создавая помехи или даже препятствия для реализации нашей божественной сущности. Нам необходимо почувствовать этот всемогущий разум, частью которого мы являемся, увидеть ошибки своего мышления и избавиться от мнимых факторов, которые не дают нам проявиться в своей истинной сути. Наше самовосприятие идет по ложному пути, ограничивая себя. Мы смотрим на окружающий материальный мир, уносим суждения о людях и явлениях, а потом применяем эти суждения к себе. Таким образом, наше знание о себе основывается на оценке внешнего мира, представляя собой чудовищную ложь. Если спросить среднестатического человека «Кто ты?», он либо назовет свое имя, либо скажет, кем он работает. У многих людей есть представления о своем успехе, своих способностях и своей привлекательности, которые они сформировали, не познав самих себя, но сравнивая себя с другими. Однако в основе развития человечества лежит не конкуренция, а способность творить. Во всем мире нет и не может быть другого тебя. И разве не глупо следовать чьим-то стандартам, тем самым уничтожая в себе неповторимое творение Бога? Как часть вселенского сознания вы воплотились на Земле в своей особенной форме, чтобы выполнить задачи, которые можете выполнить только вы? Не думайте о престижности своей работы или социального положения. Будьте тверды в своей индивидуальности. Вы есть единственное в своем роде воплощение Вселенной. Таким, какой вы есть, можете быть только вы. Только вы можете реализовать те божественные силы, которые принадлежат вам. В сознании современного человека нет четкого разграничения между конкуренцией и способностью творить. Тем не менее, они также далеки друг от друга, как черные и белые, или как два противоположных полюса. Конкуренция подразумевает стандарты, способность творить предполагает уникальность. Конкуренция превращает человека в часть общей массы, способность творить делает его индивидуальностью. Ориентируясь на конкуренцию, вы хотите иметь дом, машину или работу, которые были бы лучше, чем у кого-то. Таким образом, ваши истинные желания попадают в капкан. Ведь вы желаете не своего, а только лучшего, чем у других. Так вы идете на поводовую систему ценностей, сформированной не вами. Способность творить открывает перед человеком возможность создать свой собственный мир. Если бы вы взяли кисть, краски и нарисовали картину, то неважно, что и как у вас получилось, это было бы ваше собственное творение. И даже самый искусный художник не смог бы сделать точную копию. Достаточно очевидное подтверждение вашей уникальности. Самоидентификация, ориентированная на общие стандарты и конкуренция – это предвестники гибели духа. Способность творить и индивидуальность – это путь к безграничному знанию. Ваше спокойствие полностью зависит от того, насколько вы осознаете и понимаете свою божественную суть. Деньги, дом, страховка, должность – все это эфемерно, как ночные тени. Придет время, и все это потеряет всякий смысл. После физической смерти нет ни банков, ни счетов. В нашем мире вообще нет ничего постоянного. Все когда-то рождается, цветет, приносит плоды и затем умирает. И только одно неизменно – ваша связь с бесконечностью, – уникальное проявление единого божественного сознания в вашей индивидуальности. Осознание этой великой истины обеспечит вам такое блаженное спокойствие, о котором вы даже не могли мечтать. Это изменит каждый аспект вашей жизни в позитивном направлении и наполнит сознательной силой, которая даст энергию, принесет успех и удовлетворение. Но чтобы достичь всего этого, нужен ключ. Если бы мы могли разрушить все барьеры, которые воздвигло наше сознательное мышление, и убрать подсознательные метки мгновением руки, то жизнь можно было бы изменить в одно мгновение. Однако привычка сознательного мышления работать в тесной спайке со скрытыми метками слишком сильна. Только подробный, кропотливый разбор этих явлений может ослабить их влияние. Только последовательное, каждодневное применение принципов, изложенных в этой книге, поможет сдвинуть сознание с мертвой точки. Вера – это мощный двигатель и основа любого творения. С каждой главой этой книги сила вашей веры и интуиции будет развиваться. Придет время, наступит момент, когда внутри вас все озарится светом познания, и все встанет на свои места. Тогда мир явится вам во всем своем великолепии и одухотворенности, и вы почувствуете совершенство его органичности. Вам предстоит большая, кропотливая работа. Необходимо двигаться шаг за шагом. Помните, чтобы достичь чего-то по-настоящему ценного, нужно потрудиться как следует. Внимательно прочитайте основные идеи этой главы и постоянно держите их в фокусе. Первое. Существует великая безграничная сила, которая может наполнить вас энергией и сделать вашу жизнь успешной и счастливой. Второе. Эта сила – единое сознание, воплощенное в вашем подсознании. Эта сила работает всегда, и вы не можете остановить ее. Третье. Мы проживаем свою жизнь в пространстве великого разума, который конструирует наш мир и всю Вселенную. Четвертое. Единое сознание реагирует на мысли и создает то, что проецируется нашими мыслями. Пятое. Наше осознанное желание не всегда реализуется по двум причинам. Во-первых, нам не хватает убежденности в своих мыслях и осуществимости целей. Во-вторых, в нашем подсознании заложены метки, которые сбивают нас с пути. Шестая. Подсознательные метки – это замок, на который закрыта дверь, отделяющая нас от великой силы бесконечности. Седьмая. Метки – это то, что сознательное мышление, когда-то отвергнув, помещает в подсознание, чтобы навсегда забыть. Они, по большей части, связаны с болью, которую нам пришлось однажды пережить, и несут в себе негатив, что приносит в нашу жизнь болезни, несчастья, ограничения или нехватку чего-то важного. Восьмое. Этот замок, эти метки, можно убрать, если достичь глубокого понимания великих законов Духа и научиться их применять. Чтобы взять ключ и открыть замок, необходимо сначала как следует разобраться, что они собой представляют. В этой главе мы рассмотрели основные элементы замка, который не дает вам раскрыться и в полной мере использовать великую силу, дарованную свыше. Мы также в общих чертах описали то, что является ключом к этому замку. В последующих главах мы поговорим об этом подробнее, чтобы у вас сложилось полное понимание того, что такое замок и что такое ключ. В итоге вы уже без чьей-либо поддержки сможете начать самый продуктивный, счастливый и наполненный смыслом период жизни. Вас ждет захватывающее приключение, во время которого вы будете исследовать собственную божественную природу и откроете в себе источник великой силы и мудрости. Следующие главы посвящены таким темам, как иллюзия, сознание, форма, вера, интуиция, любовь, успех, здоровье, притяжение и бессмертие. Последняя глава под названием «Ключ» откроет вам великую тайну существования. Мы также рассмотрим явления гипноза, передачи мыслей и ясновидения. Вы увидите, как в них проявляется безграничная сила единого сознания. Однако, чтобы достичь просвещенности, недостаточно просто прочитать эту книгу. Как минимум 10 минут в день вы должны уделять практике навыков, о которых мы будем говорить. Активно включаясь в процессы, прилагая усилия, вы сможете прийти к самоосуществлению. Я рекомендую вам 10 минут в день посвящать медитации, во время которой вы будете транслировать свои мысли в подсознание, обеспечивая возможность их материализации. Медитации, представленные в книге, составлены так, чтобы приближать вас к цели. Вы увидите, как правильно используя законы единого сознания, можно притворить свои желания в жизнь. Однако, если вы 10 минут в день будете говорить «да», а все остальное время «нет», то в результате вы получите «нет». Очевидно, что «да» может стать реальностью, только когда утверждение будет превалировать над отрицанием. Подсознание всегда работает, и действует оно, основываясь на тех мыслях, которые доминируют в вашем сознании. Поэтому будет лучше, если вы заучите медитации наизусть или будете носить их с собой. В течение дня, если вы почувствуете негатив, разочарование или упадок духа, вспоминайте текст медитации, мысленно проговаривая ее для себя. Простое повторение слов поможет вам восстановить покой и не свернуть с верного пути. Поймите важную вещь. Законы сознания действуют в любом случае. Вы не можете отказаться от них. Они работают каждую минуту каждого дня вашей жизни и влияют на вас прямо сейчас. Если вы будете думать, что не можете быть успешным, счастливым, здоровым и умиротворенным, то вас будут преследовать неудачи, несчастья, болезни и душевные терзания. Законы сознания будут действовать всегда, их невозможно отменить. Вы должны сделать принципиальный выбор, чего вы хотите, добра или зла. И вы получите именно то, о чем думаете и чего желаете по-настоящему. Медитация и реальность В начале было слово. Так и есть. Мир – это мысль. Слова, которые наполнены убежденностью, перерастающей веру, прокладывают путь от мысли к реальности. Первая медитация, приведенная в конце этой главы, направлена на контакт с единым сознанием, а также на то, чтобы вы почувствовали спокойствие и силу. Только с такой установкой на ощущение абсолюта эта книга поможет вам прийти к самоосуществлению и безграничным возможностям. Последующие медитации разработаны для достижения конкретных результатов в сфере успеха, благополучия, здоровья и счастья. Во время медитации необходимо уединение. Найдите тихое и спокойное место, где вам не смогут помешать. Отвлекитесь от повседневности. Абстрагируйтесь от забот, проблем, других людей. Отпустите свои мысли. Забудьте обо всем. Сконцентрируйтесь на своей внутренней сущности. Когда вы почувствуете покоя миротворения, вы поймете, что вошли в контакт с единым сознанием. В этот самый момент начинайте вслух произносить слова медитации. Вы должны не просто говорить. Необходимо понимать, чувствовать и проецировать слова в единое пространство. И тогда медитация превратится в реальность. Первая медитация Я знаю, что я есть чистый дух, существующий в вечности. Внутри меня – пространство бесконечного спокойствия, знания и понимания. Это единое сознание, Бог, воплощенный во мне и проявляющийся во мне по моему желанию. Единое сознание содержит ответы на все мои вопросы и решения для всех моих проблем. Все ответы и решения готовы реализоваться в моей жизни. Мне не надо беспокоиться о них. Придет время, и они появятся сами. Я доверяю свои проблемы безграничному вселенскому сознанию. Я отпускаю их. Правильные решения и ответы придут тогда, когда нужно. Подчиняясь великому закону притяжения, ко мне придет все, что мне нужно для реализации в жизни. Я не волнуюсь об этом. Я просто верю. И сила моей веры даст мне все. Я вижу прикосновение единого сознания во всем. Все цветы, деревья, реки и поля несут в себе его отпечаток. Я знаю, что это сознание, сотворившее все в этом мире, существует во мне, вокруг меня, и я могу обращать к нему свои желания. Я знаю, что мое тело – это проявление чистого духа, совершенного в своей сути. И мое тело несет в себе это совершенство. Я наслаждаюсь жизнью, ведь каждый день я могу видеть чудесную силу Вселенной и самого себя. Я спокоен. Я умиротворен. Я уверен. Я отвергаю любые препятствия и неплодоприятные обстоятельства на своем пути, ведь они всего лишь иллюзия. Не существует никаких трудностей для единого сознания, которое живет во мне в своей безграничности и помогает мне прямо сейчас. Глава 2. Иллюзия Зло – великая иллюзия Прежде чем говорить о зле, давайте разберемся с тем, что такое для нас дьявол и ад. Для начала следует понять, что Вселенское сознание не уничтожает само себя. Ориентированное на страдания представление об адском огне, который служит наказанием за грехи, это всего лишь идея человека. Зло – это болезненная идея человека. Все страдания – это болезненная идея человека. Бог не оперирует понятиями. В нем не существует зла как такового. Человек был создан свободным. Человечество могло формировать любые представления и понятия, и тем самым давать им жизнь. Существование всего зла обусловлено человеческим мышлением. Мы понимаем добро и зло исключительно с позиции своего эго. Я отчетливо это понял, когда во время Второй мировой войны стоял на мостике миноносца в бухте у Филиппинских островов. Я видел, как 40-миллиметровый снаряд попал в грудь японского моряка, атакующего нас на катере Камикадзе. Все это происходило так близко, что казалось, я могу дотронуться до его руки. Снаряд взорвался, и прямо на моих глазах японец разлетелся на куски. Эта сцена не выходила у меня из головы. Я постоянно думал о ней на протяжении всего боя. Это была первая насильственная смерть, которую я видел на этой войне. Безусловно, смерть человека от руки другого человека – это зло. Однако, когда японский моряк был убит, это была большая радость. Если бы он врезался своим начиненным взрывчаткой катером в наш миноносец, то мы бы погибли. Мы отняли у него жизнь и возликовали. Но разве это не зло для него? Для его семьи это настоящее горе. Их надежда разрушила то, что мы называем зло. Добро для нас – зло для него. Мы ликуем его семья в отчаянии. Так что же это – добро или зло? Существуют ли вообще объективные причины для радости или горя? Кто может об этом судить? Чье мнение правильное? Когда следующей ночью мы неспешно огибали остров Самар, я стоял на корме и смотрел на след корабля, похожий на лунную дорожку. Что-то очень важное в спокойствии этого момента проникло в меня. И было слово. Я почувствовал радость открытия. Причина появления зла кроется лишь в точке зрения нашего ограниченного эго, сосредоточенного на себе. Зло – это частичное знание. Бог – это безграничность, где знание как таковое – это единое целое, в котором нет зла. В смерти японского моряка, таковавшего наше судно, я увидел просто действия и сил, которыми Бог через человека раскрывает истину. Нет победителей и побежденных. Нет зла. Все есть стремление Бога проявить свое совершенство. Это озарение заставило меня вспомнить слова Харили Джабрана. Только тогда вы поймете, что тот, кто стоит, и тот, кто упал, всего лишь один человек, находящийся в сумерках между ночью пигмейства и светом того, что божественно в его душе. Зло – это великая иллюзия человечества. Во все времена религиозная мысль предлагала людям более чем обескураживающее объяснение этой загадки. Практически все реликие живописуют доброго, любящего Бога, который, тем не менее, сотворил зло для искушения человека. Очевидно, что такой добрый, любящий Бог, который насылает на своих детей болезни, бедность и страдания и допускает зло – это не более чем придуманный идол. Ведь здесь кроется чудовищное противоречие. Если Бог несет любовь, Он не может творить зло. Идея существования ада такая же бессмыслица. Нам говорят, что тех, кто подается искушению, Бог отправляет в ад. То есть Он придумал искушение, создал тех, кто не может устоять перед этим искушением, и предопределил для них вечные муки в адском котле. Конечно, все это просто нелепо. Когда мы говорим о земном существовании, очень важно понять, если человек верит в зло, то оно будет в его жизни. Если человек верит в болезни, то он не уйдет от них. Если человек верит в ад, то он понесет всемыслимое наказание за то, что, по его мнению, не заслуживает прощения. Зло, болезни, бедность, ад и дьявол – все это творение человека. Бог тут совершенно ни при чем. Теперь нам необходимо понять, что же такое Бог. Бог – это вся мудрость и все знание. Ему известно все. Для него не существует никаких проблем. Нет вопросов, на которые нужно найти ответы. Нет целей, которые нужно достичь. Нет знаний, которые нужно обрести. Нет опыта, который нужно получить. Для Бога все ясно. Любое его проявление – это творение. Человечество зачем-то наделило его целым рядом моральных качеств, тем самым поставив позицию выбора между моральным и аморальным. Однако Бог не выбирает что-то одно. Это всегда единое целое. Он не находится в состоянии борьбы. Он творит то, что превалирует в конкретный момент. Важно осознать, что Бог только творит. И творит Он, не зная ни добра, ни зла. Следует понять, что каждый человек – это живое воплощение Бога. Что Бог есть в каждом человеке и вокруг Него. Что человек творит своими мыслями. Мышление человека, базирующееся на понятиях, с точки зрения морали, выделяет плохое и хорошее, злое добро. И поэтому творит их. Человек творит их своими мыслями. Каждый человек – все мы, но не Бог. В жизни человека акт творения осуществляется сознательным мышлением, которое воздействует на подсознание, связанное с едино-вселенским сознанием, что и есть Бог. Человечество никогда не сможет принять концепцию Бога, который любит своих детей, но создает для них зло. Также очевидно, что болезни и страдания поражают как праведных, так и неправедных. И мы не хотим такого Бога. Размышляя о Боге так, как нам предлагают религии, мы заходим в эмоциональный тупик. Но все эти концепции рассыпаются в прах, когда мы понимаем, что болезни, страдания и любое зло – это творение человека и только его. Очевидно, хотя и слегка неприятно, что мы не получаем хорошую жизнь в награду за свою нравственность или правильные поступки. Однако добро появляется в нашей жизни, когда мы творим добро силой своей мысли и веры. «Что посеешь, то и пожнешь» – одна из тех сакральных фраз, смысл которых часто переначивается. Проповедники веками убеждают нас, что эти слова говорят о неминуемом наказании за прегрешение. Но на самом деле эта фраза только лишь определяет закон причины и следствия. «Зерно, посеянное в саду твоего сознания, взойдет и даст свои плоды». Подсознание – это своего рода сад. Как в обычном саду растет все то, что упало в землю, так и подсознание создает реальность из посеянных в нем мыслей. И независимо от того, насколько эти мысли праведны или безнравственны, этот процесс не остановить. Ведь однажды посеянное зерно обязательно взойдет, если только не вынуть его из почвы, чтобы заменить другим. Никогда ни на одно мгновение своей жизни не забывайте, что вы свободны. Абсолютная свобода – это самая удивительная сторона существования. Благодаря свободе вы именно такой, какой есть. И та же свобода позволит вам стать именно тем, кем вы будете. Будучи абсолютно свободным, вы должны сами понять, что такое для вас добро и зло. Иначе это будет уже не совсем свобода. Если задуматься, то получается, что в основе существования и развития человечества лежит определение добра и зла, чтобы в итоге добро могло победить. Движение в сторону прогресса – это добро, противоположность которого, то есть зло, это отставание и тормоза. От человечества необходим прогресс и развитие. Таким образом, только имея в распоряжении и добро и зло, мы можем понимать, что движемся в сторону прогресса. И если вы коснетесь горячей плиты, то почувствуете боль и отдернете руку, чтобы не получить ожог. Так и любая боль, физическая или моральная, которую привносят в нашу жизнь зло, направлена на сохранение и развитие. Бог не творит зло. Он дает вам возможность творить по своему разумению. Он наделил человека инстинктами, обеспечивающими самосохранение и развитие. И когда человек творит что-то, противоречащее понятию добра, он учится на своих ошибках, чтобы не сотворить это сно. Человек создан, чтобы творить своими мыслями. Осознав это, вы поймете, что каждый выбирает свою дорогу сам. Морали, законы, духа. Существует всеобщее заблуждение о том, что мораль и нравственность – это залог добра. Мораль и нравственность – это всего лишь идеи человека о том, что такое добро. Несмотря на то, что эти понятия действительно приносят пользу, регулируя нормы поведения человека, они все же весьма относительны и довольно изменчивы. И совершенно очевидно, что успех, здоровье и благополучие не являются прямым средством нравственных добродетелей. Если бы это было так, в нашем мире не было бы невинных детей, пораженных недолгом. Добродетельных дев, страдающих от неизлечимых болезней, или умирающих от голода праведников и честных игроков, которые терпят поражение. Но правда в том, что все это есть. Как часто мы можем слышать от кого-то, «Не понимаю, почему меня преследует неудача, я не заслуживаю этого». Другой же восклицает в ужасе, «Я работаю как проклятый, и все равно ничего не выходит». А третий скажет, «Я стараюсь все делать правильно, но кажется, Бог все время не наказывает за что-то». От таких мыслей надо избавляться. Неудачи вас не преследуют, их творите вы. Успех не просто результат тяжелой работы. Это результат правильного мышления. Не Бог наказывает вас. Вы наказываете себя. Посеете зерно неудачи в подсознании, и будет неудача. Посеете зерно болезни в подсознании, и будет болезнь. Посеете зерно одиночества в подсознании, и будете одиноки. Посеете зерно страдания в подсознании, и будете страдать. Вот она, великая иллюзия зла. Существует только единое сознание, и решено. В нем и протекает наша жизнь. В мире миллиарды людей, и сознательное мышление каждого направлено в это единое пространство, которое творит физическую реальность на основе мыслей, подкрепленных абсолютной верой. Единое сознание реагирует, творит и создает для ваших близких то, что вы транслируете о них в это пространство. Остановимся на этом поподробнее. Единое пространство создает для ваших близких и знакомых то, что вы транслируете о них в это пространство. И также оно создает для вас то, что ваши близкие и знакомые транслируют о вас. Примечательно, что вторая Божья заповедь – это возлюби ближнего своего как самого себя. Ибо то, что ближний думает о вас, будет воплощено в вашей жизни. Конечно, вы можете думать об успехе, о ваш знакомой, о вашем провале, и все равно вы можете быть успешным. Но лишь благодаря тому, что единое сознание всегда действует на основе той мысли, в которой больше веры. Возможно, вы до сих пор сомневаетесь, что существует только одно сознание – единое сознание, которое используют все люди. Тогда позвольте напомнить вам о таком феномене, как передача мыслей, который можно объяснить только тем, что все мы существуем в едином информационном пространстве. А как насчет лечения внушением, когда исцеление человека происходит без всякого физического контакта? А интуиция или озарение? Почему человек, сам не понимая как, находит правильные ответы? И даже пресловутые ритуалы вуду – это не совсем предрассудок. Конечно же, втыкание иголок в тряпичную куклу не может сделать человека больным. Но вера, которая вкладывается в действие, может привести к тому, что откажет рука, появится лихорадка, или же, если мыслить в позитивном ключе, затянется рана и сдвинутся горы. Транслирование мыслей, великое творящее единое сознание в сочетании с верой, создаёт физическую реальность. Неважно, несут эти мысли зло или добро. Если есть вера, они воплотятся. Таков закон. Мысли веры творят реальность. Верьте в успех, и вы преуспеете. Будете верить, что вы неудачник, и вы провалитесь. Верьте, что всё получится, и вам повезёт. Будете верить, что вы заболеете, и болезни вам не миновать. Поверите, что вас невозможно любить, и никто не полюбит вас. Вспомним слова Иисуса. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете Горесии, перейди отсюда туда, и она перейдёт, и ничего не будет невозможного для вас. Зло – это только результат веры человека. Вам наверняка знаком образ трёх мудрых обезьян, с которыми связана фраза «не видеть зла», «не слышать зла», «не говорить зла». Пожалуй, ничто не могло бы нагляднее изобразить идею о том, что если мы не знаем зла, то его и не может быть. Человечество, блуждаясь среди понятий, потерялось в пустыне полуправды и никак не может усвоить простой истины. Вера делает человека выше любых придуманных богов. Силой веры мы способны создать бесконечно прекрасную и гармоничную жизнь. Мы должны избавиться от понимания зла как отдельно существующего явления. Необходимо осознать, что зло – только наша иллюзия, простое объяснение боли, ложный путь в поисках правды. Как любая иллюзия, понятие зла эфемерно и рассеивается словно утренний туман в свете истины, отрицающей его. На протяжении всей истории человечества зло воспринималось как объективная реальность, как явление отдельно от человека. Корни этого заблуждения лежат в том, что человек не мог объяснить природу зла и законы его действия. Ведь зло не знает справедливости и настигает всех без разбора – праведных и неправедных, мудрых и глупых, богатых и бедных. Когда на свет появлялся младенец, врожденный болезнью или уродством, люди говорили, что это Божья кара за грехи его отца. И как это ни странно, страдание за грехи отца – идея не такая уж далекая от правды. Конечно, ребенок не несет наказания за моральное прегрешение своего отца. Но человек, безусловно, страдает от ошибок мышления своих родителей. И не только родителей, но и всех родственников, знакомых и вообще всех людей, которые транслируют идею зла в творящие вселенское сознание. Все в нашей жизни имеет свои причины. И зло не исключение. Как и для любого явления, должна быть причина, объясняющая, почему появляются дети с врожденными отклонениями. Генетики объясняют это наличием дефектной хромосомы. И с точки зрения науки и биологических процессов, все предельно ясно. Только вопрос «почему» так и остается без ответа. На этом мы и сосредоточимся сейчас. Все в нашем мире – это результат мысли. Здесь стоит уточнить, что сама по себе мысль не делает что-то. Но все создается в результате мысли. Подвижное, творящее, великое пространство единого сознания действует на основе произвольных мыслей, транслируемых в него. Абсолютно все люди используют это пространство. Единое сознание вбирает в себя всякую мысль каждого человека, и это влияет на то, что именно будет выражено в реальности. Единое сознание стремится воплотить все мысли для человека, который транслирует их, но оно также стремится воплотить их и для всего мира. Поскольку все появляется в результате мысли, то и все формы жизни существуют ровно столько, сколько существует мысль. Если меняется мысль, меняется и форма. Каждый родившийся человек – это результат мысли по форме и содержанию. Рождение – это реализация на физическом уровне. Это часть общей идеи. Так же, как соединение досок гвоздями в процессе строительства – это частичная реализация идеи дома. Форма этой реализации зависит от мысли. Отсюда следует непреложная истина. Если рождается ребенок с отклонениями, это результат мысли. Вы наверняка подумаете, что вряд ли найдется такая мать, которая будет посылать в пространство мысли об отклонениях для своего будущего ребенка. Но давайте не будем забывать, что не все мысли осознанно транслируются в единое сознание. Вспомним о коварных метках. Эти болезненные воспоминания, спрятанные в подсознании, также транслируют огромное количество мыслей. Кроме того, на нашу жизнь могут влиять мысли другого человека и даже вообще всех людей, когда-либо живших на Земле. Все жизни – одно сознание. Для того, чтобы приблизиться к пониманию общей концепции, необходимо снова вернуться к тому, что единое сознание – это пространство, в котором мы все живем и которым все время пользуемся. Это сознание охватывает не только человечество, но и все живые сущности. Если мы посмотрим на процесс эволюции, то увидим, что желание транслируется в единое сознание и превращается в реальность. Рыбы увидели Землю, захотели ходить и стали рептилиями. Рептилии увидели небо, захотели летать и стали птицами. Другие рептилии захотели быть сильными и большими и стали лошадьми. Медведи, волки, тигры, львы и змеи – все, что ползает, летает, бегает, плавает, роет и строит – все это результат мыслей и желаний, транслируемых в творящее единое сознание. У рыб есть плавники, у полярного медведя белый мех. Хамелеон меняет свой цвет, маскируясь в листве. Каждое транслируемое стремление живой сущности получает ответ из великого неистащимого источника, который не знает ни добра, ни зла, а просто реагирует на мысли желаний. Если температура на нашей планете повысится на 100 градусов, жизнь никуда не денется, она адаптируется и примет новые формы. Даже если исчезнет Земля и вся Солнечная система, жизнь просто будет другой. Ведь желание – это жизнь, жизнь – это изменение, изменение – это прогресс. Таков непреложный закон. С нашей точки зрения, с позиции самоидентификации, рождение ребенка с отклонениями – это страшная несправедливость. Тем не менее, в далеком будущем может наступить момент, когда человеку не нужны будут ни руки, ни ноги, он примет такую форму, которая у нас в сегодняшних вызвала бы только ужас. Наши восприятия самих себя ограничены тем, что мы видим в реальности, и мы так закостенели в своем видении мира, что смотрим на любое изменение только через призму отклонения, ненормальности или уродства. Единое сознание или Бог не различает страданий, боли, войн, голода или болезней. Для него существуют только идеи и желания, мысли и эмоции, которые он различает только одним способом – притворяя их в жизнь. Дело человека – мысль и вера. Во власти человека только две вещи. Первая – это идеи, вторая – это убежденность в их подлинности. Но воплощение мыслей в реальность осуществляется уже не человеком. И в своей жизни человек может отвечать только за свои мысли и свою веру. Все остальное – это работа великого творящего единого сознания, для которого любая атомная станция не сложнее комара. Иисус сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Что же здесь имеется в виду? Как мы можем толковать эту фразу? Давайте также вспомним, что о своих чудесах исцеления Он говорил так, «Я ничего не могу творить сам от себя, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Иисус знал, что это не Он притворяет мысль в реальность. Он знал, что есть силы, которые намного больше Его. И именно она воплощает в жизнь любую мысль, в которую Он убежден. Он воскресил Лазаря не усилием своей воли. Он знал, что Лазарь встанет. У Него было только это знание, только эта твердая убежденность. Его делом была абсолютная вера. Нет никаких сомнений, что та же самая сила, которая ответила на веру Иисуса и воскресила Лазаря, могла бы оставить Лазаря в царстве мертвых. В ответ на столь же сильную убежденность в Его смерти. Эта сила воплощает и добро, и зло, не делая между ними различий. Она творит, следуя мысли и вере. Отец Небесный посылает дождь на праведных и неправедных. Так и со злом в нашей жизни его невозможно избежать, просто соблюдая благочестие. Зла нет лишь для того, кто видит только добро и имеет абсолютную веру в него. Истина и заблуждение Истина и заблуждение Познать зло, но выбрать добро – вот путь, по которому должно идти человечество. И на то есть свои причины. Добро – это истина, зло – это заблуждение. Движение от заблуждения к истине – это прогресс. Когда человек познает всю истину, он станет Богом, и больше не будет проблем и поисков, ведь все будет просто и ясно. Однако в своей земной жизни человек, скорее всего, не сможет достичь этого. При наших ограниченных знаниях и нашей слабой вере было бы как минимум странно полагать, что мы сможем избавиться от зла за тот небольшой отрезок времени, который нам отпущен. Но одно мы можем сделать точно. Зная, что добро и зло – это результат мысли, мы можем настроить свое сознание на путь добра и прогресса. Ведь, имея идею и убежденность, мы можем достичь невозможного, если не глобально, то хотя бы в отдельно взятый момент бесконечности. Когда мы понимаем, что добро – это истина, а зло – заблуждение, иллюзорность зла становится очевидной. Зло – это ложный путь, ошибка, болезненный опыт, просто поиски на пути к истине. Это заблуждение, а всякое заблуждение – это иллюзия. Но любую иллюзию можно развеять с потрясающей легкостью. Зло можно заменить добром с невероятной скоростью. Зло может устоять только в одном случае, если идея добра очень слаба, а идея зла сильна. Но даже тогда истина не исчезнет, ведь рано или поздно в ее бесконечном свете рассеивается любое заблуждение. Человек, прикоснувшийся к истине, будет использовать силу единого сознания только во имя добра. Другими словами, невозможно представить, чтобы Иисус или другой столь же просветленный человек использовал ту силу, которая помогла ему воскресить Лазаря с целью умертвить кого-то. Люди стремятся к истине, и когда истина показывает себя, заблуждение исчезает. И поскольку истина – это добро, а заблуждение – это зло, то, познав добро, мы никогда не выберем зло. Стоит отметить, что Иисус был не единственным просвещенным человеком на нашей планете. Известно даже целое просвещенное сообщество, состоявшее из людей с очень тонким восприятием, для которых интуитивное знание, передача мыслей и ее физическая реализация были обычным делом. Однако такие люди и сообщества полагали, что было бы слишком рискованно делиться своими знаниями со всем человечеством. Тем временем, за последние двадцать веков, люди сильно изменились, и речь уже не идет об открытии истины для неподготовленных умов. Уже нельзя сказать, что мы вкладываем оружие в руки ребенка. Сейчас все человечество ищет ответ на извечные вопросы о смысле жизни, стремясь к духовному знанию и внутреннему спокойствию. Конечно, сила сознания в руках неподготовленных или невежественных людей – это риск для прогресса. Однако совершенно очевидно, что сегодня человечество стоит на пороге духовной свободы. Люди имеют насущную необходимость, огромное желание, истинную потребность познать законы жизни, чтобы стремиться к лучшему для себя и для всех. Многие философские труды и трактаты по метафизике рассматривают весь мир как иллюзию, говоря о том, что наша реальность – это погруженность в себя, а чтобы постичь истину, нужно добиться некоего состояния безличности и бессознательности. Это ощущение абсолюта, тем не менее, никогда толком не разъясняется, что, как правило, приписывается языковым трудностям. Но истина всегда позволяет себя найти. Коли она существует, она должна быть познаваема. А если ее можно познать, значит, ее можно описать. Истина существует где-то в какой-то форме. Это не означает, что все физические объекты, состояния или обстоятельства – это истина. Ведь в мире есть все, добро и зло, истинное и ложное. Следует помнить, что единственная иллюзия, существующая в нашем мире духовной жизни – это зло. Истина – это реальность, а реальность можно описать. Попытаемся разобраться с идеей греха и наказания. Давайте отвлечемся от привычного на мозглого понимания греха как преступления против Бога или нарушения моральных норм. Мы не будем рассматривать наказание как возмездие, осуществляемое обществом или Богом. Грех – это просто заблуждение. Наказание – это неизбежное следствие этого заблуждения. Если вы ищете дом друга и повернули не на ту улицу, логично, что вы не найдете там нужного вам дома. Причина и следствие – таков закон, ничего более. Так же происходит и со всем злом, который есть заблуждение. То, что вы думаете, добро или зло, неизбежно воплотится в вашей жизни. Когда в ваших мыслях зло – это заблуждение, и последствия этого заблуждения будет злом для вас. Когда вы осознаете, что Бог совершенен, вы поймете, что Он не может заблуждаться. А если зло – это заблуждение, то Бог здесь абсолютно ни при чем. Зло – это заблуждение и иллюзия, созданная человеком в поисках истины посредством транслирования своих идей в единое сознание. Переживая в своей жизни зло, человек движется к истине. Это можно назвать системой проб и ошибок. Каждая ошибка или заблуждение имеет свои последствия, которые проявляются здесь, на Земле. И не переносится на после жизни. Каждая душа, возвращаясь в единое сознание, из которого она пришла, приходит туда безнравственного груза. На ней не стоит никаких штампов о юморальных качествах, никаких оценок. Ее не ждет ни награда, ни наказание. Ее не восхваляет и не обвиняет. Мы все ветви одного вечного дерева, которое не ругает и не разрушает себя, а просто созерцает и творит. Люди, которые придерживаются религиозных взглядов, подразумевающих вечные муки за прегрешение, могут возразить, «Постойте, если там нет разницы между праведником и грешником, то зачем тогда быть хорошим в земной жизни?» И это довольно странно. Неужели от совершения зла вас удерживает желание слушать арфу в светлом и приятном месте и страх оказаться в кипящем котле, где вас будут тыкать вилами? И это сомнительное обещание награды или наказания в загробной жизни выглядит довольно бледно на фоне поисков истины, которыми занято все человечество. Чтобы получить возмездие за зло, вам не придется томиться в ожидании Судного дня. Украдете кошелек и увидите, как скоро лишитесь своего. Убьете своего соседа и посмотрите, как расплатитесь своей жизнью. Все, что вы делаете, возвращается к вам гораздо быстрее, чем вы думаете. Оно возвращается к вам в этой жизни, в самый важный момент, который только может быть. Сейчас. Чувство вины и самобичевание Запомните, самобичевание – это грех против самого себя. Вы человек, и в поисках истины вы будете делать ошибки. Но ни в коем случае не позволяйте чувству вины стать меткой. Радуйтесь тому, что ошибки и заблуждения приближают вас к истине. Как печален и безнадежен образ человека, который с трудом пробирается сквозь дебри своей жизни, ругая себя за каждую ошибку, занимаясь самоуничижением и поиском виноватых, теряя надежду в страхе перед наказанием. И в этом кроется источник и причина каждой метки в подсознании. Человеку свойственно ошибаться. Человеку свойственно зло. Но зло – это всего лишь иллюзия и ничего более. Перед лицом добра эта иллюзия волшебным образом рассеивается. Каждая ошибка в вашей жизни предназначена для того, чтобы найти истину, но не для того, чтобы чувства вины и самовечивания и страх не давали раскрыться вашей божественной сущности. В мире зло будет до тех пор, пока прогресс не приведет человечество к единству с Богом. И пока вся истина не раскроется перед нами, будут существовать ошибки и заблуждения. Вы будете совершать промахи. Вы не можете жить, избегая их. И здесь нужно стремиться только к одному – не повторять своих ошибок. Смело смотрите своим ошибкам в глаза, не теряя спокойствия. Освободите себя от страха совершить неверные действия и пострадать от его последствий. И если у вас есть желание, не бойтесь заявить о нем. Однако если вы будете говорить своему подсознанию то да, то нет, эти постоянные колебания положат на ваши плечи невыносимый груз невозможности принятия решения. Говорите либо да, либо нет. Одно или другое. Ведь подсознание – это мощная армия, действующая по вашему четкому приказу и нуждающаяся в вашем авторитетном решении. То, что получится, в результате будет либо истиной, либо заблуждением. Если это истина, то ваша жизнь станет лучше. Если же это заблуждение, то последствия его непременно проявятся как своего рода временное наказание. Тогда в своем прогрессе вы как будто откинетесь назад, но когда вы поймете это, вы приблизитесь к истине, то есть продвинетесь вперед. Этот временный сбой, как и ошибка, которая была его причиной, просто иллюзия, которая на самом деле является шагом, необходимым на пути к истине. Человек, в жизни которого была сотня поражений, обладает величием души. Он познал истины больше, чем тот, кто одержал сотню побед. Человек, сто раз оказавшийся победителем, познал сто истин, в то время как тот, кто сто раз проиграл, познал тысячу истин. Вы должны позволить своему подсознанию воплощать ваше желание в реальность. Если вы хотите денег, то будьте твердо уверены в этом и по-настоящему убеждены, что ваше желание должно реализоваться. И тогда, несомненно, деньги к вам придут. Конечно, это не значит, что деньги обязательно принесут вам добро. Может сложиться так, что разбогатев, вы преисполнитесь тщеславее и жаждой власти и в итоге станете одиноким, беспокойным человеком, нажившим себе кучу ураков. Безусловно, это не единственно возможный вариант. Огромное количество людей с деньгами не только приумножили свой достаток, но и вложились в массу добрых дел и от этого сами стали лучше. Но, тем не менее, многих деньги действительно привели к потере семьи, здоровья, спокойствия и удовольствия от жизни. В любом случае, если вы хотите денег, займите твердую позицию. Не должно быть так, что вы жалуетесь на отсутствие денег, но при этом говорите, что вам многое не надо. Так ваше подсознание будет бесконечно качаться на качелях вашего сомнения и ничего не произойдет. Вы должны решиться на убежденность, на то, чтобы занять твердую позицию относительно той проблемы, которая вас беспокоит. Отбросьте все сомнения, определитесь, на какой вы стороне. Будьте убеждены в своей идее настолько, чтобы желать ее реализации, несмотря на все возможные последствия. Даже если вы заблуждаетесь, то это лишь приведет в действие закон причины и средствия, сугубо объективный закон. И когда вы увидите последствия своей ошибки, не нужно бояться, что у вас постигнуты другие наказания. Это может произойти, если только вы сами создадите их для себя. Если, совершив ошибку, вы будете бесконечно заниматься самовечиванием, винить себя и думать о наказании, то это подействует на подсознание, и оно воплотит все ваши мысли в реальность. К примеру, молодой человек начинает свое дело. Поначалу все складывается хорошо, но в какой-то момент неправильно выбранная концепция приводит его бизнес к банкротству. Не та концепция или заблуждение влечет за собой только одно посредствие – банкротство. Но именно теперь он может совершить самую большую ошибку. У него есть два пути. Если он, спокойно анализируя произошедшее, понимает, в чем была его ошибка и извлекает из этого урок, а затем смело начинает все снова, то он правильно использует великие силы вселенной и обязательно добьется успеха. Но если, споткнувшись на свои неудачи, он начинает винить или жалеть себя, то он столкнется с гораздо большим количеством последствий, чем могло бы быть. Пока он не перестанет думать в этом направлении, проецируя свою иллюзию в подсознании, все эти мысли будут отражаться на его реальной жизни. Важно понять, что мы не отрицаем существование зла. Мы просто говорим о том, что зло – это не реальность, а иллюзия. Все великие люди умеют возвышаться над обстоятельствами, буквально отрицая реальность ограничений, недостатка, болезни, бедности и неполноценности. Если вы позволяете себе быть продуктом обстоятельств, то любая встреча со злом будет убеждать вас в его реальности, и тогда зло станет частью вашей жизни. Более того, отчаяние, страх и страдания станут вашими постоянными спутниками. Никогда не позволяйте себе думать, что обстоятельства делают человека. Человек создает обстоятельства. Через действие великого закона притяжения к человеку приходит то, во что он верит. Все обстоятельства вашей жизни неизменно формируются вашими убеждениями. Вы буквально продукт своих собственных мыслей. Вы – это то, что вы думаете. и только. Прямо сейчас вы должны убедить себя, что зло – это следствие, а не причина. Зло – это результат ложной концепции мышления, которая является причиной. Зло – это обстоятельства, и вы, как божественное выражение вселенского сознания, никогда не должны быть результатом обстоятельства. Вы создаете обстоятельства. Если вы будете думать, что обстоятельства сильнее вас, то позволите зло оккупировать свою жизнь. Законы человечества и законы духа Все нравственные законы, установленные человечеством, направлены на всеобщее благополучие. Эти законы нужны для сохранения вида. Поскольку главным инстинктом человека и общества является самосохранение, нет никаких сомнений, что развитие нравственных законов должно отвечать вселенским законам духа. Конечно, это не значит, что общественные законы морали всегда безошибочны и никогда не порождают зла. Ведь все формы, а законы, созданные человеком, не более, чем формы, это всего лишь временное проявление мысли, и как любая мысль, они подвержены изменениям. человечество прошло большой путь от кочующих и воюющих племен до сегодняшнего многообразия великих культур. Мы живем в относительно мирное время и стремимся к созиданию, а не разрушению. Стоит отметить, что нравственные законы человечества стоят на тех же принципах, что и законы духа, в основе тех и других причин и следствия. Если нарушить общественный закон, последует наказание в виде денежного штрафа, решения свободы или отчуждения определенных прав. Какое бы зло ни сотворил человек, приступая закон, общество стремится подвергнуть его адекватному наказанию. Такие законы формировались на основе моральных норм, понятия о том, что правильно и неправильно. Однако механизм их действия – это цепь событий, построенная по непреложному принципу причины и средствия. Но поскольку эти законы придуманы людьми, иногда случается так, что нарушитель может избежать наказания. Законы духа такого не допускают. Они работают всегда. и тот, кто мыслит зло, создает его. И зло возвращается к тому, кто его создает. Нравственные законы общества – это попытка человечества установить правила поведения с целью борьбы со злом. Законы духа следует понимать немного в другом ключе. Они направлены на то, чтобы исключить зло из жизни человека. Метки в действии Это удивительно, но нередко мы, понимая, как надо действовать, чтобы идти по верному пути, все же выбираем неверный. Как будто специально стремимся к злу. Почти каждый из нас когда-либо совершал некрасивые или даже ужасные поступки, зачастую не понимая почему. Нас как магнитом притягивало неправильное решение, в котором мы находили какое-то мучительное наслаждение. Долгое время это считалось прямым доказательством существования дьявола, порождающего зло, которое предназначено для испытания праведников и искушения потенциальных грешников. Теперь нас вряд ли может удовлетворить столь абсурдное объяснение. Бог и дьявол не создавали человечество в соавторстве, либо один, либо другой. Мысль об их совместном предприятии попирает любые представления разумным. Если дьявол создал человека, то в человеке нет Бога, и не существует добра, и весь мир это зло, а поскольку зло это заблуждение, то вся жизнь это ошибка, и тогда все было бы в состоянии хаоса, без смысла, формы, образа. Если Бог создал человека, то в своей сущности человек несет добро, но при этом обладает свободой исследовать зло в своих поисках истины. И именно таким мы видим человечеству сегодня. Дьявол это такая же иллюзия, как и зло. Ни его самого, ни его адского огня в реальности не существует. То, что всегда считалось происками дьявола, мы можем смело отнести к действию воспоминаний о болезненном опыте, которые, будучи отвергнуты сознательным мышлением, затаились в подсознании. Одним из откровений, которые Иисус явил миру, была светлая истина о том, что Бог несет любовь. Сейчас нам сложно понять, насколько потрясающим открытием это было тогда, когда люди привыкли жить в страхе перед Богом, несущим возмездие. Иисус рассказал о Боге, сущность которого это любовь, понимание и всепрощение. И не случайно в христианском мире прогресс достиг небывавых скоростей за последние две тысячи лет. От Иисуса люди узнали, что за каждый свой грех они страдают лишь единожды. И человека, жившего во мраке угнетения и страха перед возмездием, озарило понимание, что он не должен вечно нести круз своих ошибок. Нам хорошо известны слова Иисуса «Прощаются тебе грехи твои». Встань и иди. Иди и впредь не греши. И люди часто думают об Иисусе как о посреднике между карающим Богом и грешником или воспринимают его высказывания о грехе как норовоучение. А это не так. Он просто говорил нам «Забудьте о том, что совершали ошибки и перестаньте тратить свои мысли на заблуждение». Все хорошо, добро есть везде. По всей видимости, мы пока еще не способны полностью освободить мир от зла. Каждый из нас так или иначе вносит свою долю в общую копилку заблуждений, независимо от своего стремления к просвещенности. Но это не так страшно, если понять одну простую вещь. Последствия наших заблуждений ошибок причиняют вред только тогда, когда мы мысленно зацикливаемся на них, и они становятся невыносимым грузом, который растет, как снежный ком, бесконечно притягивая зло. Сила слова Говоря о метках, спрятанных в подсознании, мы приближаемся к пониманию того, какое колоссальное воздействие они оказывают на нашу жизнь. Любое зло, болезни, бедность, неудачи, отсутствие любви, добра, тепла, весь негатив, который появляется в нашей жизни из-за скрытых меток, в тысячу раз опаснее и сильнее любой ошибки, сделанной нами в поисках истин. Ваше подсознание может быть переполнено метками, которые делают вас больным, бедным, одиноким или неудачливым. Вы должны контролировать эти метки, или они будут контролировать вас. Посредством осознанной медитации, используя вселенские законы духа, вы должны выработать своеобразные условный рефлекс, приучить свое подсознание видеть добро и транслировать его. И добро автоматически вытеснит все негативные метки. Вы должны сделать это, и тогда для вас начнется жизнь, наполненная светом энергии, и зло не придет к тому, кто не творит зла. Практикуя медитации, вы увидите, что проговаривание слов активирует некую силу, которая создает благоприятные для вас обстоятельства. С начала времен слово, несущее мысль, это первый шаг для развития, созидания и исполнения желаний. Ничто не сравнится с силой слова или мысли, обреченной в него, если они наполнены вашей убежденностью. Подсознание это потрясающий механизм, действующий по принципу дедукции, то есть движение от общего к частному. Существует множество подтверждений тому, что подсознание в совершенстве владеет дедуктивным методом мышления. Дайте себе установку «я заработаю денег» и оно тут же выработает логически безупречную последовательность шагов для исполнения этой установки. Например, одному человеку под глубоким гипнозом сообщили, что он беседует с Платоном, после чего тот разразился такими глубокомысленными философскими тирадами, которые можно было бы услышать только от самого искусного мыслителя. Его высказывания обнаруживали такой уровень интеллекта, которым этот человек явно не обладал, и свидетелем этой сцены иногда даже казалось, что он вошел в контакт с самим Платоном. Люди привыкли относить непонятное им явление к потустороннему миру духов, призраков и разных невидимых сущностей. Но мы знаем точно, подсознание обладает такими ресурсами, которые содержат в себе всю мудрость и все знание, а весь оккультизм не более, чем использование того безграничного сознания, в котором мы все существуем и проживаем свою земную жизнь. Размышляя добре и зря, вы, возможно, сочтете, что противоборство между ними требует от вас неимоверных усилий. Понимая, как добро и зло проявляются в нашей жизни, вы можете подумать, что должны взять на себя огромный груз ответственности и вечно стоять на страже своего сознания, не позволяя негативному мышлению проникнуть в него. А поскольку все мы люди иногда ошибаемся, вас может обаять страх перед тем, что вы не справитесь, и тогда вы будете скованы своей нерешительностью, и опустите руки. Давайте разберемся с этим раз и навсегда. Для начала нужно понять, что во всем, что с вами происходит, участвуете не только вы. Даже самое незначительное ваше действие, обусловлено не вами единолично. В противном случае вы не могли бы ходить по улице, разговаривать с друзьями и вообще существовать. Не вы сотворили это все. Вы не можете сами по себе сотворить что-либо. Силой творения обладает только та мощная энергетическая субстанция, в которую попадают ваши мысли. Именно она создает все формы и обстоятельства, хотя при этом она соотносится с вашим образом мышления. Теперь необходимо понять одну важную мысль. Вы не можете заставить высшие силы сделать что-либо. Вы не можете исключительно силой воли сделать так, чтобы они отвечали вашим требованиям. Человек не выше Бога. Остановителя запустить действия высших сил невозможно. Они больше нас. Законы Духа не приложены. Если сказать «Я хочу заработать денег со всей решимостью и опломбом, на который вы способны», то этим вы только привлечете в свою жизнь противостояние и агрессию. Нужно принимать, а не требовать. Вы не должны давать распоряжение. Но это совсем не значит, что от вас ничего не зависит. Вам лишь нужно признать, что не вы творите мир, а сила, которая гораздо больше вас. Эта сила создает то, во что вы верите, и реализует для вас то, что вы готовы принять. Уделите этому моменту должное внимание. Требуя денег, вы не получите ничего, поскольку неправильно используете законы действия высших сил. Деньги появятся в вашей жизни, только если вы понимаете и знаете, что вокруг вас изобилие, и вы принимаете его. То есть вы не требуете денег, вы не заставляете деньги появиться, думая о том, что у вас их недостаточно. Вы принимаете деньги, потому что знаете, изобилие неотъемлемая часть вашей жизни. В этом состоит принцип использования законов Вселенной. Простое волеизъявление здесь не сработает. Если вы обращаетесь к единому сознанию с требованием чего-то, значит этого у вас нет. Именно эту мысль вы и транслируете, и именно она и будет реализовываться в вашей жизни. Если вы будете вкладывать в свои мысли противостояние, его вы и получите. Иисус говорил, Отец ваш благоволел дать вам царство. Ничего не появляется по требованию, потому что нам уже все дано. Будьте готовы принять. Практикуйте знания. Будьте позитивны и благодарны. Великие законы притяжения – это законы сонастроенности, и они никогда не раскрывают свои тайны тем, кто изо всех сил вьется в дверь. Кто не примет царство Божие как дитя, тот не войдет в него. Иисус был величайшим учителем, открывшим для нас законы Духа. Действительно, дети принимают добро с открытым сердцем, как будто зная что-то недоступное нам взрослым. И только накладываемые нами запреты и ограничения, подкрепленные страхами, впечатывают в их чистое сознание «все не могу и невозможно». ребенок принимает добро как нечто само собой разумеющееся и живет счастьем, потому что это его мир. Принимайте, знайте и принимайте. И это секрет всех молитв и медитаций. Важно понимать, что даже имея полную власть над своими мыслями, вы не контролируете все и вся. Когда вы настроите свое сознание на волну той силы, которая творит, силы, которая знает, вы почувствуете, что вас как будто что-то направляет. Однако достичь сонастроенности с высшей направляющей силой невозможно, если концентрироваться на своей воле. Ведь воля человека в масштабах вселенной до смешного мала. Только если вы полностью признаете и принимаете силу, которая больше вас, если вы знаете, что она сотворит в вашей жизни то, во что вы верите, вы получите ответ на свои вопросы. Вы должны научиться отпускать свои проблемы. Когда проблема в общих чертах понятна для вашего сознательного мышления, когда вы примерно представляете, к чему вы хотите прийти, отпустите все это. Забудьте об этой проблеме. И однажды в какой-нибудь совершенно обычный день ответ к вам придет. Вы увидите все настолько ясно и осознаете настолько глубоко, что не останется никаких сомнений, что это единственно верный ответ. Он будет предельно простым и понятным. И вы восторженно удивитесь, что не могли раньше до этого додуматься. Это действие направляющей силы. Вы не можете активировать ее усилием воли. Нужно полное доверие к силе, которой больше вас, полное ее признание и принятие. Если каждую минуту каждого дня вы сможете в полной мере держать такой настрой, то неудачи, болезни и несчастья будут обходить вас стороной. Следите за тем, чтобы ваши ожидания не были больше вашей веры. Если в утром говорите себе «Я знаю, что иду по пути успеха», а затем весь день жалуйтесь на каждую возникающую трудность, то так вы можете неделями ждать успеха, а он все равно не придет. Ваша вера должна быть с вами как минимум больше половины времени, прежде чем она сможет реализоваться в вашей жизни. Но она обязательно реализуется, так или иначе отразив преобладающие у вас мысли. Основные идеи Ниже кратко изложены основные идеи этой главы, которые вам необходимо запомнить. Зло это заблуждение и иллюзия. Добро это истина и реальность. Истина избавляет от заблуждений и добро избавляет от зла. Зло это результат мысли человека о нетворении Бога. Ад и дьявол иллюзии. Бог не несет возмездия и не наказывает людей, потому что он не стремится к самоуничтожению. Бог несет в себе все знания и поэтому не способен на ошибку, заблуждение или зло. Главной функцией единого сознания реализации мысли в какой-то форме или в виде обстоятельства. Человек абсолютно свободен в том, какие мысли он посадит в саду единого сознания. Человек не должен взваливать на себя груз ответственности за все. Он отвечает только за свои мысли, потому что из них единое сознание творит все сущее. Через морали и нравственные нормы, установленные человеком, закон причины и средств действует не всегда. Но он непреложно действует при использовании законов духа, поскольку они несут в себе Бога. Правильный подход к законам духа – это принятие веры. вы не должны ничего требовать от единого сознания. От него невозможно ничего добиться усилием воли. Если вы доверяете тем силам, которые больше вас, к вам придет вдохновение, направляющий вас на путь истины и личных достижений. СОБЛЮДАЙТЕ БАЛАНС Вам предстоит исследовать величайшую силу в природе. Однако не сосредотачивайте свою жизнь только на этом и не забрасывайте свои текущие дела. Не стремитесь к контакту с единым сознанием. в ущерб работе своего сознательного мышления. Ищите правильный баланс. Обычные люди вряд ли используют единое сознание вообще. Их жизнь полностью во власти обстоятельств. А выдающиеся люди отличаются тем, что находят нужный баланс между использованием своего сознательного мышления и единым сознанием. К этому и нужно стремиться. работ с медитациями с удовольствием и уверенностью. Отбросьте все сомнения, страхи, напряженность и не прилагайте больших усилий. У вас нет задачи что-то сделать. Все уже сделано. Вам только нужно правильно это использовать. Принимайте, верьте, знайте, прославьтесь. Вселенная ответит на ваши желания. Проведите интересный эксперимент, чтобы исследовать силу, с которой мы имеем дело. Соберите нескольких друзей для сеанса террипатии. Завяжите одному из участников глаза, сядьте в круг и соедините руки. В центр положите колоду игральных карт. По условному сигналу покажите всем участникам одну карту. После этого все должны сосредоточиться на этой карте, чтобы тот участник, глаза которого закрыты, смог получить четкий образ и назвать ее. Пусть каждый по очереди побывает на месте невидящего участника. Не все ответы будут верны, но вы обязательно почувствуете то интеллектуальное пространство или общую среду, через которую мы можем контактировать друг с другом посредством мысли. И это и есть единое сознание. Медитация Цель медитации, которая приводится ниже, развеять иллюзию зла. Когда вы будете готовы начать медитацию, вспомните все обстоятельства своей жизни, которые вы считаете ошибкой или злом. Скажите себе, что это просто иллюзия, что все это не существует в реальности. Затем приступайте к медитации. В течение месяца вы заметите потрясающие изменения. В дальнейших медитациях будет все больше и больше конкретики. Одного за другим мы будем уничтожать призраков и демонов, живущих в вашем подсознании в виде меток. И когда мы справимся с ними, в вашей жизни откроются неограниченные горизонты и начнется великое путешествие, в котором вы увидите вселенную, как она есть, во всем ее совершенном существовании для вас. Знайте, принимайте, верьте. в вашей жизни есть то, о чем вы даже не мечтали. Вторая медитация я знаю, что я и единое сознание – это одно. Я знаю, что единое сознание – совершенна. Я могу положиться на него, и оно направит меня во всех моих делах. Великое единое сознание или Бог не знает зла и границ. Оно просто творит в моей жизни то, во что я верю и что принимаю. Поэтому я отрицаю все зло, ошибки и заблуждения. Когда я вижу или чувствую любые проявления зла, я отстраняюсь и настраиваю свои мысли на совершенство и изобилие любви во вселенной. Я знаю, что Бог не творит зла. Я знаю, что используя божественную силу, я могу развеять зло, ведь оно лишь иллюзии и заблуждения, а перед истиной они ничто. Реальность – это добро, которое всегда стремится выразить себя. Я знаю, что заблуждение или зло – это результат моих собственных мыслей, результат ошибки с моей стороны, результат отделения себя от силы единого сознания. Я знаю, что единое сознание всегда создает для меня то, о чем я думаю. и если зло появляется в моей жизни, оно пришло из моих мыслей. Но я с легкостью могу его отвергнуть, повернув свои мысли в нужном направлении. Я ничего не требую, ибо я не больше Бога. Я просто понимаю, что закон сотворения действует всегда, и мои мысли и убеждения всегда становятся реальностью. Поэтому я постоянно направляю свои мысли к добру. При этом я не делаю усилий и не даю распоряжений. Я просто расслабляюсь в созерцании добра и чувствую спокойствие, зная, что могу положиться на силу, которая гораздо больше меня. Я полностью доверяю этой силе. Я знаю, что она направит меня во всех моих делах. Я не принимаю зла, и зло исчезает. Я принимаю добро и получаю всю любовь вселенной. сознание. Глава третья. Сознание. Мы слишком привыкли соотносить сознание с человеческим мозгом. Мы уделяем огромное внимание этому вместилищу серого вещества, расположенному в черепной коробке. Мы с интересом следим за тем, как с помощью новейших методов ученые исследуют изверины и отслеживают нервные сигналы. Мы знаем, где находятся отделы памяти, какие зоны мозга отвечают за логику или воображение и как работают условные рефлексы. Но если называть сознанием все эти химические и биологические процессы, которые по большей части изучаются на мертвых или не совсем живых людях, мы будем слишком далеки от правды. Еще никому не удалось установить количество и качество «я», исследуя нервные ткани под микроскопом. Загадка самосознания личного «я» не раскрывает своих тайн под ножом хирурга или в пробирке биолога. Объективное представление о том, что у человека есть нервный центр, называемый мозгом, не на йоту не приближает нас к пониманию природы своего сознания. Ведь мозг и нервы – это результат, а не причин. В этой голове мы рассмотрим сознание в другом ракурсе, уделяя больше внимания его нематериальной составляющей, мыслим и идеям, существующим в сфере действия закона причины и следствия. В итоге у нас должно сложиться целостное представление обо всех вещах, как и единой субстанции, которая движет мысь, создавая все в этом мире. В первую очередь мы должны поговорить о сознательном мышлении и его составляющих, памяти, логике и воображении. Сознательное мышление существует на уровне физических чувств и соответственно является продуктом слуха, зрения, обоняния, вкуса и осязания. Его цель – это получение комфортных или приятных ощущений для всех этих чувств и избегание боли. Каждый из нас может вспомнить начало своего сознательного мышления. У некоторых этот момент был в возрасте всего нескольких месяцев, а у кого-то даже нескольких дней. В любом случае он навсегда остался в памяти и совершенно точно связан с болью, удовольствием или очень необычным ощущением для органов чувств. Сознательное мышление – это распознаватель боли и удовольствия, а его составляющие такие как память, логика и воображение работают на инстинкт поиска удовольствия и избегания боли. Основная задача любого организма – выживание. А главный инструмент в борьбе за существование – это сознание, которое нацелено прежде всего на адаптацию к окружающим условиям. Инстинкт выживания основан на принципе развлечения боли и комфорта. Ведь боль – это сигнал об опасности, а комфорт – это гарантия того, что все нормально. Такая система сигналов и есть то, что мы называем сознательным мышлением. И работает оно через нервную сеть, центр которой находится в мозге. В целях выживания мышление амебы приспособлено к окружению амебы. Мышление рыбы приспособлено к окружению рыбы. Мышление рыси приспособлено к окружению рыси. А если не приспособлено, тогда мышление адаптируется, что приводит к изменению самого организма. Испытав боль, любое существо избегает ее в дальнейшем. И это желание транслируется в виде образа в творящее единое сознание, которое воплощает его, создавая новые формы или новые способы мышления, наиболее подходящие для существования в определенных условиях. Такова адаптация и эволюция. Это происходит со всеми жизнями в какой бы то ни было форме. Ибо форма явление временное, лишь проекция желания, неизбежный результат мысли. Сознательное мышление человека помнит обстоятельства, вызвавшие боль или удовольствие, анализирует их, чтобы понять, что может вызвать боль или удовольствие в будущем, и создает образ получения удовольствия или избегания боли. это и есть три основных составляющих память, логика и воображение. Таким образом, сознательное мышление это инструмент для записи, анализа и отбора чувственного опыта. Являясь инструментом для работы с чувственным опытом, оно относится к физическому миру как часть организма и становится ненужным, как только этот организм прекращает существование. Получается, что сознательное мышление конечное. Оно исчезнет, когда умрет тело, в котором находится. Нас беспокоит этот вопрос, поскольку мышление это средство контакта с истинным собой, и нам хочется понять, каковы его функции и границы. Можно сказать, что сознательное мышление это стенографист, аналитик и архивариус. Оно записывает чувственные ощущения от боли и удовольствия, анализирует их в свете обстоятельств, при которых они возникли, и относит в архив, распределяя по двум отделам – воспоминания о боли и воспоминания об удовольствии. Само по себе сознательное мышление не имеет памяти как таковой. Другими словами, в нем нет хранилища, где содержатся все воспоминания. Функции памяти, которую мы относим к сознательному мышлению, заключаются только в том, чтобы достать нужные записи оттуда, где они хранятся, то есть из подсознания. Память подсознания совершенна. Все чувственные ощущения человека и каждая мысль, промелькнувшая в сознательном мышлении, навсегда записываются в подсознании. Основная масса этого материала никогда не будет использована в сознательном мышлении, потому что оно может извлекать только те воспоминания, на которых оно само поставило метку для дальнейшего использования, перед тем, как отнести их в архив. В подсознательной памяти хранится грандиозное количество информации, образы, выводы, чувства и многое другое, о чем сознательное мышление совершенно не помнит. Это огромное хранилище знаний за пределами сознания, несет в себе мощную скрытую силу, которой обладает человек. Если бы вы смогли извлечь все эти знания из памяти, ваши способности и ваша мудрость стали бы почти безграничными. Эти подсознательные воспоминания нужно рассматривать как данность. Пока сознательное мышление не задействует их и не присоединяет к ним убежденность. Они просто существуют, лежат без надобности и не активируют силу творения, которое обладает подсознание. Однако в подсознании, помимо прочего, находится информация, которую мы считаем подлинной, но неприятной. Она помещена туда сознательным мышлением с четким приказом никогда ее не доставать. И это и есть метки. Вся отторгнутая боль, все выводы, все скрытые убеждения, которые сознательное мышление считает подлинными, но не хочет признавать, вот наш иллюзорный дьявол в действии. Ведь единое сознание реагирует именно на те мысли, в подлинности которых мы убеждены. И получается, что через метку в нашу жизнь приходит то, о чем мы даже боялись подумать. Итак, сознательное мышление является регистратором и анализатором человеческого опыта, ориентированным на получение удовольствия и избегание боли. При этом оно всего лишь микроскопическая часть безграничного единого пространства, использовать силу и мудрость которого может каждый из нас. Чтобы вникнуть в суть взаимодействия между человеком и единым сознанием, мы пойдем от начала некоего весьма условного момента бесконечности времени. В начале было слово не подразумевает, что единое сознание появилось в результате слова. Речь идет о начале физического мира, каким мы его знаем сегодня. Очевидно, что наш физический мир когда-то начал свое существование и, несомненно, когда-то закончит. Но у единого сознания нет начала и нет конца. Наше стремление найти точку отсчета это попытка сориентироваться во времени и пространстве и проникнуть в тот момент, когда наша физическая реальность, та, которую мы знаем, еще не существовала. Но даже момент появления нашей Вселенной не был началом всего, поскольку единое сознание не знает границ во времени, пространстве или материи. Когда-то человечеству стало известно, что масса тела зависит от плотности. Однако в дальнейшем исследования элементарных частиц привели к ошеломляющему открытию, что сложно вообще говорить о массе твердых тел как таковой. И это перевернуло наш взгляд на мир. Если сейчас читая эту книгу вы задумаетесь, что стол, на котором вы сидите является сборищем частиц, постоянно движущихся с приличной скоростью, то вам станет немного не по себе. А если вспомнить, что между этими частицами пустого места несравнимо больше, чем самих частиц, то у вас вероятно появятся странные чувства от осознания того, что под вами ничто. Теперь, если вы еще немного поразмышляете и подумаете о том, что ваше тело состоит из тех же частиц, которые постоянно находятся в движении и разделены между собой огромными пространствами пустоты, то увидите, что между вами и столом не такая уж большая разница. Единственное, что вас форма и сознание. Долгое время считалось, что определенные элементы являются базовыми и неделимыми. Когда-то говорили о том, что основные металлы, такие как свинец, медь, цинк и железо, это вечная материя, ссылаясь на внушительный вес атомов, из которых они состояли. Утверждали также, что элементы, занесенные в шкалу атомных весов являются материи, из которой все состоит. Конечно, все это сложно было как-то увязать с природой сознания, однако в своих поисках ученые нащупали нечто важное и стали дальше работать в этом направлении. В результате они пришли к логическому выводу, что базовой единицей массы энергии является атом, поскольку атомы основных элементов имели одинаковые весовые характеристики. До этого мельчайшей частицей материи считалась молекула, но после открытия и классификации атома началась новая эра науки. Довольно скоро обнаружилось, что атом состоит из движущихся частиц и представляет собой маленькую вселенную, в которой есть электроны, протоны и нейтроны. Дальше ученые начали выяснять, а можно ли расщепить атом, и однажды в Японии в обычный летний день мир увидел плоды этих экспериментов. Мы не станем рассуждать о последствиях, которые влекут за собой научные открытия, если их используют в военных целях. Сейчас нас интересует другое. Чем дальше продвигается научная мысль, тем меньше мы понимаем, что вообще такое материя. Ведь если все бесконечно делится, то что остается? В общих чертах сегодня мы можем только сказать, что масса – это потенциальная энергия, а энергия – это потенциальная масса. Например, определенное количество урана несет в себе определенное количество энергии, определенное количество энергии может превратиться в определенное количество урана. Основываясь исключительно на научных исследованиях, можно сделать следующий вывод. Весь физический мир создан из одной субстанции, в основе которой лежит энергия, не имеющая границ во времени и пространстве. У нее нет начала и нет конца. она присутствует везде и всегда. Она вся везде и всегда. Эти краткие научные выкладки предназначены для того, чтобы вы поняли, если вы хотите сбросить себя поты ограниченного мышления, то должны уйти от восприятия реальности как формы, массы, пространства и времени. Вам необходимо осознать, что наблюдаемый нами физический мир не может объяснить вашего существования. Ответ должен быть где-то еще. Его нужно искать в самых отдаленных уголках своего сознания. И только там они в реальности вокруг вас. Мы знаем, что материя и энергия это одно. В основе всех вещей одна субстанция, энергия, или одно сознание. В чистом виде эту энергию можно представить как невидимую силу, неуловимую для наших пяти чувств. Силу, которая неизменно в своей природе, которая всегда была и есть, не знает границ, бесконечно. Если что-то бесконечно, в нем нет ни времени, ни пространства. У бесконечности нет начала и нет конца. Она не делится ни на какие составляющие. Бесконечность – это единое целое. Если определить в бесконечности какие-то отдельные единицы, то это будет уже не бесконечность, множество. Нет никаких составляющих, ничего нельзя передвинуть из одного места в другое. А поскольку время обусловлено движением объектов в пространстве, то в бесконечности нет и времени. Таким образом, все вещи и явления суть одно, без начала и конца, без прошлого и будущего. Только одно вечное сейчас. Эйнштейн говорил, что раз объект, движущийся со скоростью света, может находиться везде в одно и то же время, то скорость света – это бесконечность. Данное предположение – лишь крохотная часть всей теории относительности, которая, по словам самого гения, была для него интуитивным озарением или откровением. Этой теорией на протяжении многих лет занимался целый ряд великих математиков, работавших над ней днями и ночами. Но даже сейчас вокруг нее постоянно ведется полемика, ведь довольно сложными дел с бесконечностью, применяя подходы, методы, инструменты, подразумевающие конечность. Тем не менее, основы теории относительности не вызывают почти никаких сомнений. очевидно, что нечто движущееся с бесконечно высокой скоростью будет везде в одно и то же время, которое по сути одно время или все время. И то, что движется с такой скоростью, находится одновременно в любой точке, то есть присутствует везде и целиком. Бесконечность – в стремлении выразить свои мысли люди привыкли обозначать этим словом множество вещей, которым не нашлось другого определения. Большинство использует его, когда говорят о чем-то находящемся за пределами их понимания. Но на самом деле это слово несет в себе совершенно определенную идею, известную человечеству испокон веков. Бесконечность – это слово, которым наука заменила Бога. Мы ни в коем случае не обвиняем научный мир в непочтительном отношении или подмене понятий. Ученые – люди, заслуживающие огромного уважения. Просто они не могут работать с тем, что непознаваемо. А религия говорит о том, что Бог непостижим. С точки зрения науки бесконечность лежит в основе мироздания, а его можно познать. Таким образом, это просто замена одного слова другим. Мы, безусловно, не говорим о двух разных вещах. Бог – это единство, бесконечность – это единство. Бог везде, бесконечность везде. Бог – это вечный сейчас, бесконечность – это вечный сейчас. Богу известно все, бесконечность содержит все знания. Религия, биология, химия, физика, философия – вся мысль человека, пусть разными путями, но идет в одном направлении – к Богу или бесконечности, что вам больше нравится. Бесконечность или Бог – вечная субстанция, вечное сознание – «все вещи суть одной вещь, все явления суть одной явлении». Это существует во всех местах, во все времена, во всех формах, которые есть суть одно место, одно время и одна форма. Бесконечность, вечное единство, которое охватывает все физические объекты и знает «все», это и есть Бог, живущий у нас прямо сейчас и всегда. Если вы чувствуете, что не совсем понимаете, о чем здесь говорится, то это только потому, что вы слишком привыкли к восприятию реальности как физического мира, и даже стараясь освободить свой разум, вы не можете сразу избавиться от этой привычки. Отбросьте в сторону все колебания в попытке определить, что является фактом, а что выдумкой, и просто сохраняйте спокойствие и веру в то, что все станет на свои места. Вы можете несколько месяцев подряд изучать иностранный язык, и вам будет казаться, что никакого существенного прогресса нет. Но настанет момент, когда вы преодолеете какой-то важный рубеж и достигнете блестящих результатов. Будьте уверены, все то, что сейчас кажется сложным и непонятным, прояснится. Продолжая чтение и медитации, вы будете возвращаться к некоторым местам этой книги, которые раньше казались вам сложными. Но вы с удивлением обнаружите, насколько простыми и ясными они стали для вас. Каждая глава дает вам больше, чем вы думаете. Вы шаг за шагом приближаетесь к пониманию своей истинной сущности, стираете границы своего мышления и активируете в себе такие силы и ресурсы, о которых даже не подозреваете. Можете не сомневаться, что когда в последней главе для вас откроется секрет существования, одновременно и простой и сложный для восприятия, в этот момент вы осознаете всю пользу и значение всего, что прочитали на страницах данной книги. А пока давайте остановимся на том, что за всем мирозданием стоит одна сила, которая присутствует везде и всегда и является тем, из чего все состоит. В следующей главе мы подробно поговорим о том, как через действие этой силы появляется форма. Но сейчас нам важно только знать, что один бесконечный разум охватывает всю жизнь, всю живую и неживую природу нашего мира. Бесконечный разум – это единственное существующее сознание, которое используем мы все. И мы не можем отказаться от него, потому что есть только оно, везде и во всем, и все состоит из него. Оно отличается от человеческого мозга, как день от ночи, ведь мозг человека – это отдельный инструмент для конкретного организма, существующего в определенных обстоятельствах. А разум, стоящий за мирозданием, по своей природе не может быть отдельной формой, находящейся в конкретном месте в определенное время. Будучи единым и бесконечным, он может воспринимать все эти категории только как проекции сознаний, существующих в нем. Присутствующий везде и всегда разум – это единое сознание, с которым мы связаны своим подсознанием. И на сегодняшний день мы можем проводить эксперименты и видеть, как оно работает. Гипноз как доступ к подсознанию Гипноз – это важный инструмент, с помощью которого мы можем получить доступ к подсознанию человека. Техника гипноза позволяет нам отключить сознательное мышление и работать напрямую с той самой божественной силой, бесконечным едином разумом, который действует через подсознание человека. И тогда мы наблюдаем поразительную вещь – абсолютную реакцию подсознания на установку. Другими словами, оно не имеет своей воли. Оно не делает выбор, не выносит оценок, не приводит аргументов, не выдвигает теории, не ищет ответов, не анализирует возможности. Оно просто воспринимает и действует. Как только подсознание получает установку, оно тут же приступает к работе, чтобы сделать эту установку правдой, потому что оно принимает ее за абсолют. К сожалению, история гипноза сложилась так, что люди зачастую считают его своего рода трюком. Если вы наблюдали гипнотические сеансы, то это скорее всего были развлекательные представления, которые возможно позабавили вас, но оставили ощущение шарлатанства или что еще хуже вызвали ваше равнодушное «ну и что?» Вы могли видеть человека, который ведет себя как медведь или трясется во знобе, несмотря на нормальную окружающую температуру, и тут же жутко потеет. Вы могли видеть мужчину в каталептическом состоянии, мышцы которого как будто окоченели и стали предельно твердыми, удерживающими огромный вес или силовое воздействие. Вы могли видеть кого-то, кто не может противостоять постгипнотическому внушению, и по сигналу, которым может быть кодовое слово или жест, начинает декламировать стихи или совершать различные действия. Гипнотизеры, работающие на сцене, уделяют большое внимание театральным эффектам, желая вызвать восхищение публики. Однако, тем самым, они добились того, что люди не воспринимают гипноз как серьезную экспериментальную науку. В действительности, мы год за годом получаем подтверждение того факта, что подсознание не только воспринимает установку как правду, но и делает ее правдой. К примеру, если человеку под глубоким гипнозом сказать, что он не чувствует своей руки, можно наблюдать, как он полностью теряет все ощущения в своей конечности, так что ее можно было бы ампутировать без всякой анестезии, и он бы ничего не почувствовал. Более того, человеку можно внушить, что когда он проснется, то чтобы избавиться от любого ощущения в своем теле, ему достаточно сказать, это ощущение исчезает, и так и произойдет. И когда-нибудь у каждого будет с собой анестетик в форме простой фразы. Представьте, насколько было бы меньше страданий в авариях, катастрофах, войнах, если бы человек мог мгновенно избавиться от боли, просто сказав «это ощущение исчезает». Некоторые люди уже смогли это сделать в клинических экспериментах. Правильно используя гипноз, можно добиться невероятных результатов в лечении и профилактике заболеваний. специалисты в совершенстве владеющие данными техниками могут избавить человека от заболевания как по волшебству. Известны поразительные случаи исцеления, сравнимые разве что с чудесами Иисуса. К примеру, у одного молодого человека была так называемая слоновая болезнь, врожденное заболевание, при котором происходит уродливая деформация кожи чистить тело. У него была больная рука. Ему ничто не помогало. Лекарства не действовали. Но с помощью гипноза он вылечился. Как? Просто когда его сознательное мышление было отключено, ему говорили, что его рука здорова. Подсознание это все. Оно содержит все, знает все и может сделать что угодно. Ему нужна только установка. Оно охватывает все знания, все субстанции и работает с ними в соответствии с установкой. А гипноз это первый конкретный способ, с помощью которого человек может получить непосредственный доступ к этому ресурсу и изучать как он работает. Возникает логичный вопрос. Если с помощью гипноза можно лечить людей и обезболивать, почему он не находит широкого применения. Что ж, вероятно, в будущем это случится. Однако на данный момент ученые противостоят популяризации гипноза в связи с тем, что это чревато злоупотреблениями. Да элементарная некомпетентность гипнотизеров может причинить много вреда не только людям, но и самой науке, тем более, что большинство и так настроено весьма скептически. Кроме того, работая с подсознанием, ученые обнаруживают такие воскрытые силы, что с осторожностью выдают информацию, дабы не распространяться о том, о чем они сами пока еще так мало знают. Тем не менее, в медицине гипноз применяется все чаще. Существуют ли границы действия гипноза? Если вы говорите подсознанию больного человека, что он здоров и он выздоравливает, если вы даете установку подсознанию раненого человека, что он не чувствует боли и так и происходит, значит ли это, что сказав неудачнику, что он успешен, он действительно добьется успеха? Определенно да. Получив правильную установку, подсознание превратит неудачу в успех, болезнь в здоровье, бедность в достаток, одиночество в любовь и дружбу. Ибо нет ничего невозможного для подсознания, если оно получает нужный посыл. Из всего вышесказанного можно сделать вывод. Все, что нужно для всеобщего блага человечества, это один мудрый гипнотизер, который погрузит всех в транс, даст нужные установки о здоровье, процветании и любви, и вуаля, наступила новая светлая эра. Может показаться странным, но на самом деле, если бы можно было найти такого просвещенного человека, которому можно полностью доверять, если разработать необходимые техники гипноза, то светлая эра действительно бы наступила. Однако на сегодняшний день методы техники гипноза еще не достигли таких гипотетически возможных высот. Существующие методики гипноза воздействуют только на одного из пяти человек. Более того, установка, помещенная в подсознание, со временем теряет свою силу действия, ведь внушение нужно периодически повторять. Человек, которому внушили, что он выздоравливает, будет активно идти на поправку в течение нескольких недель. Но если сеанс гипноза не повторить и не обновить установку, то вскоре он вернется к своему прежнему состоянию. Почему? Ответ прост. В его подсознании затаилась метка, которая подпитывает его болезнь. Мы дали подсознанию установку на здоровье, мы посеяли зерно и чтобы оно проросло, его нужно поливать и удобрять. Старое зерно метка – это цветущий и благоухающий куст, который как будто постоянно шепчет «Ты болен, ты болен», и нужно сделать так, чтобы он завял навсегда. Несмотря на несовершенство техник, гипноз вне всяких сомнений доказывает, что в человеке есть безграничная сила, существующая в его подсознании, которая неизменно реагирует на установку. Вы можете задаться вопросом, если кто-то другой говорит моему подсознанию, когда я нахожусь под гипнозом, что я не чувствую своей руки и я не чувствую ее, то почему я сам, находясь в сознании, не могу добиться того же самого. Вы не можете этого сделать, потому что вы думаете. Вы не просто даете установку своему подсознанию. Вы формируете слова, произносите их вслух, и эти действия сопровождаются множеством мыслей из разряда «Это глупо», «Я знаю, это не сработает», «Конечно, это невозможно», «Как там моя рука», «Все ощущения на месте». Другими словами, вы настолько привыкли, что вы чувствуете свою руку, что даже когда вы говорите «Я не чувствую своей руки», ваше сознание генерирует огромное количество мыслей об ощущениях в руке. Этим и объясняется, почему вам не удается проделать с собой то, что может гипнолог. В первую очередь гипнолог должен убрать с дороги ваше сознательное мышление. В спящем состоянии оно бессильно и не может говорить «нет» или «невозможно». И тогда подсознание получает установку и делает так, чтобы она стала правдой. Проанализируем основные приемы в технике гипноза. Сначала человек должен комфортно расположиться. Почему? Потому что необходимо, чтобы его сознательное мышление уснуло. Затем гипнолог начинает погружать человека в сон. Он говорит с ним и просит сконцентрироваться на каком-нибудь объекте. Это может быть кончик пальца или любой объект, раскачивающийся как маятник. Цель этих действий добиться усталости глазных мышц и таким образом создать ощущение сонливости. Гипнолог монотонно говорит человеку о том, что его глаза устали и он хочет спать. И повторяет это снова и снова в течение какого-то времени. Вообще повторение очень важная вещь, как в работе с сознательным мышлением, так и с подсознанием. И так дальше человеку говорят, что его веки тяжелеют и глаза закрываются. И когда становится видно, что глаза пациента плотно закрыты, гипнолог произносит «Вы не можете открыть глаза». Если после этой фразы глаза остаются закрытыми, то все идет по плану. Затем гипнолог говорит клиенту о том, как тот устал, как это приятно погрузиться в сон и отключиться. И когда человек окончательно засыпает, специалист оставляет его ненадолго, после чего будет, чтобы сразу же погрузить в еще более глубокий сон с помощью уже гораздо меньших гипнотических усилий. Задача врача погрузить пациента в состояние максимально глубокого сна. Только тогда сознательное мышление не помешает непосредственному контакту с подсознанием. Когда человек находится в глубоком гипнотическом сне, в его подсознании можно заложить установки на здоровье, успех и тому подобное, и они будут реализовываться на уровне физического мира. Однако все может запросто вернуться на круги своя, если периодически не повторять внушения. Это происходит из-за привычки сознательного мышления к негативным мыслям, а также из-за меток болезненных воспоминаний, скрытых в подсознании. Они сводят на нет все новые установки, не подкрепляемые регулярным повторением. Для нас важнее всего то, что через гипноз мы видим потрясающую бесконечную божественную силу подсознания. Мы видим, как оно творит реальность на основе чистой мысли и понимаем, что это проявление единого сознания, охватывающего все сущее. Единое сознание, с которым связано наше подсознание, присутствует не только в человеке, но вообще во всех существах, объектах и явлениях. Оно бесконечно, неделимо, безусловно и неотменимо, и поэтому соединяет все сущее невидимой, но прочной нитью. Самый очевидный способ подтвердить это – эксперименты по передаче мысли. Передача мысли – известное явление, при котором один человек не используя никаких средств или способов коммуникации, может понять мысль другого человека. Существование этого феномена подтверждается многолетними экспериментами, которые проводились под наблюдением ученых. Обычно объектом исследования являются два человека, находящиеся в разных помещениях одного здания. Один из них старается мысленно передать изображение выданного ему простого рисунка. Другой пытается мысленно увидеть это изображение и нарисовать на бумаге. И хотя результаты таких экспериментов весьма далеки от стопроцентного попадания, они превосходят любые возможности случайного совпадения. И даже когда принимающие объекты рисовали совсем не то, в их рисунках обнаруживалась некая аналогия, связанная с транслируемым изображением. Это показывает, что в любом случае между участниками был установлен контакт. Даже в тех случаях, когда расстояние увеличивали и объекты были разделены океанами и континентами, это не изменяло процент попаданий. Передача мыслей действительно существует. Когда она не срабатывает, это лишь свидетельствует о том, что между сознательным мышлением и единым сознанием нарушен контакт. Но тот факт, что на огромных расстояниях передача мыслей осуществляется так же эффективно, как и на малых, говорит нам, что единое сознание существует сразу везде, и для него нет пространственных границ. Интуиция как проявлений единого сознания. Интуиция это явление ментальной силы, с помощью которой человек может контактировать с определенными аспектами единого сознания через свое подсознание. В большинстве случаев этот феномен можно описать как неосознанное понимание законов Вселенной. Самый очевидный пример гений математики. Попросите такого вычислить кубический корень из 21 миллиона 952 тысяч, и он тут же ответит 280. Он ни на секунду не задумается, он не будет считать. Ответ ему просто известен. Он видит его, потому что имеет доступ к законам Вселенной и получает ответ автоматически. Ничего мистического здесь нет. Единое сознание знает все, ему не надо что-то вычислять. Ответ равнозначен вопросу. Используя интуицию, через свое подсознание гениальный математик контактирует с единым сознанием и видит ответ одновременно с постановкой задачи. Талантливые музыканты также пользуются интуицией. И музыка и математика подчиняются одним вселенским законам. Это трудно понять тем, кто хорош в математике, но не имеет музыкального слуха. Точно так же, как и тем, кто с легкостью импровизирует на музыкальном инструменте, но не может без содрогания умножить двузначное число. Но законы едины. Маленький Джоэл Куперман, мгновенно решавший сложные математические задачки, и Бетховен, сочинявший симфонии в детском возрасте. Оба использовали интуитивное понимание вселенских законов. Аделла Роджерс Сент-Джонс, журналист, писатель и сценарист, чьими историями зачитываются миллионы, в своем творчестве использовала беспроигрышный метод. «Я всего лишь абстрагируясь от себя, чтобы пришло нечто», рассказывала она. «Когда приходит нечто, слова как будто сами ложатся на бумагу, и то, что получается, намного превосходит мои собственные возможности. Правда, у меня есть нечто, и, к счастью, оно делает свою работу». Мисс Джонс явно знала бесконечные силе творения, живущие у нас. Великие художники, инженеры, физики, астрономы, все, кто пытливо исследует жизнь, несомненно имеют какой-то контакт с единым сознанием. Этот контакт происходит, когда они забывают себя и доверяются разуму, который объединяет все сущее. Свойства великого разума, проявленного в человеке, становятся видны под глубоким гипнозом. Он действует так, словно может все, без сомнений, без противоречий, без страха. И хотя техники гипноза еще не достигли того уровня, когда мы скажем, что знаем все, одно нам известно точно – подсознание связано с единым сознанием, которое непременно проявляет себя. Под гипнозом передача мысли происходит намного эффективнее, а интуитивные решения находятся гораздо быстрее. Человек в состоянии гипноза может практически безошибочно читать чужие мысли и находить ответы на вопросы, в которых он совершенно не ориентируется. Методы мышления Как известно, существует два основных метода мышления – индукция и дедукция. Индукция означает, что рассуждение строится по принципу «от частного к общему». Например, если какая-то конкретная кошка видит в темноте, значит, все кошки видят в темноте. Дедукция означает движение от общего к частному. Так, если все кошки видят в темноте, значит, вот эта конкретная кошка в конкретном месте в конкретное время тоже видит в темноте. Другими словами, индуктивный метод отталкивается от определенного обстоятельства и выводит общий закон, действующий для всех таких же обстоятельств. При дедуктивном методе общий закон уже известен и используется для определения того, что случится с обстоятельством, попадающим под действие этого закона. Таким образом, индуктивное мышление знает обстоятельства и ищет закон, в то время как дедуктивное мышление знает закон и ищет обстоятельства. Параллель очевидна. Человек знает обстоятельства и ищет закон. Единое сознание знает закон и ищет обстоятельства. Подсознание мыслит только дедуктивно. Оно не может следовать индукции, поскольку уже знает закон. Оно только стремится проявить этот закон в обстоятельствах. Эта характеристика подсознания – дедокция, а значит знание всеобщего закона – еще одно несомненное доказательство того, что оно является бесконечной субстанцией, проявлением Бога в человеке, абсолютом, едином для всего сущего. И совершенно очевидно, что используя этот ресурс в полной мере, человек получает всю силу творения. Гипноз позволяет нам понять одну поразительную вещь. Единое сознание, проявленное в нашем подсознании, действует полностью, следуя установкам. Иначе говоря, подсознание стремится создавать формы и обстоятельства, которые устанавливают сознательное мышление. Таким образом, единое сознание не предопределяет жизнь человека, и нет никакой программы, подразумевающей страдания и несчастья. Наоборот, оно служит человеку и делает именно то, что он говорит. Для иллюстрации этой идеи давайте вернемся к тому молодому человеку, которого гипнозом вылечили от слоновой болезни. Что ему говорил гипнолог? «Твоя рука здорова». И все. Он не рассуждал, не взвешивал все «за» и «против», не говорил бесконечное «ес» и «но». Он просто сказал «твоя рука здорова». И рука пришла в норму. Это до странности просто. Почему молодой человек не мог исцелить себя сам, просто сказав «моя рука здорова». Потому что, когда он это произнесет, в его голове тут же пронесется тысяча мыслей примерно следующего характера. «Это болезнь со мной всю жизнь. Нет никакой надежды». Невозможно избавиться от этого уродства простой фразой «вот моя рука, и я вижу, как она ужасна». И что же получит его подсознание? Оно пополнится убежденностью этого молодого человека в том, что его рука ужасна, и продолжит реализацию этой мысли. Подсознание всегда в работе и действует, основываясь на тех мыслях, в которых больше убежденности. Вы, возможно, подумаете, что было бы неплохо найти квалифицированного гипнолога и доверить ему решение всех своих проблем. Пусть внушит нужные установки, и жизнь станет лучше. От некоторых насущных проблем вы могли бы избавиться таким образом. Однако бежать на сеанс гипноза каждый раз при столкновении с трудностями – безрадостная перспектива. Никакой психолог или гипнолог не может прожить за вас вашу жизнь. А даже если бы и мог, вред ли вы этого хотите. Это ваша жизнь. И вы проживете ее по-настоящему, только если будете способны осознанно использовать великую силу, которая есть внутри вас. Нельзя жить через представителя, вы должны сами прожить свою жизнь. Единственная возможность для этого – понять на глубинном уровне те мощные силы, с которыми вы связаны сейчас и навсегда. Вы, конечно, можете попробовать гипноз – и в качестве объекта, и в качестве гипнотизера. Однако будет серьезной ошибкой, если вы начнете воспринимать это как нечто большее, чем просто эксперимент. Это только способ с определенного ракурса посмотреть, как работает единое сознание. И на данный момент принципиальное значение гипноза состоит для нас в том, что с его помощью мы можем наблюдать, как единое сознание, проявляясь через подсознание, реагирует на установку. Медитация подкрепляет установки. Основной способ достижения желаемого – это медитации. Благодаря медитации мы подкрепляем установки подсознания. Мы просто повторяем определенные мысли, наполняя их верой и убежденностью, чтобы бесконечный разум мог действовать на их основе. Однако следует понимать, что вначале эффект будет совсем не очевиден, поскольку даже когда мы что-то утверждаем, мы подспудно это отрицаем. Когда вы настроитесь на медитацию и начнете давать себе установки на все хорошее, что должно прийти в вашу жизнь, некоторые негативные мысли, к которым вы привыкли, будут проецироваться в подсознание и мешать. Трудно избавиться от меток. Но еще труднее избавиться от привычки негативного мышления, которая препятствует эффективной медитации. Но к этому нужно стремиться. В случае, если вы обратитесь к гипнологу, чтобы избавиться от какого-то заболевания, то результата можно достичь всего за несколько сеансов. Но если вы попробуете избавиться от этого же заболевания самостоятельно, вам может понадобиться несколько месяцев, а то и год. Не спешите решать свои проблемы гипнозом. Прибегайте к нему только в критических ситуациях, когда у вас слишком мало времени, чтобы пробовать что-то еще. Научившись справляться со своими проблемами через понимание и использование своей внутренней силы, вы станете настоящим хозяином своей жизни. Так же как хроническое недомогание заставляет вас бегать по докторам, так и желание пойти лёгким путём приведёт вас только к постоянным поискам хорошего гипнолога. Важно понять одну принципиальную вещь. Если у вас воспалился аппендикс или сломана нога, нужно идти к хирургу. Если у вас невротическое расстройство, которое превращается в депрессию или психоз, представляя угрозу для вас и окружающих, следует обратиться к психиатру. Когда события или обстоятельства на физическом уровне достигают такой степени, что становится опасным для жизни, необходимо с ним работать также на физическом уровне. Врачи, безусловно, ещё долго будут играть огромную роль в благополучии человечества. Но наступит время, когда люди наконец-то поймут, что весь физический мир проистекает из мысли. И тогда каждый встанет нас стража добра, не пуская в своё сознание зло, страдания и бедствия. И они исчезнут навсегда. Наше сознательное мышление, этот инструмент, который анализирует боль и удовольствие и находится в нашем мозге, пытается нас перехитрить. Его задача – обеспечить выживание, поэтому оно прилагает все усилия к тому, чтобы измерить, взвесить и классифицировать всё, с чем имеет дело. И оно блестяще справляется с этой задачей, применяя настолько точную и полную классификацию, что мы убеждены в конечной реальности физического мира вокруг нас. К примеру, если мы справедливо заметим, что стол, на котором вы сидите, представляет собой чистую энергию, находящуюся в постоянном движении, то ваше сознательное мышление тут же возразит – нет, я его чувствую, и он твёрдый. У него есть определённая форма и цвет, и он реален. Я могу уйти, и когда я приду, он будет здесь. Он не может двигаться сам по себе. Только я или кто-то другой может сдвинуть его с места. Он не живой. Это стул, а я знаю, что такое стул. Примерно так сознательное мышление рассуждает обо всём. Оно рассматривает то, что оно нам предлагает, как конечную реальность, мрачноватая перспектива. Мы не предлагаем игнорировать стул как реальность и попытаться пройти сквозь него. Так вы просто споткнётесь и упадёте. Мы только говорим о том, что физические объекты и обстоятельства не могут быть конечной реальностью. В противном случае физический мир – это и есть жизнь, и человек – только прихоть судьбы, а его уникальное сознание – не более чем стечение обстоятельств. Великий вселенский замысел просто не мог бы этого допустить. Вы и ваше сознание должны вписываться в этот замысел, как и все вещи и явления. Свойства всего существующего в мире настолько удивительны, сложны и взаимосвязаны, что за всем этим должен стоять всеохватывающий разум, бесконечный в своей силе действий. Вы живёте в этом разуме. Ваше бытие протекает в этом разуме. Этот разум – единственно существующее сознание, которое реагирует, когда мы его признаём и действует согласно нашим установкам. Великий дивный мир. Мы можем призвать силу всего сущего просто своими мыслями и убеждённостью. Для человека нет ничего невозможного, ведь разум, в котором мы живём, даёт нам всё, что мы можем визуализировать и во что верим. Так не позволим же сознательному мышлению обманывать нас, убеждая, что физический мир – это реальность. Будем использовать сознательное мышление для существования на физическом уровне, ведь этот анализатор боли и удовольствия – прекрасный инструмент для взаимодействия с физическими объектами. Но при этом мы всегда будем стремиться постичь тот бесконечный разум, что существует в нас. Будем помнить, что все формы и обстоятельства изначально появляются на уровне мыслей, мыслей, что первопричина всего творения – это мысль и убеждённость. Будем знать, что мы можем контактировать с единым сознанием, чтобы справиться со своими проблемами. Будем понимать, что все наши проблемы мы создаём сами и что реализацию мыслей невозможно остановить, ведь это закон жизни. Мысль как первопричина. Вы бессмертны. Не ваше тело, не ваше сознательное мышление, но настоящий вы, навсегда существующий в едином сознании. Вы всегда были и всегда будете. Вы неотделимы от всего сущего, от всех живых организмов, от всех объектов и форм. Есть только единое, которое реагирует на мысль и веру. В следующей главе мы рассмотрим вопросы, касающиеся происхождения всех форм и обстоятельств нашего физического мира. Мы поговорим о начале Вселенной и попытаемся объяснить основные процессы, стоящие за эволюцией. А пока важно понимать и помнить, что первопричина всех обстоятельств вашей жизни – это мысль. Все вещи, явления и обстоятельства изначально появляются на уровне мышления. Когда сформированы идеи и образ, рождённые из веры и убеждённости в их подлинности, они непременно начинают воплощаться в реальности. Когда вы признали какую-то идею, то со своей стороны вы уже сделали всё необходимое. Весь процесс создания – времени, места и обстоятельств – в руках всезнающего подсознания. Исполнение ваших желаний может произойти так, как вы это себе представляли, а может осуществиться образом, совершенно неожиданным для вас. Отбросьте напряжение, нетерпение и бесконечные просьбы. Просто верьте и позвольте всему произойти само собой. Помните, что многое в жизни будет заставлять вас сомневаться. Всё, что вы можете сделать – это сохранять твёрдую веру в созданный вами образ. И тогда всё свершится. Идеи, в подлинности которых вы убеждены, станут реальностью вашего физического мира. Потому что это – закон. Основные идеи. Ниже кратко изложены основные положения настоящей главы, имеющие принципиальное значение. Сознательное мышление – это инструмент для ориентации в мире боли и удовольствия. Оно регистрирует боли и удовольствия, отправляет записи о них в архив, анализирует обстоятельства, при которых они появились, и создаёт образы избегания боли и получения удовольствия. Таким образом, основные составляющие сознательного мышления – память, логика и воображение. Сознательное мышление – это прекрасный, тонко настроенный инструмент, единственная задача которого – физическое выживание организма. Сознательное мышление смертно, так же, как и тело, в котором оно живёт. Сознательное мышление не имеет памяти, как хранилище. Оно только способно доставать воспоминания из хранилища. Память подсознания – совершенна. Подсознание является бесконечной субстанцией, из которой сделаны все вещи. У него нет начала и нет конца. И всё есть в нём. Подсознание, как проявление единого сознания, охватывает всё. Оно всегда и везде. Оно полностью находится в любом месте, в любой отдельно взятый момент. Поскольку бесконечность не имеет границ во времени и пространстве. Сознательное мышление действует методом индукции. Наблюдая отдельные обстоятельства, оно старается вывести общий закон. Подсознание действует методом дедукции. Оно знает общий закон и стремится проявить его в конкретных обстоятельствах. Гипноз раскрывает нам свойства подсознания и позволяет увидеть, что оно действует, всецело следуя установке. Мы не должны заказывать себе жизнь, используя гипноз. Человеку необходимо самому создавать свою жизнь через осознанный контроль своего подсознания, а именно работая со своими мыслями. Медитация – это инструмент, который помогает нам контролировать свои мысли, а значит контролировать свою жизнь через подсознание. Явление передачи мыслей доказывает, что все жизни охватывает один разум мироздания – единое сознание. Интуиция показывает, что единое сознание содержит все знания, поскольку знает вселенские законы и открывает их сознательному мышлению при определенной настроенности человека. Подсознание обладает такой силой, что может исцелять и создавать физические формы и обстоятельства. Однако критические состояния и серьезные заболевания все еще нуждаются в профессиональном медицинском вмешательстве, поскольку в своих идеях и в своей вере мы пока не продвинулись настолько далеко, чтобы идти против законов, действующих на уровне физического мира. Первопричина любого объекта, явления или обстоятельства – создание их на уровне мышления. Сохраняйте настрой Барьеры вашего мышления постепенно разрушатся под действием целостной концепции. Незаметно ваше сознание перестанет беспокоиться обстоятельствами и начнет воспринимать настоящую, высшую реальность во всем ее великолепии. Не переставайте думать о единстве Всевосущего. Вы – это то же, что любой человек, который когда-либо был, есть или будет. Вы – это каждая форма жизни и каждый неодушевленный объект в мире. Ведь все сделано из одного, и все есть одно. Все вещи и явления существуют как результат идеи желаний, проецируемых в бесконечную творящую субстанцию, проявлением которой мы являемся, составляя единое целое. Мысль приводит все в движение. Обладая достаточным уровнем интеллекта, вы сможете понять силу, существующее в нас. Все образы, сформированные вашим сознанием, направляются в подсознание. И к вам, в вашу жизнь, вернутся только те, которым вы придаете наибольшее значение на эмоциональном уровне. Ведь таким образом вы создаете свою убежденность в их подлинности. Все, о чем вы много и интенсивно думаете, придет к вам. И если в ваших мыслях превалируют сомнения и страх, то вы столкнетесь именно с тем, чего боитесь. Потому что именно эти образы укоренились в вашем подсознании как подлинные. И именно их оно будет воплощать. Мы не можем остановить свое сознание и перестать думать. И мы не можем отменить работу подсознания. Поэтому наши мысли будут неизменно реализовываться в нашей жизни. Но мы способны направлять свои мысли. А управляя своими мыслями, мы способны владеть своей судьбой. Нам принадлежит сила, творящая все сущее. И мы будем настолько сильными, великими и прекрасными, насколько поверим в это. Медитация, завершающая эту главу, предназначена для наполнения нашей жизни гармонией и смыслом. Независимо от рода вашей деятельности, работаете ли вы в офисе, дома или где-либо еще, занимаетесь ли вы умственным или физическим трудом, начальник вы или подчиненный, вы можете достичь такой гармонии во всем, когда каждый день будет полон пользой и радостью. Помните, что медитация – важный инструмент нашей работы. Так мы даем установке подсознанию. Медитацию необходимо практиковать ежедневно. Только постоянно применяя этот чудесный инструмент, вы достигнете уровня, при котором сумеете контролировать обстоятельства своей жизни и, в конечном счете, свою судьбу. Все получится. У вас не может не получиться. Вы исследуете силу жизни, вечную силу всего сущего. Открыть в себе эту силу через самоосуществление предназначения человека. Третья медитация Я осознаю свое единство со всеми вещами. Я знаю, что все формы обстоятельства – это творение бесконечного разума, который есть во мне и вокруг меня. Я знаю, что все является результатом мысли и желания, что мой мир создан из моих собственных мыслей и убежденности. Поэтому я концентрируюсь на гармонии. Я вижу в себе только спокойствие и созидательность. Я не признаю дисгармонии деструктивных мыслей. В своих друзьях, любимых и знакомых я вижу только полезное взаимодействие и участие. Я знаю, что все мы ищем ответа на одни и те же вопросы и хотим понимания. Я знаю, что в своих поисках каждый идет своим путем. И я понимаю это искание в действиях каждого человека, которого я вижу и знаю. Я отношусь ко всем людям, вещам и явлениям, со спокойствием, пониманием и отзывчивостью. Я знаю, что помогая другим, я помогаю себе. Когда я смотрю в глаза кому-то, я знаю, там есть моя душа. Когда я слышу чей-то смех, я знаю, там есть моя радость. Когда кто-то грустит, я знаю, там есть моя печаль. Я проявляю понимание ко всему, ведь так жизнь стремится понять себя. Я не знаю ошибок. Я знаю, что на пути к истине бывают заблуждения. Я знаю, что можно справиться со всем, если верить в это. Я не жду, что по моему заказу что-то произойдет в определенном месте в определенное время. Я доверяю единому сознанию, которому известно и место, и время, и путь. Каждый момент каждого дня приближает меня к самоосуществлению. Плоды моих трудов уже созрели. Гармония, благоденствие и спокойствие здесь, со мной. Глава четвертая. Форма. Вселенная – это закон. Все, что доступно человеческому восприятию, все, что мы можем видеть, исследовать и представить, подводит нас к одному. Есть только вечный, непреложный закон. Изучая мельчайшие единицы материи, человек обнаруживает, что атом состоит из ядра и постоянно движущихся вокруг него частиц. Исследуя крупнейшие единицы материи, человек понимает, что солнечная система имеет центр и постоянно движущиеся вокруг него объекты. Как странно, что мельчайшие и крупнейшие единицы материи, которые нам известны, построены одинаковым образом. Это как бесконечное отражение зеркала в зеркале, которое существует в нашем сознании и множит один вечный закон до бесконечности. Очевидно, что в атоме содержится множество подобных ему структур. Очевидно, что Вселенная – это элемент другой Вселенной, которая входит в еще одну Вселенную и так далее. Мы чувствуем себя незначительными и потерянными, когда представляем бесконечность. Подумайте о том, что наши представления существуют в нашем сознании, а значит, мы являемся центром этих представлений. Наша основная идея состоит в том, что все в мире создается мыслями. И чтобы обосновать это необычное положение, мы вернемся к разговору о природе любой формы. Что является базовой субстанцией, пронизывающей все время и все пространство? Если разбираем материю на составляющие, мы получаем атом, а когда расщепляем атом, высвобождается энергия, то получается, что базовой субстанцией, стоящей за всеми объектами, является энергия. А что такое энергия? Это, конечно, не происходящее, как попало взрывы, но то, что проявляется только в объекте или движении. При этом все объекты и любое движение как будто вписаны в некую совершенную, продуманную систему информации, в которой все взаимосвязано и у всего есть смысл и предназначение. Непрерывность и значение энергии не оставляют сомнений, что вечная основа Вселенной – это непреложные для всего законы действия, которые и обуславливают переход субстанции в форму. Этим законам подвластны движения и активация, которые являются общими для таких разных по размеру структур, как Солнечная система и атом. Действительно, если отвлечься от конкретных параметров, которые можно измерить и посчитать, то мы понимаем, что Солнечная система и атом идентичны. А все потому, что они принадлежат единому сознанию. Единое сознание – это первопричина. Это бесконечная энергетическая субстанция. Вот из чего сделано все. В чистом виде это можно представить как некое информационное движение, которое точнее можно было бы назвать законом. Его основополагающее проявление сосредоточено в центре сил, которые на уровне мельчайших объектов представлен атомом, а на уровне крупнейших – Солнечной системой. То, что рождает бытие этих центров сил, неотделимо от закона, не является чем-то внешним по отношению к нему. Природа закона подразумевает такую его реализацию, поскольку он – это единство жизни, движения, информации и энергии, которое имеет свойство образовываться в единицах одной частоты внутри вибрирующей Вселенной. Рассмотрим это подробнее. Попробуем представить, что все пространство состоит только из вибраций. И нам не нужно задаваться вопросом, что это за вибрация или что ее вызывает. Ведь она – это чистое сознание, и ее действия носят исключительно абстрактный или информационный характер. Вибрации чистого Вселенского сознания происходят на множестве разных частот. И вибрации одной частоты неизменно соединяются, чтобы сформировать единицу чего-либо. Такой единицей, которая является центром соответствующих вибраций, может быть атом или Солнечная система. И эта единица, являясь проявлением видимой формы и материи, становится частицей бытия, подчиняясь природе бесконечного закона, который действует внутри себя и на себя. Получившиеся атомы также создают вибрацию и ищут другие атомы с соответствующей вибрацией. В результате соединения единиц, вибрирующих на одной частоте, формируется материя, известная нам на уровне нашего физического мира. Таким образом, материя сформирована из сознания. Что более важно, сознание существует в материи. То есть, сознание есть материя. Так мы понимаем, что сознание везде, во всех вещах. И мы существуем в живой вселенной. Сознание атома. Разговор о начале всех вещей и природе материи необходим нам для более ясного понимания того, что мысль дает быть ее форме. А форма не более, чем проявление чистого сознания, в котором мы все существуем. В свое время Томас Эдисон, раздумывая над процессом соединения атомов друг с другом, обратил внимание на очевидный выбор атома, как он это назвал. Когда два вещества вступают в реакцию, и атомы одного соединяются с атомами другого, то почему атомы соединяются именно с теми атомами, с которыми соединяются, а не с другими? И ученый предположил, что атом выбирает, будет он или не будет, соединяться с другим атомом. Конечно, Эдисон не выдвигал теорию о самосознании атома, а только говорил о его сознании, о том, что атом делает выбор. Атом, этот кирпичик Вселенной, этот центр силы, несет в себе сознание. Подчиняясь закону или вселенскому сознанию, атом ищет другие атомы, которые имеют соответствующие вибрации, чтобы образовать то, что мы называем неживой материей. Воду, землю, воздух, минералы. Возможно, вы скажете, что все это хорошо с точки зрения теории о формировании материи во Вселенной. Но что начнет жизни? Давайте вернемся к пункту о том, что вся Вселенная живая. Когда Иисус сказал, Бог не есть Бог мертвых, но живых, Он открыл нам фундаментальную истину всего мироздания. Все сущее и живое, и все есть сознание. И главная движущая сила всего бытия – это его стремление расширить сознание. Иными словами, оно стремится познать себя. Хотя мы говорили о сознании атома, нет никаких оснований полагать, что у атома есть самосознание. Все свидетельствует о том, что атом обладает сознанием самого низшего порядка. Он выбирает, но его выбор происходит по строго определенным принципам действующих законов. Если некое количество атомов фибрирует вместе на определенной частоте и в определенной форме, например, в форме камня, то у камня есть своего рода сознание, но оно бесконечно ниже по своему уровню, чем сознание атома. Ведь камень не имеет никакой возможности выбора. Тем не менее, нет сомнений в том, что в камне есть какое-то сознание, поскольку у группы, состоящей из единиц, обладающих сознанием, определенно должно сформироваться групповое сознание. Камень существует, а значит, у него должно быть сознание. Он состоит из единиц сознания, которые неизменно порождают его собственное сознание, пусть даже гораздо ниже нашего и вообще неразличимое для нас. Действительно, между камнем, воздухом, водой и амебой, способной к воспроизводству, лежит огромная пропасть. Что же обусловило этот гигантский прыжок? Расширяющееся сознание и ничего более Итак, во-первых, есть энергия, которая, следуя закону, проявляется в центрах сил, где главенствует полярность, положительно заряженное ядро, вокруг которого вращается отрицательно заряженный электрон. Эти центры сил атома живут своей жизнью и имеют сознание. Природа этих маленьких жизней состоит в том, чтобы соединяться с другими такими же, вибрирующими на той же частоте. Так возникает бытие материи, которая фактически и не материя вовсе, а единицы сознающей энергии. Во-вторых, все формы состоят из множества отдельных жизней, являя собой сознательное целое или объект, имеющий сознание, который стремится определить свою цель. И дальше мы переходим к третьему положению. Форма, образующаяся из соединения множества отдельных единиц жизни или из множества сознаний, является результатом всех этих сознаний как целого. Иными словами, камень – это результат сознания камня, амеба – это результат сознания амебы, и человек – это результат сознания человека. Жизнь стремится познать себя. Сейчас вы снова, возможно, скажете, что все это хорошо, только непонятно, откуда же берется сознание. Вся вселенная поглощена грандиозной работой расширяющегося сознания, потому что такова его природа. Оно стремится познать себя. Бог знает себя только в своем проявлении. Если эта идея вызывает у вас большие сомнения или, может быть, даже возмущения, просто остановитесь на секунду и попытайтесь понять. Представьте космос. Во всех направлениях. Все дальше и дальше. Бесконечно. Если вы удалитесь даже на триллионы километров и мысленно нарисуете сферу, внутри которой будет Земля, то что будет за пределами этой сферы? И единственный ответ – еще больше космоса. Космос, или бесконечный разум, или вселенский закон, или единое сознание не может иметь никаких границ. Так как же нечто, не имеющее границ, может вообще себя познать? Чтобы себя познать, оно должно сначала сказать «Я есть вот это». А чтобы так сказать, нужно стать чем-то имеющим границы, чем-то конечным, каким-то объектом. Именно так и происходит с единым осознанием. Оно становится объектами. При этом оно стремится найти расширяющееся самосознание. И, судя по всему, насколько нам может быть известно, самый высокий уровень самосознания оно находит в человеке. Что такое эволюция? Это стремление жизни к уровню сознания, равного Богу. И с течением времени с постепенным развитием нашего сознания мы шаг за шагом приближаемся к этому. Вот ключ к разгадке чуда жизни и предназначения человека. Отбросьте мысли о своей незначительности в огромном необъятном космосе. Нет границ для разума. Нет границ для расширяющегося сознания. Предназначение человека состоит в том, что его сознание, развиваясь, будет расширяться до того уровня, пока он не достигнет своего единства со всем мирозданием. В этот великий день установить мысленный контакт с кем-то, кто находится в тысячи километров от вас, станет так же просто, как сейчас поговорить с сидящим рядом человеком. Наш разум преодолеет пространство, время и граница формы. Тогда существование станет существованием духа в одном бесконечном сейчас. Прошлое, настоящее и будущее станут одним. Все пространство станет одним. Все формы станут одним. Сознание человека станет сознанием Бога. Все основные метафизические и религиозные концепции говорят об эволюции сознания как об изгнании духа человеческого в материальный мир. И в качестве наглядной иллюстрации обычно используется великая аллегория Адама и Евы, которые блаженствовали в райском саду, но появился змеи-искуситель и соблазнил их попробовать запретный плод от древа познания. Произошло грехопадение. Человек обнаружил способность к волеизъявлению и так родилось самосознание. Понимание своей свободы выбора привело к формированию моделей поведения и методов мышления. Это было началом заблуждений, ошибок и зла. началом идеи наказания за грехи. Всего того, что естественным образом сопутствует поискам истины. Теперь давайте посмотрим на это с другой стороны. В едином сознании, которое действует само в себе и на себя согласно законам своей природы, появляются центры сил, обладающие сознанием и соединяющиеся с другими такими же центрами сил, чтобы образовать материю. Эта материя, обладая сознанием, единством сознания всех составляющих ее атомов, выражает себя в конкретной форме и стремится познать себя. В этом процессе ее сознание постепенно развивается и она становится живущим, потребляющим, растущим и размножающимся объектом, тем, что мы называем живым организмом. Расширяющееся сознание или дух игнорирует границы своей формы и покидает ее. Так появляется цикл рождения и смерти. Эволюция набирает обороты. Одноклеточные, соединяясь, становятся многоклеточными. Развитие сознания идет дальше. Происходят уже более сложные эволюционные процессы. И вот уже появляются рыбы, земноводные, присмыкающиеся, млекопитающие и человек. На всем протяжении цепи эволюции мы видим остаточные формы. Несмотря на то, что, расширяясь, сознание достигает более высокой организации, мы до сих пор можем наблюдать сознание более низкого порядка. Мы в подробностях прослеживаем долгий путь от простейших организмов до человека разумного. И это служит нам наглядной иллюстрацией процесса расширения сознания в его стремлении познать себя. Таким образом, мы должны понять, что цель жизни – познание, расширение сознания, постоянное стремление постичь бесконечность, чтобы найти свое единство с ней. Роберт Браунинг писал «Такие люди и сейчас бывают, сияют между толпами убогих, завяз собой, чтобы даровать спасение». Около двух тысяч лет назад в Палестине один такой человек посмотрел на своих собеседников и сказал «Кто видел меня, тот видел и Отца». Эти слова Иисуса, возведенные в догму, прошедшие через множество толкования искажений, избитые до бессмысленности, стали для нас пустым звуком. А на самом деле они были великим откровением о сознании человека. «Я и Отец мой одно. Одно, одно, одно. Одно во всех людях, во всех жизнях, во всех вещах и явлениях. Стремление к сознанию единого, стремление к божественному сознанию. Форма только результат сознания, сознание результат мысли, а мысль это связь с вселенским разумом, который охватывает все сущее. Мысль рождает форму, мысль рождает вещи и явления. Это жизнь, которая стремится к познанию себя, к расширению сознания. Естественным образом подразумевает смерть человека, ибо дух, застрявший в одном теле, остановился бы в своем органичном развитии. Дух, как расширяющееся сознание, ищет новые формы своего выражения. Ваше тело всего лишь инструмент вашего сознания и способ познания самого себя. Природа вашего существования предполагает, что сознание расширяется, и поэтому ваш дух постепенно расстается с телом, чтобы вернуться в единое сознание и снова продолжить поиски нового выражения. Это подводит нас к разговору о ее инкарнации. Если понять, что есть только одна жизнь, одно сознание, и эта жизнь воплощает себя бесконечные миллиарды раз в стремлении познать себя, то становится ясно, что реинкарнация – это неотъемлемая часть вашего самопознания. Ведь жизнь, являясь бесконечным целым, существует, постоянно выражая себя, и это жизнь ваша. Вся эта бесконечная жизнь ваша. Одно бесконечное единство – это истинный вы. Смерть, которой так страшатся. Это лишь надуманное, напрасное сожаление о расставании с иллюзиями и нагромождением понятий, созданных сознательным мышлением. Но об этом мы поговорим подробнее в главе, посвященной бессмертию. Закон, проявляющий свои действия в единицах центрах сил. Соединение единиц в материю. Сознание и материя, определяющие свою форму. Сознание, стремящееся познать себя. Самопознание, стремящееся к целостности сознания, к единому сознанию. Такова схема жизни. Мы все одно, и наша разделенность не более, чем иллюзия, возникающая в стремлении единого сознания познать себя, воплощаясь в материальной форме. Вечное присутствие Понять идею непрерывного присутствия довольно сложно. Когда я был молод, я отказывался воспринимать подобные вещи всерьез. А теперь с иронией вспоминаю, как бесконечно испытывал терпение Дэвида Трублада, который в то время служил священником в Стэнфордском университете. Этот интеллигентный, потрясающе эрудированный человек потратил много времени, помогая мне выбраться из лабиринта собственных умозаключений, с которыми я никак не хотел расстаться. Дэвид Трубладт написал множество великолепных книг, и некоторые из них я прочел еще тогда. В кабинете при Стэнфордской церкви мы проводили долгие вечера, обсуждая его работы и философские взгляды. В один из таких вечеров, получав мягкого света, проникавшего сквозь витражные окна, мы удобно расположились в креслах и в сотый раз говорили о занимавшем нас предмете. Когда я в очередной раз высказал свои сомнения в существовании Бога, Дэвид Трубладт начал рассказывать о великих мыслителях разных времен, которые верили в него. Все равно это обман настаивал я. И кто же обманывал этих людей? Они сами себя обманывали. Зачем бы им это делать? Потому что они боятся своей собственной ничтожности, боятся смерти. Однако же многие из них были отважными и смелыми людьми, отвечал Трубладт улыбаясь. Но если Бог есть, то за время существования человечества кто-нибудь его бы видел? Многие видели. Кто? Например, я. «Вы видели Бога? Да. Но и на что он похож? На все». И это пустые слова. «Для меня они полны смысла. Я смотрю на тебя и вижу Бога. Куда бы ни падал мой взгляд, я вижу Бога. Он так же реален для меня, как и ты. Даже более реален. Это вечный Дух, присутствующий во всем и вся. И я до сих пор слышу, как звучат эти слова в тишине Стэнфордской церкви. Даже тогда, не совсем понимая, я что-то услышал о них. С годами мое сознание развивалось, и однажды я тоже стал видеть Бога во всем. Наступил день, когда моя вера, измученная грозом сомнений, укрепилась знанием. Единое и отдельное исцеление, создание обстоятельств и форм посредством мысли никогда не будут доступны тому, чье сознание лишь одно из многих отдельных сознаний. Но тот, кто достигает единства своего сознания со всем мирозданием, с божественным сознанием, может своими мыслями менять формы, обстоятельства или лечить. Ведь внутри такого человека весь мир, абсолютно все. Таким был Иисус. И тот, кто закрывает глаза на все чудеса Мессии из Назовета, лишает себя великой истины, которая была открыта миру, изможденному поисками и сомнениями. Человек может ходить по воде, воскрешать мертвых, накормить пять тысяч людей семью хлебами, превращать воду в вино. Однажды человек преодолеет разделенность, станет выше формы и будет одним целым с Богом. Все будет одним, абсолютной целостностью, самоосознающим единым сознанием. Я не призываю вас засесть в своей комнате и попробовать передвинуть стул силой мысли или пытаться воздействовать на что угодно своим разумом, добиваясь чуда, которое пока еще не доступно вашему сознанию. Вы должны сначала как следует понять, что причиной движения стула без приложения физических сил является не выражение вашей воли или мысли, а всеохватывающее сознание, единство с информационным пространством, в котором существуете и вы, и стул. Такого уровня сознания смогли достичь очень немногие и лишь в отдельных случаях. Однако существуют предпосылки к тому, что количество таких людей будет постепенно расти. Но уже сейчас такие явления, как лечение силой мысли и другие феноменальные способности, точно установленные и зарегистрированы, не заставляют нас сомневаться в безграничной силе единого сознания. Тайная доктрина Уже довольно давно существует одно эзотерическое учение, которое называется «Тайная доктрина», что в некотором роде отражает характер его распространения. На протяжении многих веков оно было доступно лишь ученым мужам, которые передавали его в основном из уст в уста. Тем не менее, есть немало аллегорических текстов, в которых отражены его основные положения. Тайная доктрина предполагает, что человеческая эволюция проходит через семь принципиально значимых этапов. То есть развитие человека происходит в последовательном формировании семи коренных рас. Мы, в частности, находимся на пятом этапе, который начался с цивилизации в Персии, Египте и на Востоке. Согласно доктрине, первый раса существовала на духовном уровне, вторая начала принимать формы, третья состояла из гигантов, населявших континент Лемурия, четвертая жила в Атлантиде, а пятая раса после потопа, отсылка к библейской аллегории Ноевого Ковчега, нашла свое пристанище в Европе и Азии. В своем развитии пятая раса пришла к современному материалистическому миру, после которого человечество вернется к единству духа, пройдя через шестой и седьмой этапы эволюции. Сторонники тайной доктрины утверждают, что континент Лемурия находился в южной части Тихого океана и в качестве подтверждения существования расы гигантов приводят в пример огромные статуи на острове Пасхи, высота которых варьируется от 5 до 11 метров. Нет никаких свидетельств того, что при возведении этих статуй использовались строительные леса. Все подводят к тому, что их сделали существа, чей рост соответствовал высоте этих статуй. В Библии сказано, в то время были на земле исполины, ибо следователи тайной доктрины говорят, что гигантские существа населяли континент Лемурия, который ушел под воду вследствие великого сдвига пластов, в результате чего Земля поменяла свои полюса. И тогда на поверхности планеты остался только остров Пасхи и вулканический архипелаг, распростиршийся от Маркизских островов до Новой Зеландии. Такие приверженцы тайной доктрины утверждают, что местом развития четвертой расы стала Атлантида. По их теории этот континент был в Атлантическом океане, простираясь на несколько тысяч километров от самой восточной его части, где теперь находятся Азорские острова, к западу. Люди, населявшие этот континент, имели рост около пяти метров, и их цивилизация превосходила нашу в разы. Они сделали все известные на сегодня научные открытия, а уровень развития их культуры был гораздо выше, чем сегодня. Согласно тайной доктрине, Атлантида прекратила свое существование, когда Земля снова поменяла свои полюса. Вода сильно поднялась, поглотила Атлантиду, а выжившие в Библии это Мои, его жена и спасенные животные, нашли пристанище в восточной части Средиземноморья. Тайная доктрина не дает ответа на принципиальный вопрос, почему происходит периодическое обновление человеческой расы. Свидетельства существования этих рас также весьма расплывчаты, если не сказать, что их практически нет. И в конечном итоге остается непонятным, кто автор плана, по которому, согласно этой теории, развивается человечество. Но вот в чем сторонники доктрины придерживаются довольно твердой позиции, высший разум, а не приложенный закон, это единственная реальность. Человек стремится к единству духа и потенциально способен достичь вселенского сознания и получить контроль над всем. Принять концепцию прошлого и будущего, которую излагает тайная доктрина, довольно сложно. Однако мы не будем заниматься опровержением или защитой этой теории. Фактически на данный момент мы обладаем не столь уж обширными историческими данными. То, что нам известно, лишь слегка приоткрывается весу тайны. И даже если идеи этой доктрины искажают историю, в аллегорическом плане они могут быть не так далеки от правды. Вполне возможно, что дух человеческий на каком-то самом начальном этапе своего развития существовал в совершенно иных формах, которые сегодня нам неизвестны. И можно допустить, что Земля периодически переворачивается, ведь каждому астроному знакомо явление прецессии, то есть изменение направления земной оси, из-за чего смещаются точки осеннего и весеннего равнодействия. Наша Земля вращается как волчок, но при этом она еще периодически покачивается, смещаясь на оси. А любой из нас видел, как может повести себя волчок, когда во вращении он начинает верять. Тайная доктрина также предполагает наличие во Вселенной высших существ, наблюдающих за человечеством и помогающих ему. Утверждается, что эти существа периодически посылают на Землю так называемых адептов, чтобы принести нам новые знания. Они появляются в нашем мире как учителя или посланники, которые порционно выдают нам бесконечную истину. Согласно доктрине, ими были Иисус Христос, Сиддхартха Каутама или Будда, Платон. Неизвестно, в какой части Вселенной обитают эти великодушные существа, что посылают своих адептов на Землю, но, по всей видимости, на какой-то планете Солнечной системы. Другие миры Нелепо было бы отрицать возможность того, что где-то могут быть существа, чьи развитие гораздо выше человеческого. Раз мы утверждаем, что все формы – это только разные варианты выражения высшего разума, и жизнь есть во всем, а сознание повсюду, то вполне логично, что жизнь может существовать и в других мирах. Но даже признавая такую возможность, мы тут же зачем-то задаемся вопросом о том, какого уровня развития достигла эта жизнь, выше или ниже нашего. Нам уже известно, что существуют звезды и планеты, которые гораздо старше Земли. Мы знаем, что на некоторых планетах климатические условия схожи с нашими. С каждым годом мы становимся ближе к тому дню, когда космические путешествия станут обычным делом и приблизят нас к разгадке даже тех тайн, о которых мы пока не знаем. Только задумайтесь, как расширятся наши горизонты, когда преодоление космических пространств станет приятным путешествием. Как изменится наше мышление в новых условиях гравитации? Каким будет наше восприятие, когда мы свободно сможем разгоняться в космосе до таких невиданных скоростей, которые меняют ход времени? Тогда человек будет смотреть на физические миры и сознавать свое тождество с абстрактным пространством, с этим всеобъемлющим разумом, который один только и существует. Относительность материи Если говорить о том, что человек когда-нибудь столкнется с другими мирами, необходимо обязательно рассмотреть такое явление, как относительность материи. Благодаря современным спектроскопом, мы на очень далеких планетах обнаруживаем вещества, плотность которых может достигать нескольких десятков тонн на кубический сантиметр. Подумайте о том, что человек воспринимает материю только относительно своего тела. Для нас существуют вещи твердые и мягкие, то есть имеющие разную плотность. Из всех веществ, которые можно как-то видеть и ощущать, самую низкую плотность имеют газы. Возьмем, к примеру, воздух. Мы движемся сквозь него, хотя и осознаем его наличие, но мы движемся свободно, потому что его плотность ничтожна по сравнению с плотностью наших тел. Так вот, существо, тело которого имело бы плотность около нескольких десятков тонн на кубический сантиметр, могло бы двигаться сквозь нас даже с большей легкостью, чем мы сквозь воздух. Такое существо даже не подозревало бы о нашем существовании, поскольку оно несомненно воспринимало бы физические объекты на абсолютно другом уровне материи. Вполне возможно, что в других мирах есть подобные существа. Также могут быть существа, имеющие настолько низкую плотность относительно наших тел, что мы вообще вряд ли подозреваем об их существовании. Материя невероятно относительна и зависит от воспринимающего ее объекта. По своей сути, она носит абстрактный характер и принимает вид формы, доступной для восприятия тем сознанием, которое пытается воспринять эту материю. Вещество, кубический сантиметр которого весит несколько десятков тонн, состоит из того же, из чего состоит весь наш мир. Сознание облекает все в форму. Сознание является причиной возникновения формы. Сознание есть форма. В сущности материя это не более чем идея в едином сознании. Относительность времени В связи с освоением космоса вырисовываются совершенно поразительные перспективы, связанные со сверхскоростями и абсолютно другой концепцией времени. Космический корабль в свободном пространстве, учитывая притяжение небесных тел, сможет описывать огромные круги вокруг ближайшей к нему звезды. Если из хвостовой части корабля запустить ракету, придав ей такую скорость, которая ответным действием разгонит корабль до приблизительно полутора тысяч километров в час, то корабль будет бесконечно продолжать двигаться на этой скорости, если только на его пути не возникнет какого-либо препятствия, в том числе воздействия силы притяжения или трения. Если с этого корабля запустить еще одну такую ракету, то его скорость разовьется до примерно трех тысяч километров в час. Если запустить тысячу таких ракет, скорость корабля была бы один миллион шестьсот тысяч километров в час. После последовательного запуска достаточного количества таких ракет, скорость корабля постепенно достигла бы трехсот тысяч километров в секунду или около одного миллиарда километров в час. И это уже скорость света, то есть предельная скорость, которую мы можем достичь. Согласно теории относительности, масса тела увеличивается со скоростью, хотя это ощутимо только на очень высоких скоростях. Приближаясь к скорости света, масса тела становится бесконечно огромной, а минута становится дольше. При движении со скоростью света время фактически замирает. Возможно так ученые говорят нам о том, что человек не может достичь такой скорости. Возможно теоретические выводы о том, что время и пространство не есть отдельные константы, свидетельствуют о единстве всех вещей и явлений в мире. В любом случае совершенно ясно, что исследование и освоение космоса приведет нас к совершенно новой концепции времени, пространства и материи. Но мы можем найти ответы уже сейчас. наше сознание это связь между временем и пространством. Это сосредоточие всего мироздания. Мы должны понять, что все внутри нас. Приближаясь к пониманию, если вы ищете решение какой-то конкретной своей проблемы, то вероятно вам кажется, что мы слишком отклоняемся в сторону в своих рассуждениях. Но чтобы добраться до ключа, вы должны быть подготовлены. Вам следует в своем сознании достичь истинного понимания того, что идея и мысль это альфа и омега в силу существования. Ключ сам по себе это кристально прозрачный алмаз. Но чтобы добыть его, нужно сначала избавиться от наслоения понятий, которыми привык оперировать наш разум. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, проявите терпение. Практикуйте медитации и не торопитесь, вдумчиво размышляйте над всеми идеями, которые мы вам предлагаем. Поймите, что восприятие пространства, времени, материи и формы имеет принципиальное значение для расширения вашего сознания и в конечном счете для того, зачем вы читаете эту книгу, то есть для вашей внутренней силы и спокойствия. Не волнуйтесь и не спешите. Впереди интересное и тщательно спланированное путешествие. Вокруг нас бесконечное множество вещей и поразительное разнообразие форм. Горы, моря, реки, поля, луга, животные, растения, минералы, а также механизмы и предметы, которые придумал и сделал человек. Огромное количество всего. Мы практически не замечаем все эти формы, воспринимая их как нечто само собой разумеющееся и не задумываясь, откуда они взялись и из чего сделаны. Как мы наивны в своих маленьких мирах. Мы так привыкли к постоянству этого многообразия, что обманчиво принимаем его за гарантию нашего присутствия в этом мире. и мы стремимся упрочить эту гарантию через получение еще больших благ, товаров и богатства, забывая в тщетной суете о загадке своего рождения и неминуемости смерти. А ведь все эти формы состоят из одной базовой субстанции, той же самой, из которой состоим мы. Это бесконечное информационное пространство, единое сознание. И все, что есть в нем, есть и в нас. Для существа, тело которого имеет плотность около нескольких десятков тонн на кубический сантиметр, стол в вашей комнате просто не существует. Оно просто его не заметило бы. Если бы такое существо наступило на этот стол, он бы расплющился, но существо об этом даже не знало бы. Нам известно, что стул состоит из атомов, между которыми пространство гораздо больше, чем самих атомов. А внутри каждого атома больше пространства, чем материй. Таким образом, мы понимаем, что материи как таковой нет, есть только информация, которая, воплотившись в форму, становится каким-то определенным предметом, например, стул. Но если этот стул такой конкретный для нас не значит ровным счетом ничего для кого-то, чья плотность миллиона раз выше, то отсюда следует вывод, что могут существовать формы, недоступные для нашего восприятия. Форма – это идея. Остановимся на одном интересном и важном моменте. Существо, тело которого имеет плотность около нескольких десятков тонн на кубический сантиметр, не знает о существовании стула просто потому, что не может его обнаружить. Такое существо может воспринимать свет, отраженный от объектов, имеющих плотность сопоставимую с его собственной. Если бы кто-то из его приятелей рассказал ему о существовании стула, оно бы выхмыльнулось и ответило, что если бы стул существовал, оно могло бы его видеть или чувствовать как-то еще. Если бы его приятель сказал, что место, где стоит стул, вызывает некоторые изменения в характеристиках световой волны, то существо все равно утверждало бы, что стула нет, и все это просто глупая идея. Оно знает, что здесь есть идея. Это существо интуитивно было бы совсем недалеко от истины. Для него стул это только идея, мысль, чем собственно является стул. идея в едином сознании, состоящая из той же субстанции, что и само единое сознание. Это служит наглядной иллюстрацией того, что форма не более чем идея. Форма обусловлена сознанием. Форма только образец мысли. Форма по сути состоит из того же, из чего состоит мысль. Двойственность Теперь мы подошли к разговору о двойственности нашего восприятия. Мы живем в двух мирах, в мире идеи мыслей и в мире вещей и обстоятельств. При этом мы привыкли думать, что идеи это наш способ ориентироваться в вещах и явлениях. На самом деле вещи и явления это не более чем образы наших идей. В трактате «Косударство» Платон привел в качестве аллегории изображающей наш мир пещеру. Люди живут как будто в пещере и по своей натуре смотрят только в одном направлении на стену этой пещеры, где пляшут их тени в свете огня, находящегося у них за спиной. Люди принимают этот мир теней за истинную реальность. Но когда один из них обернулся и увидел, что все это было иллюзией, другие стали говорить, что это неправда и он заблуждается и продолжали смотреть на тени. Истина не в том мире, который мы видим, а внутри нас. Удел того, кто сосредоточен на внешнем мире, воспринимать только эффекты и последствия. Тот же, кто обращается к себе и своему сознанию, имеет дело с причиной и источником всех вещей, как они есть. Четвертые измерения Наука уже давно обращает внимание на то, что мы не понимаем природу формы. Ученые говорят, что мы рассматриваем далеко не все характеристики формы. Одной из таких недостающих характеристик в итоге стало четвертое измерение, которому посвящено немало научных трудов. Три известных нам измерения перпендикулярны друг другу, и какое-то время ученые ориентировались на то, что четвертое измерение тоже должно быть перпендикулярно всем другим в пространстве. С новой концепцией объединения пространства и времени эта идея тратила свою актуальность. Однако поиски четвертого измерения продолжались, ведь было ясно, что для полного понимания вещей нам не хватает чего-то принципиально важного. Русский мыслитель Петр Демьянович Успенский в своей книге «Тетриум органум» «Ключ к загадкам мира» предположил, что жизнь стремится к познанию семи возможных измерений, каждая из которых, будучи еще не познанным, выражается как некое движение. Например, он говорит, что амеба живет в одном измерении, и для нее существует только то, что пересекает линию, воспринимаемую ее сознанием. Собака видит два измерения, высоту и ширину. Третье измерение она воспринимает только когда оно проявлено в движении. Таким образом, Успенский делает вывод о том, что человек воспринимает четвертое, пятое, шестое и седьмое измерения так же, как проявление своего рода движения. И в конце пути, когда человеческое сознание разовьется в достаточной степени, Вселенная откроется ему как константа, живущая в семи измерениях. В своих размышлениях философ оперирует четырьмя измерениями вместо трех, говоря о том, что все они существуют в пространстве времени, ведь время синонимично движению. Не будем спорить, по сути, Эйнштейн изложил то же самое. Материя расширяется по мере своего движения до тех пор, пока при скорости света она не находится везде в одно и то же время, которое является любым временем и всем временем, то есть замирает. Таким образом, он говорил о том, что когда движение бесконечно в своей скорости, время, пространство и материя становятся одним. временем. Какой же вывод можно сделать из рассуждений Успенского и Эйнштейна? Получается, что оба великих мыслителя пришли к пониманию одного и того же. За иллюзией разделенности кроется великое единство, в котором пространство, время и конкретные формы – это все одно. Бесконечный дух, присутствующий во всем. Высший разум или единое сознание. Возникает логичный вопрос. Если это так, то зачем нужна эта иллюзия разделенности? Какова цель существования отдельных вещей жизни? Единственное разумное объяснение, которое можно найти, состоит в том, что единое сознание становится вещами и явлениями в своем стремлении познать себя, потому что познать себя, будучи бесконечностью, оно не может. Таким образом, мы можем сделать только один вывод. Единственная цель развития жизни – расширение сознания. Бог стремится познать себя, становясь чем-то. отсюда следует, что эволюция человека направлена на то, чтобы само сознание расширялось до бесконечности. Доступ к тайнам Вселенной всегда открыт. Однако разгадка этих тайн часто упирается в то, с какой стороны мы на них смотрим. Если нужно разгадать тайну какого-нибудь заговора, то самым оптимальным способом будет поставить себя на место каждого участника, чтобы понять его точку зрения. Посмотрев на ситуацию со всех сторон, можно сделать обобщающие выводы. И тогда разгадка становится очевидной. Иллюзия разделенности наших жизней всего лишь точка зрения. Игры нашего сознания заставляют нас думать, что мы ничтожны по сравнению с величием всего мира. Мы воспринимаем себя как узников бренного тела и уверены, что лично и я каждого из нас существует в границах физически занимаемого пространства. Мы понимаем, что вокруг нас огромная вселенная. Мы видим, что в мире есть бесчисленная многообразие форм. Прогуливаясь по пляжу, мы задумываемся о том, что посчитать все эти песчинки просто невозможно. Но что-то внутри нас робко подсказывает. Если не было бы моего сознания, то этого всего тоже не было бы. Но в то же время нас преследует мысль о том, что тогда кто-то другой мог бы все это наблюдать, и оно все равно бы существовало. В конечном итоге мы запутываемся, не до конца понимая, что же такое наше личное «я». Что такое «я»? Среднестатический Билл Смит, писательница Мэри Стюарт или печально известный Джим Джонс, любой человек обозначает себя, свою личность, используя одно и то же слово «я». Когда кто-то говорит «я», под этим часто подразумевается имя, биография и опыт. Однако на самом деле человек просто говорит здесь и не более того. Он имеет в виду, что находясь в определенной точке своего развития или состояния, он осознает какие-то свои мысли или желания, которые хочет выразить словами или действиями. «Я голоден» значит, что здесь и сейчас человек осознает, что он хочет поесть. Пожалуй, я прогуляюсь, что находясь здесь, человек хочет пройтись и попыть где-то еще. Более того, любое «Я» это не константа, это очень нестабильное понятие. Каждое «Я» представляет собой сотни или возможно тысячи, а то и миллионы разных «Я». Шекспир писал «Весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры, и каждая не одну играет роль». В течение своей жизни мы примеряем на себе множество ролей, каждый из которых это еще одно «Я» на пути постоянно развивающегося сознания. Вы уже не тот человек, которым были десять лет назад. Ваше сегодняшнее «Я» уже не такое, каким было в начале прошлой недели. Ваше «Я» будет другим, даже когда вы просто закончите читать эту главу. Любое ваше «Я» очень мимолетное. Оно существует лишь в отдельно взятый момент. Каждый мысль, который приходит вам в голову, в то же самое время делает ваше «Я» другим. Вы продукт собственного мышления. В каждый момент жизни вы являетесь суммой накопленных к этому моменту своих мыслей. Любая новая идея меняет ваше сознание и самовосприятие. «Я» Ваше «Я» не похоже на чё бы то ни было. Ведь только вы можете думать так, как вы. Личность человека – это его образ мыслей. В мире не найдётся и двух людей, мышление которых было бы абсолютно одинаковым. И так будет до тех пор, пока человечество не достигнет уровня единого сознания. Иллюзия отдельности Одним из самых больших барьеров для понимания единства жизни является мысль о том, что если мы все – это одно сознание, то почему «Я» – это «Я», а не кто-то другой или вообще все другие. Но дело в том, что вы на самом деле есть любой другой и вообще все другие. Разница между вами и другими состоит лишь в различии ваших мыслей, поскольку личность каждого человека – это то, что он думает. Вы слишком привыкли осознавать себя в рамках собственного тела. Поскольку вам кажется, что ваше сознание – только ваше и больше ничье, вам трудно понять, что вы и другой человек – это одно. Но все было бы намного проще, если вы и другой человек имели бы одни и те же мысли и абсолютно одинаковую их последовательность. Тогда вы оба осознавали бы себя как один и тот же человек и ни секунды не сомневались бы, что живете в одном и том же теле. Во Вселенной нет абсолютно одинаковых вещей. Не найти двух одинаковых песчинок, двух одинаковых снежинок или двух одинаковых деревьев. Вселенная стремится создавать бесчисленное множество разных вещей из одной базовой субстанции. Она по своей природе не может сделать двух вещей, которые были бы совершенно идентичны. Если две идеи полностью совпадают, то это одна идея, которая порождает только одну вещь. Ваша уникальность Вы думаете о себе только благодаря своим мыслям. Поскольку ваши мысли отличают вас от любого другого человека, вы воспринимаете себя как отдельный объект во Вселенной. Огромное количество ваших мыслей возникло под влиянием информации, получаемой посредством органов чувств, и ваше мышление во многом обусловлено жизнью физического тела. Таким образом, ваши опыты, ваши мысли отделяют вас от единого сознания. Вы привыкли видеть все вокруг как нечто внешнее и отдельное от себя. Вы все еще не можете отвлечься от собственной обособленности. Но будьте уверены, единственный путь развития самоосознания – это расширение его до уровня, когда оно начнет охватывать все вещи, все явления, всю жизнь. Царство Божие внутри Нам необходимо понять, что любая материя, все формы и каждое «я» – это только одно сознание внутри нас. Мы должны принять его в себе, использовать его и полагаться на него. Нам следует помнить, что мысль создает формы, вещи и явления, что мысль делает нас теми, кто мы есть. Наша разделенность обусловлена только стремлением к самопознанию, но при этом все в мире едино. Мы должны постоянно стараться расширять свое сознание, отождествляя себя со всеми вещами, явлениями и людьми. В тихие часы досуга, в спокойной обстановке нам следует искать контакт с единым сознанием, где хранится вся информация и откладываются все мысли. И это направит нас на верную дорогу к знаниям и совершениям. Нам необходимо признать всепобеждающую силу мысли, понять, как она делает нас тем, что мы есть, и как она создает формы, обстоятельства и движет вселенной. Мы должны оберегать себя от негативного мышления и не принимать обстоятельства за основу жизни. Развивая и расширяя свое сознание, понимая всю его мощь, мы способны учить своих близких контролировать свое мышление. Мы должны стараться объяснить людям, что все проблемы этого мира начинаются с мыслей, что на самом деле наш потерянный рай всегда с нами и Царство Божие внутри каждого из нас. Представьте панораму своей жизни. Мысленно охватите все, что вас беспокоит, все проблемы и обстоятельства. А теперь постарайтесь расширить свое сознание, чтобы увидеть все это как часть единого живого организма. Устремите свой внутренний взор в жизнь Вселенной, которая непрерывно выражает себя, становясь множеством вещей и явлений. Понимая, что сознание это единственная истина и все формы порождаются мыслью, почувствуйте свое тождество со всем, что есть в мире. Где-то за барьерами привычного вам мышления существует сознание всего, сознание как целое, или разум, которому известно все, единое сознание. Для него нет ничего невозможного, и вам доступна вся сила его действия. Когда вы по-настоящему поймете, что причина всего мысль, для вас перестанут существовать любые границы, кроме тех, что вы создаете сами. Работая со своим сознанием, вы научитесь абстрагироваться от своего тела и перестанете воспринимать себя как нечто незначительное в масштабах всей вселенной. Просто понимая, что физические формы и размеры не играют никакой роли для расширяющегося сознания, вы сможете посмотреть на бесконечность пространства и вечность времени с высоты абсолютно полного спокойствия. Ведь тогда вы будете знать, что объяснением всему служит сознание, которое по своей сути не может быть ограничено пространственно-временными рамками. То, что в миллионе световых лет от нас есть звезды, еще не значит, что вы ничтожны в этом мире. Разве ваша мысль не способна преодолеть это пространство в одно мгновение? Посмотрите на все величие и силу того сознания, которое живет вас. С какой легкостью оно игнорирует ваше тело. И имея такую силу в своем распоряжении, разве не совершает человек самое большое зло, когда расставляет знаки «Прохода нет» повсюду в своем мышлении, ограничивая и обрекая себя на болезни, неудачи, страдания и несчастья? Нет ничего невозможного. Бытие ничем не ограничено. Сознание может сделать все, что может воспринять. Все, что сознание воспринимает, оно делает. Эволюция движется в одном направлении, вперед. И нет предела совершенству, кроме единства с Богом. «Человек» «Человек» Но все они лишь точки в пространстве. Представьте, если бы Солнце было в диаметре 1 метр, то Меркурий был бы размером с маленькое зерно и находился бы в 42 метрах от Солнца. Тогда Земля была бы как крупная горошина и вращалась бы в 110 метрах от Солнца. А самая большая планета, Юпитер, по размеру была бы похожа на большое яблоко и находилась бы в 560 метрах от Солнца. И это только лишь одна Солнечная система из бесконечного множества подобно. Материалисты, которые рассматривают жизнь как стечение обстоятельств в мире многообразия материи, говорят, что жизнь по большому счету – ничто, ведь с их позицией человек слишком незначительен во Вселенной. Тот, кто придерживается подобных взглядов, может каждый день пользоваться вещами и даже ощущать радость, подобную той, которую поначалу испытывал Мидас, когда превращал в золото все, к чему прикасался. Но когда дух такого человека распрощается с его физической оболочкой и растворится в неизвестном для материалиста пространстве, не найдется таких фургонов, куда можно было бы погрузить все эти важные при жизни вещи, чтобы взять их с собой. Материя и форма – это только инструменты нашего мышления, всего лишь пешки в игре расширяющегося сознания. Это подобно тому, как кроссмейстер разыгрывает воображаемую партию у себя в голове, вместо того, чтобы просто переставлять фигуры на доске. Человек – центр Вселенной. Конечно, не в физическом плане, а на уровне сознания. Быть в каждый момент в любом месте, быть всегда и везде – вот что такое единое сознание, которое есть в человеке. Сознание порождает форму и властвует над всем. Если твердо это знать и научиться правильно использовать, можно в корне изменить свою жизнь. Нет смысла в том, чтобы сетовать на судьбу и расстраиваться из-за проблем, посуя перед обстоятельствами и придавая большое значение материальному миру. Все имеет свое начало в сознании, все рождается мыслью. И происходят настоящие чудеса, когда в умиротворенной тишине душа пробуждается в своей божественной сути. Вы существуете как личность, потому что вы думаете. И ваши мысли – это самое важное из всего, что вы делаете. Фактически это единственное, что вы делаете. Ваши мысли дают быть ее формам и обстоятельствам. Ваши мысли – это единственный инструмент для расширения вашего сознания. И в первую очередь вы должны заботиться о том, о чем думаете, во что верите и как относитесь к себе. Все это уже сделало вас тем, кто вы есть, и все это влияет на то, кем вы будете. Если вы хотите в своей жизни прогресса, движений, благополучия, любви и энергии, вы сразу будете отвергать каждую негативную мысль, посетившую вашу голову. Вы не примете для себя ни одной идеи, противоречащей добру. Вы станете мыслить только позитивно. И тогда Вселенная ответит вам неимоверными дарами. Основные идеи Непреложные законы действия являются базовыми и вечными во Вселенной. Вибрирующая Вселенная, воздействуя на себя, порождает центры сил, например, атомы или Солнечную систему. Эти центры сил объединяются с другими центрами сил, имеющими такие же вибрации. Так формируется материя. Центры сил, из которых состоит Вселенная, формируются и действуют по непреложным законам высшего разумного порядка и обладают сознанием. Мы существуем в живой Вселенной. Нет ничего неживого, поскольку все формы несут в себе Вселенский разум и являются идеей в едином сознании. Те объекты, которые воспринимаются нами как живые организмы, просто достигли того уровня развития, когда мы можем обнаружить в них сознание. Жизнь в целом – это процесс, посредством которого единое сознание стремится познать себя, становясь вещами и явлениями. Эволюция – это расширяющееся сознание. Развитое самосознание, присущее человеку, – это необходимый шаг на пути расширяющегося единого сознания. Предназначение человека – расширять свое сознание до уровня полного единства и тождества с Богом. Форма порождается сознанием. Форма – есть сознание. Таким образом, мысль создает формы. Мысль – творец всего. Все жизни – это воплощение одной жизни, которая проходит бесчисленное множество реинкарнаций, чтобы обрести себя в едином сознании. В течение многих веков ограниченный круг посвященных владел знанием о тайной доктрине, согласно которой высшей точкой развития человечества станет абсолютное единство Духа. Тайная доктрина описывает прошлое и будущее человечества, однако при этом не приводится достаточных доказательств или обоснований. Материя относительна и представляет собой комбинацию центров сил или сознания в движении. Время и пространства также относительны и являются только идеями, содержащимися в едином сознании. Человек проживает свою жизнь на уровне сознания и на уровне физического мира. Но на самом деле эти два уровня составляют единое целое. Личное «я» — это продукт мышления человека. Оно постоянно меняется, и в каждый отдельный момент «я» мыслится по-другому. Мы слишком привыкли ассоциировать «я» с собственным телом. Настоящее «я» бесконечно, вечно, едино и несет в себе все мироздание. Царство Божие внутри нас. Мы — это то, что мы думаем. Мысли становятся вещами и явлениями. Поэтому нужно быть избирательным в своем мышлении. Мы до сих пор не подошли к разговору о конкретных проблемах. И до того, как мы начнем говорить о любви, успехе и здоровье, нам предстоит осилить еще три главы. Стоит отметить, что современный человек очень нетерпелив и сразу хочет получить ответ на вопрос «что делать-то?». В своей гонке за временем мы стремимся узнать все и как можно быстрее. Избалованной оберемой информации мы думаем, что можем в чем-то разобраться без особых усилий. Сегодня мы ничего не хотим делать, но завтра мы мечтаем прославиться. Надеясь на чудо, мы забываем, что над всем надо работать и всему учиться. Было бы глупо полагать, что можно развить свое сознание, не понимая, что оно собой представляет. И как минимум нелепо считать, что существует краткая инструкция для решения тех извечных вопросов, которыми мы постоянно задаемся в своей жизни. Если бы ответы лежали на поверхности, человечеству все давно стало бы ясно. Проявите терпение. Нужно с особой тщательностью заложить основания для вашего прогресса. Вы должны понять, что все, что вы узнаете из этой книги, нельзя воспринимать как чудодейственное средство или волшебные пирюли, которые могут сработать, а могут и нет. Законы, о которых говорится в этой книге, работают всегда. И ничто и никто на Земле не может остановить их действия. Мы не придумывали эти законы и не можем их отменить. Они существуют вне зависимости от нас. Вам нужно просто знать о них и уметь их использовать. Эти законы действуют стопроцентно. Их невозможно обойти. Если вы пытаетесь применить их для достижения успеха, но терпите поражение, то дело не в законах. Дело в вас. Именно вы не выполнили необходимые условия мыслить позитивно о том, чего хотите. Значит, ваши мысли о неблагоприятном исходе были сильнее вашей убежденности в успехе. А законы сработали, как и всегда. Худший враг человека – его скептицизм. Чтобы критиковать, много ума не надо. А вот чтобы что-то придумать и сделать, нужно немало труда и умений. Как говорится, ломать не строить. Мир держится на созидании, а для того, кто стремится к разрушению, нет другого исхода, кроме уныния и отчаяния. Однако есть люди, которые знают о царстве Бога и человека. Эти люди говорят о том, что свобода человека в его сознании. Мысли – это мир, жизнь – это мысли. Пробудитесь, чтобы увидеть свою силу. Избавьтесь от своих врагов, сомнений, страхов, самобичевания и ужаса перед смертью. Просите и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Для человека не может быть слишком большой мечты или слишком высокой вершины. Нет ничего невозможного. В четвертой медитации мы говорим о том, что все формы и обстоятельства – это лишь проявление единого сознания, что любая вещь и каждый человек сделана из одной субстанции и существует только как выражение вселенского разума. К вам приходит все, что вы признаете и принимаете за правду. Отбросьте сомнения. Не поддавайтесь беспокойству, успешке или страхам. То, что знает все и может сделать все, живет внутри вас и внемлет даже самому тихому слову. Четвертая медитация. Я знаю, что во мне вся жизнь. В моем сердце, в моем сознании, в глубине моего существа бескрайнее море спокойствия и полная безмятежность. Ведь я вижу истину и отрекаюсь от суеты. Вокруг меня мысли всего человечества, которые стали вещами и явлениями. И я принимаю те из них, что несут добро. Я игнорирую все, что несет зло. Я стремлюсь к истинному знанию, которое всегда подразумевает красоту, добро и разытие. Мое сознание с легкостью преодолевает любые пространства во всех направлениях и все же остается со мной. Я центр вселенной. Бог, единое сознание, воплощается во мне. Моя задача – расширять познание, постигать бесконечность, стремиться к любви и единству. Я доверяюсь своему будущему. Все мои проблемы во власти вездесущего сознания, для которого нет ничего невозможного. Я не жду, что все должно решиться каким-то определенным образом. Я знаю точно. Все обстоятельства моей жизни несут в себе высший смысл. Притворить мою веру в физическую реальность. Даже в этот момент Вселенная стремится ответить на каждый мой запрос. По вере моего сердца, да воздастся мне. И это закон жизни и бытия. Я вижу величие во всех людях, независимо от моих симпатий. Среди множества дорог мы все ищем одну высоту – Бога, создавшего всех существ в их совершенстве. Ибо Он творит по своему образу и подобию. Я бесконечно богат, ведь у Бога есть все. Я обладаю огромной энергией, ведь Бог всемогущ. Когда я открываю свое сознание, посвящаю свои мысли истине и освобождаю свою душу, тогда мощная сила добра и любви Вселенной наполняет меня. Глава пятая Интуиция В настоящей книге под словом «интуиция» подразумевается довольно широкий круг понятий и явлений, а не только так называемые озарения или догадки. Мы относим к интуиции все загадочные и, на первый взгляд, необъяснимые феномены, которые зачастую не воспринимаются всерьез. Ясновидение, передача мысли, материализация и дематериализация объектов, левитация, контакты с миром духов, а также врожденное или инстинктивное понимание законов построения, например, в музыке или математике. Интуиция свидетельствует о том, что мы можем использовать свое сознание, которое выше любой материи. Кроме того, интуиция подтверждает великую истину о том, что единое сознание, охватывая все знания, вещи и явления, является субстанцией, из которой сделано все, и отвечает на наши мысли и желания. Биолог и парапсихолог Джозеф Райн провел огромное количество исследований в лаборатории Дюкского университета. Он доказал, что сознание способно воздействовать на материю. В одном из экспериментов применялось механическое устройство, выбрасывающее игральные кости. Чистота появления чисел соответствовала закону средних величин. Но когда рядом посадили человека, который сосредоточился на определенном числе, то такое число появлялось намного чаще, чем позволяла бы простая случайность. В другом опыте, чтобы проверить способность предсказывания, испытуемым предлагали написать точную последовательность карт в колоде, которая предварительно тасовалась специальной машинкой. И количество правильных ответов также превышало любую вероятность совпадения. Райн усложнил задачу и попросил участников написать очередность выпадения карт за неделю до того, как они перетасовывались. И снова количество попаданий было далеко за рамками закона средних величин. В другом эксперименте по телепатии объекты разделяло расстояние в 200 метров. Один смотрел на игральную карту, а другой пытался получить ее образ и назвать ее. В итоге 19 из 25 карт были названы правильно. Когда расстояние между объектами увеличили, и их разделяли океаны, процент правильных ответов остался столь же высоким. Еще в одном исследовании, касающемся ясновидения, человек предсказал, какая карта выпадет следующей 26 раз подряд. Статистические данные, полученные в результате огромной работы, которую провел Джозеф Райн, подтверждают следующее. Сознание человека воздействует на материальные объекты. Сознание человека может видеть будущее. Сознание человека может получать и передавать мысли на любые расстояния. Впоследствии Райн обратил свое внимание на спиритизм для доказательства того, что сознание способно преодолеть пространственно-временные границы и контактировать с тем, что находится по ту сторону смерти. В своей работе Джозеф Райн опирался на научный подход и современные методы статистики. Те же самые, что использовались, например, для изобретений двигателя внутреннего сгорания или открытия атомной энергии. Его парапсихологические исследования проводились в одном из лучших университетов мира под наблюдением признанных экспертов и ученых. Результаты, полученные Райном, доказывают все ту же истину, которую проповедовал Сын Божий на просторах Галилеи. Человек обладает великой силой всего сущего. Если бы мы не были так слепы, мы давно бы возрели истину. И до и после Иисуса были люди, которые могли указать нам путь. И для того, чтобы явиться миру, истина не всегда выбирала зрелых и умудренных опытом представителей человечества. Деревенская девушка из Лотарингии освободила Францию. Голоса единого сознания показали Жанне Дарк будущее и сделали ее одной из величайших женщин, сыгравших важнейшую роль в истории. Юная Бернадетта послушала видения, явившиеся ей свыше. И с тех пор в храм Нотр-Дам-де-Лорд стремятся паломники со всего мира, чтобы получить утешение и исцеление. В португальском местечке Фатима образ Марии также воплотился из единого сознания и явился трем невинным детям. Величайший дар, позволивший Платону так мудро говорить о существовании, был высшим озарением. Леонардо да Винчи имел такой контакт с единым сознанием, что все, за что бы он ни брался, превращалось в гениальное творение. Шекспир обрекал вечной истины в форму драмы и тем самым приближал нас к высшему знанию. Эйнштейн и Эдисон двигались к Богу через науку. Махатма Ганди призывал достичь великого единства через братство всех людей. И это далеко не все. В нашем мире практически каждый день происходят вещи, подтверждающие существование волшебной силы, скрытой в подсознании человека. Всегда будут те, кто сомневается, иронизирует и насмехается над подобными явлениями. Те, кто готов стереть отпечаток Вселенского Духа в человеке и возвести памятник ограниченности в виде тела, потерянного во времени и пространстве. Но очевидное невозможно отрицать. Святой Иосиф Купертинский мог летать, не имея крыльев. И один из его полетов засвидетельствовал сам Папа Урбан VIII, как представитель Бога на Земле. Дэниел Данглес Хьюм многократно демонстрировал левитацию в присутствии множества известных и уважаемых людей. На его сеансах побывал физик Уильям Крукс, писатель Конан Дойл, граф Дон Равенский и многие другие представители высшей английской и не только знати. И все они подтверждали реальность представленных им демонстраций. Его сеансы проводились в условиях, оговоренных наблюдателями и подвергались детальному исследованию со стороны лучших научных умов. И никто не мог объяснить его способности, кроме как тем, что он имел доступ к какой-то невероятной силе, попирающей физические законы природы. В 1937 году Гарольд Шерман провел несколько успешных сеансов терипатии со своим другом сэром Губертом Уилткинсом, когда тот находился в Арктике в поисках пропавшего русского летчика. Они не имели друг с другом прямой радиосвязи, а описывали свои мысли независимым наблюдателям, которые потом встречали записи. Авраам Линкольн видел свою смерть во сне именно так, как она произошла, о чем оставил письменное свидетельство за 10 дней до своей кончины. В первой половине 20 века домохозяйка из Иринойса, Перл Керан, посредством автоматического письма стал общаться от имени Пейшенс Уорд, женщины, жившей в 17-м столетии. Контактируя с ней через свое подсознание, Перл написала множество произведений в прозе и стихах, которые надиктовала ей Пейшенс. Художник и поэт 19 века Данте Габриэл Росетти так вспоминал о прошлой жизни. «Да, я здесь был когда-то, когда припомнить не могу. Лишь помню трав весенних ароматы на берегу, огни вдали и шумных волн раскаты». Скептики больше не могут отворачиваться. Если бы обо всех подобных феноменах сохранились записи, то в национальных библиотеках для них просто не хватило бы места. Время механики и материализма уходят. Человек приближается к ирисознанию, которое главенствует во Вселенной. Все подчинено сознанию. Материя, время, пространство. И в будущем, среди всех бесконечных измерений, человек также будет в центре мироздания, охватывая его своим разумом. Передача мысли, ясновидение, ментальное воздействие на материю и обстоятельства, контакты с миром духов, воспоминания о прошлой жизни – это все связано с двойственностью нашего сознания, а также с тем, что подсознание реагирует на установку. Все силы интуиции, как мы ее понимаем, заложены в подсознание. Однако к ним еще нужно пробраться через сознательное мышление. Подсознание может видеть не глазами, слышать не ушами, покидать тело, чтобы получить информацию и вернуться. Оно может путешествовать в будущее и прошлое, может формировать материю и обстоятельства. Существование такого сознания не ограничено телом и охватывает все вещи, всю бесконечность мироздания. Это душа каждого человека, душа Вселенной. Неизменные законы природы, заложенные в нашем подсознании. Восприятие использования таких законов мы видим прежде всего в гениальных личностях, демонстрирующих уникальные способности. Одним из наиболее примечательных вундеркиндов в математике был Зерр Коперн. Он родился в 1804 году в Вермонте, в семье обычного столяра. Из пяти лет начал проявлять необычайные способности в счете. Восемь лет он практически мгновенно давал правильные ответы на довольно сложные математические задачи. Он с легкостью возводил числа в шестнадцатую степень, быстро вычислял квадратные кубические корни многозначных чисел и без труда выполнял множество других алгебраических операций, для которых в то время еще не изобрели специальных устройств или приспособлений. Он давал ответы быстрее, чем можно было записать вопрос. Не задумываясь, он ответил, что восемь в шестнадцатой степени будет 281, 474, 976, 710, 656. Число, которое обычному восьмилетнему ребенку трудно даже просто прочитать. Слепой Том, страдавший аутизмом, обладал выдающимися музыкальными способностями. Будучи еще ребенком, он мог воспроизвести на фортепиано любой фрагмент услышанного им произведения, независимо от длины или сложности. Кроме того, Том с легкостью импровизировал, демонстрируя изумительное обращение с музыкальным строем. Бетховен, сочинявший целый симфонию в юном возрасте, более известный пример такой одаренности. В области поэзии можно вспомнить Мильтона. Гениальный ритм его стиха – «Ничто иное, как отражение неизменных законов Вселенной». Непреложные законы построения или ритма, или движения живут в каждом из нас, ведь они – неотъемлемая часть единого сознания. Время движется для нас по этим законам. Практически каждый может очнуться от глубокого сна в определенный час, если перед тем, как заснуть, запрограммировать себя на это. Что-то внутри нас никогда не спит и следит за стрелкой часов и движением Вселенной. Если вы захотите проснуться в шесть, то вы это сделаете. Природа заложила в нашем сознании самый надежный будильник из всех существующих. Однако мы стали настолько зависимы от всяческих устройств, что перестали пользоваться своими способностями. Великие художники обладают интуитивным знанием законов сочетания цветов. Великие инженеры интуитивно чувствуют соотношение размеров и физических сил в конструкции здания, моста или дороги. Великим писателям присуще глубокое понимание человеческих характеров и взаимоотношений. Поэтому их творения поражают наше воображение, оживая на страницах книги. Великие ученые интуитивно нащупывают путь к открытиям в области физики, химии или электроники. Из-за чего, например, Колумб решил отправиться на край Земли по представлениям того времени. Что заставило его расширить границы мира, если не интуитивное понимание, что на самом деле все устроено по-другому. Вселенная движется, творит и живет по определенным неизменным законам. Эти законы заложены в нашем подсознании и доступны нашему восприятию, если мы сможем избавиться от скептицизма и ограниченностей, которыми так легко приняется наше сознательное мышление. В каждом из нас есть семи гениальности, готовые взойти и распуститься цветком совершенства. Мы можем почувствовать его, оставшись наедине с собой и внимая тихому голосу истины. Кто из нас хотя бы раз в жизни не испытывал чудесного восторга от новой идеи, наконец-то найденной рифмы и ряда сознания идеально сложившейся цепи событий в ее целостности? Наверное, каждый может вспомнить великолепный закат, который хотелось запечатлеть навеки, или предчувствие любви, с которым не хотелось бы расставаться никогда. В блаженной тишине мы смотрим на звезды, и в душе воцаряется спокойствие от того, что в такие моменты мы на глубинном уровне понимаем органичность мира, живущего по вселенским законам бытия. Может ли каждый из нас пополнить ряды гениев этого мира? Ответ один. Каждый из нас и есть гений. В любом человеке заложена гениальность, ждущая пробуждения. Нам нужно только открыть дверь и пригласить сию чудесную гостью на выход. Мы заперты в темнице, которую сами и возвели, хотя дух наш всегда стремится к свободе. Мы упорно укрепляем решетки и замки, когда говорим себе «Я недостаточно хорош». «Я не знаю». «Это слишком тяжело». «Я беден». «Я болен». «Я устал». «Я никто». «Своё мощное сознание мы превращаем в ничтожество, съежившееся в каменном мешке наших страхов, сомнений и негативных мыслей, которые творят нашу реальность. Всю вселенную, живущую у нас, мы не сводим до жалкого, немощного и непрекаянного создания. Наша гениальность раскрывается тогда, когда мы познаем и практикуем истину. Гениальность неприверегии избранных волей случая. Гениальность каждого человека состоит в том, чтобы контролировать свою судьбу, живя в унисон с расширяющейся вселенной. Телепатия или передача мыслей на расстояние – наиболее известная и обсуждаемая способность подсознания. Говоря только лишь о наблюдении этого явления, ученые признают, что если один человек фокусирует свое внимание на какой-то идее, а второй концентрируется на том, чтобы определить эту идею, то весьма вероятно, что второму удастся понять, о чем думает первый. Некоторые исследователи высказывали предположение, что мозг человека похож на радиостанцию, транслирующую и получающую информацию. И таким образом один человек может настроиться на волну другого. Это довольно слабое сравнение. Невозможно представить себе, какой должна быть в таком случае центральная радиостанция, которая могла бы осилить то бесконечное количество разных частот, на которых думает все население Земли. А если прибавить к этому еще и частоты, на которых думают высшие животные, обладающие мышлением? Кроме того, даже современная техника не обнаруживает такого излучения человеческого мозга, которое было бы достаточно мощным, чтобы обеспечить контакт на расстоянии. При этом передача мыслей свидетельствует о том, что сознание человека может охватывать любые пространства. Явление терепатии показывает, что мы думаем, используя что-то, что находится везде и всегда, и задействует всю жизнь в целом. Феномен передачи мыслей означает, что единое сознание реагирует на мысль, и эта реакция доступна восприятию любого живого организма. Таким образом, мы не то чтобы передаем мысли. Мы скорее помещаем их в единое хранилище, откуда их может достать любое существо, использующее это абстрактное пространство или единое сознание. Но мысли, размещенные там, подспудно влияют на все сущее, поскольку все сущее живет в этом сознании, которое охватывает все и не имеет границ. Мысль, существующая там, существует везде и всегда. Мы не передаем мысли. Мы все есть одно, с одним сознанием. У нас есть доступ ко всем мыслям человечества, хотя мы не всегда можем их воспринять. Ясновидение Ясновидение – это когда человек понимает или видит то, что должно произойти. Это ни в коем случае нельзя трактовать, как то, что наша жизнь предопределена и от судьбы не уйти. Каждый из нас – продукт собственных мыслей. Сумма ваших мыслей определяет ваши действия или мнения в любых отдельно взятых обстоятельствах. Каждая из следующей мыслей меняет ваше Я и делает вас другим. Думая о своем будущем, вы должны заботиться о том, в чем состоит ваша убежденность. Ибо ваша убежденность и есть ваше будущее. И даже то, как вы достигнете своих целей, зависит от степени вашей убежденности в том или ином возможном пути. То, что вы думаете сегодня, становится вашим завтра. Чтобы видеть будущее, достаточно просто понимать свои мысли. Ясновидение может проявляться по-разному. Известно множество случаев, когда то, что произойдет в будущем, являлось человеку во сне. Самые разные люди рассказывают, как во сне видели себя в каком-то странном месте, где они что-то делали, а затем на его сними происходило именно то, что они видели, точно в таком же месте. Так называемые профессиональные ясновидящие, предсказывающие будущее по хрустальным шарам, специальным картам, движению звезд или по линиям на руке, и по большей части являющиеся тонкими психологами, просто извлекают из единого сознания мысли своих клиентов и переводят их в плоскость будущего. Для единого сознания нет времени. Все, что было, есть и будет, происходит единовременно, в вечном сейчас. Будучи бесконечным, это сознание содержит все бесчисленные варианты, которые существуют в вечности. Материализация и дематериализация в нашем представлении тесно связаны с колдовством и сказками о ведьмах. Однако здесь мы снова имеем дело с историческими фактами и в конечном итоге не можем отрицать существование этих явлений, свидетельствующих о бесконечной силе подсознания. Иисус ходил по воде, превращав воду в вино и накормил пять тысяч людей семью хлебами. Помощнику капитана судна СС Вестрис во время рейса явился незнакомец и уговорил его повернуть на северо-запад. Через некоторое время члены команды увидели корабль, севший на мель и спасли того самого незнакомца с этого корабля. Человеку, находящемуся под гипнозом, можно сказать, что в комнате нет стула. И очнувшись, человек не будет видеть этого стула, поскольку мысли о стуле или идеи этого стула будут изъяты из его сознания. Человек споткнется об этот стул, но только потому, что стул существует в едином сознании, ведь там все еще есть мысль о нем, транслируемое теми, кто его видит или видел когда-либо. Можем ли мы отрицать, что стул в первую очередь является мыслью, утвержденной в сознании и воплощенной в реальности человеком, который думал, что делает стул? Разве не правда, что если бы не возникла мысль о создании стула, то стула бы не существовало? Стул – ничто без сознания, воплощающегося через мысль и творящего все из единой вечной субстанции, из которой сделаны все вещи и которые носят не материальный, а исключительно абстрактный характер. Бог явился Моисею, воскресший Иисус явился Павлу, непорочная дева явилась верна дети. Так и мост, который проектирует инженер, является ему в его сознании как идея, как мысль, ибо все, что есть в мире, сначала появляется как мысль. Если говорить о левитации, то давайте вспомним, что полет святого Иосифа засвидетельствовал сам папа Урбан VIII. Можем ли мы не доверять его словам? Можем ли мы также сомневаться в компетентности физика и химика Уильяма Крукса, подтвердившего левитацию их юма? Они все это видели. А те, кто не верит этому, могут привести единственный аргумент. И это невозможно. Однако несостоятельность этого довода была доказана миллионы раз. Контакты с миром духов – еще одно проявление силы единого сознания. Мы не станем утверждать, что так называемым медиумом открывается граница между миром живых и миром мертвых. Мы только напомним, что два основных свойства подсознания состоят в следующем. Оно отвечает на установку. Оно может творить физическую реальность на основе мысли. И все чудеса, которые можно наблюдать на сеансах связи с миром духов, лишь являются средствием этих свойств подсознания. Во время контакта в медиума как будто вселяется другая личность, которая якобы принадлежит к миру духов, является душой умершего человека, которому есть что сказать своим любимым и близким, оставшимся в этом мире. Мы видим, как медиум входят в состояние транса и затем превращаются совершенно в другую личность, которая начинает выдавать подробную информацию о прошлом, настоящем и будущем людей, с которыми медиум едва знаком. Обычно все это сопровождается странными видениями, голосами и звуками. В комнате вдруг начинают сами по себе двигаться предметы и даже зависать в воздухе. На самом деле медиум всего лишь вводит себя в состояние гипнотического транса, при котором обнажается подсознание, готовое реагировать на любую данную ему установку. И когда ему дается установка, что теперь оно является личностью умершего человека, оно тут же приводит ее в исполнение и выдает действительно актуальную информацию. Кто-то станет утверждать, что это просто иллюзия подсознания медиума, что на самом деле никакого контакта не происходит, а медиум только использует подсознание, чтобы извлечь определенную информацию, которая обычно не оперирует. И это не совсем так. Существует только одно сознание, общее для всех. И если это сознание воплощается как личность Джона, то это действительно личность Джона. Как на самом деле обстоят дела за границей физической смерти, расскажет нам тот, кто оттуда вернется. Но Джон, однажды воплощенный единым сознанием, все еще существует в нем. Джон существует в едином сознании, будучи живым или мертвым для физического мира, поскольку идея Джона остается там навечно. Так что, когда медиум своим подсознанием обнаруживает личность Джона, то действительно происходит контакт с духом Джона. Это можно также назвать идеей, существующей в едином сознании Джона. Ведь две абсолютно одинаковые идеи есть суть одно, и Джон единого сознания всегда здесь и готов ответить. Хотя некоторые медиумы не гнушаются инсценировками и используют всяческие трюки, само по себе явление контакта с чем-то лежащим вне нашей физической реальности невозможно отрицать. Имеется масса неопровержимых доказательств того, что предметы действительно двигаются и зависают в воздухе, материализуются какие-то непонятные объекты, состоящие, как полагают, из октоплазмы, и раздаются странные звуки. И нет никаких сомнений, что таким образом подсознание просто воплощает желание медиума продемонстрировать впечатляющие эффекты. Довольно интересно, что потусторонний мир понятие довольно расплывчатые касательно того, что же на самом деле представляет собой жизнь после физической смерти. Говорят, это тихое место, полное умиротворения и счастья, но более подробного описания мы никогда не получаем. Это наталкивает на мысль, что дух, который воспринимается медиумом, может дать только то описание, которое может дать сам медиум. Или же существование по ту сторону жизни настолько отличается от физического мира, что сознательное мышление не способно трансформировать информацию, получаемую из подсознания, в слова и понятия. Скорее всего, спиритизм сам по себе неверный метод взаимодействия с единым сознанием. Практикующие спиритизм люди не обладают достаточными знаниями или глубоким пониманием того, что происходит на самом деле. И вследствие этого они просто не могут достичь истинного единства. Однако мы можем сказать точно, мы наблюдаем удивительный феномен. Здесь мощная сила единого сознания показывается нам в еще одном своем проявлении. Это в очередной раз убеждает нас в величии человеческого предназначения и позволяет увидеть человека как часть вселенской силы и как способ ее выражения. О чем же говорят все эти удивительные явления? Было бы опрометчиво относить их только лишь к хитроумным трюкам или списывать все на галлюцинации. Слишком много научных умов, придерживаясь такой точки зрения, ни к чему не пришли. Мы не можем игнорировать авторитетное свидетельство и неопровержимые доказательства, которые существуют уже много веков, хотя и пыляться в самых дальних архивах с пометкой «Невозможно объяснить», поэтому вероятно, что этого не было. просто поразительно, насколько человек привержен к физическому восприятию мира, который по сути ничего не значит. Мы находим какое-то странное удовлетворение, наблюдая ограниченность своей жизни, которую называем порядком. В итоге мы видим себя как нагромождение фактов, которые годны, лишь для того, чтобы стать эпитафией на могиле. При этом мы упорно не желаем исследовать жизнь с другой точки зрения и постоянно отворачиваемся от собственного величия и божественности. Однако сегодня наука уже подошла к тому, чтобы пересмотреть свои взгляды на многие явления и понятия, в том числе пространство и время. Появился новый раздел науки «Квантовая физика», который в некотором смысле имеет больше отношения к философии, чем к физике, как мы привыкли ее понимать. Мы наконец всерьез обратили внимание на возможности, скрытые в невидимом для глаза мире, и все чаще задумываемся о том, что несет в себе сознание человека. Английский физик Джеймс Джинс так подвел итог научной мысли своего времени. Стало понятно, что все основополагающие процессы бессмысленно рассматривать с точки зрения пространства и времени. Вертран Рассел говорил «Граница между сознанием и материей иллюзорна». Мы осознали, что изучая природу человека и его влияние на окружающий мир, нужно обратить пристальное внимание на явления, которые мы обычно классифицируем как сверхъестественные. Довольно странно, что такой подход получил широкое распространение только сейчас. Коль скоро объекты явления физического мира не дают нам ответа на вопрос о предназначении человека, логично предположить, что они по сути своей не отражают природу мироздания, и в поисках истин мы должны обратиться к тому, что называем сверхъестественным. И человечество движется в этом направлении, постепенно прокладывая дорогу с помощью науки. Вещи – это мысли. Мы уже говорили о том, что мысли становятся вещами и явлениями. Но сейчас мы подошли к тому, что также нужно понять и обратно. Вещи – это мысли. Иными словами, каждый объект, форма или обстоятельства имеет ментальную природу, является не более, чем идеей или мыслью. У этого утверждения найдется немало противников, и они выдвинут массу аргументов, которые по большому счету сведутся к одному и тому же умозаключению. Если часы на вашей кухне всего лишь мысль, и вы их видите только потому, что думаете о них, то они должны перестать существовать, пока вы спите. Однако, когда утром вы приходите на кухню, вы видите, что стрелки часов сдвинулись и показывают актуальное время. И это доказывает, что часы никуда не исчезали, пока вы о них не думали. Или же, если вы только думаете, что видите красный цветок, поставьте перед ним фотокамеру, и пусть она сделает снимок без присутствия кого бы то ни было. Цветок, несмотря на то, что его никто не наблюдал, окажется на снимке и все так же будет красным. Все это является прекрасной аргументацией в пользу того, что мы не отрицаем. Так мы не утверждаем, будто физические объекты нашего мира перестанут существовать, если вокруг не будет никого, кто мог бы их наблюдать. Они безусловно никуда не исчезнут, потому, что являются не просто нашими идеями, но идеями в едином сознании. Мы говорим о том, что данные объекты – это идея, влеченная едином сознанием в форму. Пока идея хранится в едином сознании, сохраняется ее форма. Когда идея меняется в едином сознании, меняется ее форма. Если в едином сознании идея рассеивается, то ее Но важнее всего то, что в едином сознании живут идеи, проецируемые нашим подсознанием, куда их первоначально отправило сознательное мышление. Вещи – это идеи, помещенные в единое сознание. Мыслящее существо или группа таких существ помещает какую-то идею в единое сознание, которое, следуя своей природе, воплощает эту идею в физической реальности. Так мысли становятся вещами. Для того, чтобы существовать, им не нужен наблюдатель. Они есть в едином сознании и будут менять свои формы в соответствии с идеями, стоящими за ними. И вот что важно. Эти идеи помещают в единое сознание мыслящее существо, живущее в физическом мире. Мысли становятся вещами. Вещи – это мысли, которые воплощают форму великой творческой силы, единое сознание. Но вещь становится вещью только в результате мысли, живущей в нашем сознании. Человек создает мир, в котором живет. Вокруг него вещи, явления и обстоятельства, появившиеся в результате его мыслей. Он может повлиять на них, изменив свое мышление. Но, конечно, они никуда не исчезнут только от того, что их никто не будет наблюдать. Мы все живем одним сознанием. В нем существует огромное количество идей, помещенных туда каждым существом, бывшим когда-либо. Об этих сформировавшихся идеях мы узнаем через свои органы чувств и воспринимаем их как вещи и явления окружающего нас физического мира. Но этот мир по своей сути абсолютно абстрактен и существует в сознании. Все, что человек думает, Бог знает и творит. То, что он творит, человек воспринимает как нечто внешнее, существующее в окружающем мире. Но истина в том, что все это есть внутри человека. Ведь оно существует в едином сознании, которое живет в каждом. И чтобы это почувствовать, нужно развивать свое мышление, расширяя его границы. Паскаль писал, «Узкие границы нашего бытия скрывают от нас бесконечность». Иными словами, чтобы понять свою сущность, мы должны преодолеть чувство разделенности и расширить свое сознание так, чтобы охватить весь мир. Иллюзии времени Итак, положение о том, что мысли становятся вещами, для вас уже не выглядит чем-то сверхъестественным. Но было бы неверно полагать, что мы ведем к тому, что человеку нужно просто сесть, подумать, у меня новая машина, и машина тут же материализуется из воздуха. Когда-нибудь в будущем такой мгновенный результат обязательно станет возможным. И на самом деле некоторые совершенно исключительные люди могли делать нечто подобное. Однако мы можем достичь этого, если сделать поправку на время. Когда мы видим логическую последовательность событий, мы сбрасываем из-за счетов все, что можно трактовать как чудо. Если вы сядете в кресло, расслабитесь и начнете говорить себе «у меня будет новая машина», причем станете делать это регулярно на протяжении нескольких недель или месяцев, то однажды вы поймете, что тем или иным образом у вас появились деньги для такого приобретения. Затем вы увидите, как посещаете один автосалон за другим, а потом обнаружите, что подъезжаете на новой машине к собственному дому. Тогда, снова усевшись в то самое кресло, где в первый раз стали транслировать свою мысль, вы уже будете знать, что машина у вас на самом деле появилась. Разница между вашей ситуацией и моментальной материализацией состоит только во времени. Но, как мы уже знаем, для единого сознания нет времени. Мысль – единственное настоящее действие. Посмотрите вокруг. Вы видите свой стол, диван, холодильник, телевизор. Каждая из этих вещей является мыслью. Где-то когда-то какой-то человек мысленно представил эту вещь и сказал «я ее сделаю». И вот теперь эта вещь у вас дома. Мысль в недавнем прошлом – вещь сейчас. Мы не видим это чудо со всей ясностью только потому, что как бы перескакиваем через весь тот период времени, который понадобился, чтобы изготовить компоненты этой вещи, собрать их в единое целое и доставить к нам домой. Существуя в едином сознании, мы через него ежедневно воплощаем в физическую реальность те мысли и идеи, о которых думаем. Мы создаем весь физический мир из нематериальной субстанции, которая носит абстрактный информационный характер. Своей мыслью мы облекаем поток сведений в форму. Этот процесс не приложен, он не зависит от нашего желания. Мы не в состоянии отказаться от него. Мы можем только регулировать свои идеи и контролировать свое мышление. Как только у нас формируется какая-то мысль, наше подсознание начинает кропотливую работу, заставляя нас делать те вещи, которые воплощают эту мысль в физической реальности. Мысль – это все, что от нас зависит. Дальше, чтобы эта мысль реализовалась, нами движет сила, которая больше нас. Не нужно волноваться, беспокоиться и накручивать себя, думая о том, как решить проблему. Получив правильный посыл, наше подсознание разберется со всем само и направит нас туда, куда нужно. Мысль – это наш выбор и наша свобода. Мы делаем то, о чем думаем. Мы становимся тем, о чем думаем. Нас создают наши мысли. Давайте вспомним о чудесах. Как Иисус превращал воду в вино. Чтобы быть столь уверенным, что в бутылях не вода и вино, ему надо было бы заблаговременно вылить из них воду, договориться с виноделами о закупке, привезти вино и наполнить им каждую бутыль. Но мы знаем, что все было не так. Он просто уверовал, что в бутылях вино. И тогда все действия, необходимые для того, чтобы вода превратилась в вино, произошли мгновенно. Так что же знал Иисус, что позволило ему преодолеть время и законы физики? Во-первых, он знал, что время – это одно из измерений, что теперь подтверждается наукой. И он, несомненно, мог видеть каждое событие в этом измерении, отталкиваясь от своей убежденности. Во-вторых, он понимал, что физические действия, обычно необходимые для того, чтобы мысль стала вещью, – это просто движение единого сознания, или «отца», как называл его Иисус, которому для выражения мысли в физическом мире не нужны никакие инструменты, кроме себя самого. В-третьих, он понимал, что единое сознание по своей природе в одно и то же время находится везде, не теряя своей целостности. А значит, оно находится в нем самом. И своим сознанием он мог охватить все – и вино, и воду, и бутыли. Имея такое восприятие и твердую убежденность, он смог преодолеть время, пренебречь движением физических тел в пространстве и мгновенно превратить воду в вино. «Для нас это чудо. Для него это был просто истинный ход вещей. Он не сделал ничего, что не в состоянии сделать любой из нас. Просто в его мыслях произошло сжатие времени, и он обошелся без физических действий». «Время относительно», – говорит современная наука. «Движение объектов в пространстве носит информационный характер», – говорит современная наука. Иисус был ученым, опередившим многие эпохи. «Мы стремимся к тому, чтобы познать неизведанное и непонятное. Те, кто изо всех сил цепляются за свои маленькие устоявшиеся мерки, пытаются жить в замке из песка. Мы же ищем причину и источник всех вещей и явлений. Мы в поиске истинного знания». Моррис Матерлинг писал. «Единственное горе для ума – это горе от незнания или непонимания, которое становится горем от бессилия». «Незнание – это бессилие. Мы же ищем силу. Мы хотим знать». Свою мысль Матерлинг продолжил так. «Тот, кто знает первопричины, действует заодно с ними и сам становится первопричиной». Так можно ли зомневаться, что, понимая причины Вселенской Силы и действуя согласно им, мы станем самой Вселенской Силой? Давайте снова обратимся к эфемерной физической реальности. Одним из самых интересных явлений этого мира является свет. Свет всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Таким путем для него является кратчайшее расстояние между двумя точками. Если свет встречает препятствия, он просто отражается под таким углом, который позволит сохранить максимум энергии. Свет – неотъемлемая часть Вселенной, которая не стремится к борьбе и хаосу. Она всегда ищет самый простой и ясный путь. Существуют весьма интересные теории, касающиеся света. Некоторые из них утверждают, что то, что отражает свет, не обязательно является правдой. Свет представляет собой поток фотонов, движущихся со скоростью примерно 300 км в секунду. Эти фотоны невидимы для нас, но можно представить, что по форме они похожи на монеты, только, конечно, неизмеримо тоньше. Одна из теорий полагает, что фотоны движутся перпендикулярно силе гравитации. То есть, воображаемые монеты по отношению к поверхности Земли двигаются вертикально. И если мы наблюдаем фотоны сверху или снизу, они кажутся меньше, чем на самом деле. Мы знаем, что человек, удаленный от нас, например, на 6 метров по коризонтали и на 9 метров по вертикали, кажется нам значительно меньше, чем он есть. Благодаря нашим привычкам восприятия и навыкам ориентации, мы понимаем, что человек этот находится от нас на расстоянии, и даже можем приблизительно определить это расстояние. Но согласно теории, в наших глазах человек уменьшился именно из-за потока фотонов, которые кажутся нам меньше, чем есть. Ведь в действительности с его внешностью не происходило никаких метаморфоз. Если вы возьмете монету, будете держать ее вертикально и в таком положении поднимете высоко над головой, то увидите, что она не только уменьшится, но и примет форму овала вместо круга. Таким образом, поток фотонов создает впечатление, что человек, который находится по отношению к нам, выше и под углом, изменил форму. Он как будто расширяется к низу и сужается вверху. Законы перспективы на визуальном уровне или фотоны, движущиеся перпендикулярно силе кравитации на физическом уровне, вот что обуславливает наше восприятие вещей. Так гласит теория. Что мы видим? Фотоны, движущиеся со скоростью света, не имеют толщины как таковой. Иными словами, если посмотреть на них, как на плоскость сверху или снизу, то они будут невидимыми. И здесь теория делает неожиданный поворот. Если каким-то образом повлиять на силу гравитации и сделать так, чтобы фотоны развернулись и стали параллельны поверхности Земли, то любой объект, который их излучает, был бы невидимым. Ученые уже много лет работают над этим вопросом, имея перед собой задачу так повлиять на фотоны, чтобы сделать военное вооружение невидимым для врага. А если наука поставила перед собой такую цель, то наверняка она ее достигнет. Но в тот день, когда простым нажатием кнопки любой физический объект можно будет сделать невидимым, человеку станет совсем нелегко воспринимать физический мир как конечную реальность. До сих пор мы толком не знаем, чем на самом деле является все, что мы видим. Мы только знаем, что это нечто. И чем подробнее мы пытаемся это нечто описать, тем больше понимаем, что практически ничего не знаем. Но если принять положение о том, что вещи – это воплощенные мысли, которые запросто могут быть видимыми или невидимыми, тогда подход, подразумевающий, что вещи – это просто физические объекты, совершенно отдельно от человека, становится абсолютно несостоятельным. Физический мир вокруг нас – это сплошная эфемерность. И когда мы пытаемся уложить его в систему материальных фактов, он просто ускользает от нас, как неуловимый блик, являясь искаженной тенью на стене Платоновской пещеры или всего лишь отцветом невидимой на великой истины. Телепатия, ясновидение, материализация объектов и ментальное воздействие на них, исцеление силой мысли – любые так называемые сверхъестественные феномены этого мира доступны каждому человеку. Но чтобы добиться таких способностей, нам не нужно напрягаться, рыть носом землю и работать до седьмого пота. Нам необходимо только расширять свое сознание таким образом, чтобы оно могло охватить все. Достигнув единства как собственной целостности, человек видит и понимает законы Вселенной. В своем органичном единении с этими законами он с легкостью преодолевает пространство, время и границы материи. Иисус был ясновидящим, мог читать мысли, демонстрировал чудеса исцеления и материализации. При этом он был просто человеком. Но человеком, который понимал законы Вселенной на таком глубинном уровне, что его деяния воспринимались как чудо. Но он ничего не изобретал. Он лишь действовал согласно высшим законам, которые обладают такой абсолютной силой, что перед ними законы физического мира – просто ничто. Так же, как Зерр Колберн интуитивно чувствовал законы математики, так и Иисус чувствовал законы всего мироздания. Так же, как Слепому Тому были открыты законы музыкального строя, так и Иисусу небеса открыли свои тайны. Сила, превосходящая разум, – это сила интуиции. В каждом из нас заложена эта сила. Но случаев ее проявлений не так уж много в масштабах всего человечества. И это вполне логично. Мы заперты в собственном теле и воспринимаем жизнь преимущественно через свои органы чувств. Подчиняясь своим ощущениям, мы слишком привыкли понимать реальность как мир материи. Поэтому вообще удивительно, что хотя бы кто-то из нас проявляет развитую интуицию. И мы слышим о случаях ее проявления все чаще и чаще. Не проходит о неделе, чтобы мир не узнавал о каком-нибудь необъяснимом явлении или невероятных способностях. Великую сила ищет выражение. Она заявляет о себе, показывая, что мы обладаем даром божественности, таким же, каким обладал Иисус. Единство всех вещей Теперь мы понимаем, что развитая интуиция – это путь, ведущий к волшебным вратам. Только через контакт с единым сознанием истина обнаруживает себя. Рассуждения, аргументы и положения, которые приводятся в этой книге, помогут вам сломать барьеры сознательного мышления, избавиться от пагубных установок мрачного взгляда на мир и безнадежности, чтобы найти Царство Небесное внутри себя и увидеть Бога, как Он есть. Вам больше будут не нужны никакие доказательства, чтобы убедиться в чем-либо. Вы просто почувствуете это и будете все ясно видеть. Вы оставите тревожные поиски, и вся сила Вселенной будет вашей. Иисус был просвещенным человеком, который знал законы сознания и обладал удивительной силой интуиции, оживающей в его руках. Своим знанием Он деялся через иносказание, ведь Он понимал, что мир еще не готов. Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Потому говорю им притчами, что не видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. Так Он сказал Своим ученикам. Все, что Иисус делал и говорил, облекает истину в слова, понятные для Его учеников. Все это было выражением непреложных законов Вселенной. К этим законам постепенно приближается и наука, открывая для нас то, о чем 2000 лет назад было сказано на холмах Оливии. Иисус обладал интуитивным знанием этих законов. Он обошелся без лабораторий, препаратов и испытаний. Он знал, что Вселенские законы есть в нем самом, являются Его сутью, Его природой. И Он чувствовал свое единство с этими законами, вложил у них всю свою веру и убежденность. Он достиг уровня единого сознания, используя великую силу, которая есть в человеке, и в то же время гораздо больше человека. И сказал удивленному миру, «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Иисус видел и понимал единство всех вещей. И мы стремимся прийти к такому пониманию через интуитивное восприятие. Еще до Иисуса это единство постиг Пудда, Конфуции, Лао-цзы и авторы прекрасных упанишат, в одной из которых сказано, «Кто увидел все сущие в себе и себя во всем, тот уже никогда не отвернется от истины». Если человек понимает, что сам является всеми вещами и явлениями и видит это единство, то для него не может быть печали и тревог. Слушайте свое сердце. Нужно жить не умом, а сердцем. Сознательное мышление, напрасно беспокоясь о границах своего существования, отгораживается от силы подсознания и запирает нашу суть на крепкий замок. Вся истина, вся мудрость в сердце. Оно обладает интуитивным знанием и служит нам путеводной звездой в вечных поисках самих тебя и собственной безграничной силы. Слушайте голос своего сердца. Не отдавайтесь назойливому присутствию сознательного мышления. Сердце знает. Каждую минуту, каждого дня, где-то глубоко внутри вас, оно тихо молвет истину. Оно чувствует настоящее и не молчит. Пусть сознательное мышление занимается своими приходящими делами, но пусть сердце приближает вас к Богу. Отдавайте кесарю кесарю о Божии Богу. Прислушиваясь голосу сердца, вы будете все больше понимать свою истинную сущность. Когда вы проникнетесь этим чувством, уйдут все внутренние противоречия, исчезнет желание спорить. Вы увидите свой путь как целостность и не станете задаваться вопросом «Правда это или нет? Реальность это или иллюзия? Плохо это или хорошо?» Это будет не здешний свет, проникший вашу душу и зовущий за собой. Это будет гораздо больше, чем то, что вы привыкли называть наитием. Любые счастливые случайности, любые удачные догадки и тому подобное не сравнятся с тем, как вы станете видеть мир. Это будет вашим содержанием, неотъемлемой частью вашего существования. И вы пойдете по дороге своей жизни со спокойной уверенностью, чувствуя энергию созидания, которая преобразит все вокруг. Здоровье, успех, любовь, умиротворение – все это будет органичной, неотъемлемой частью вашего мира в его единении с Духом, а не плоти. Двойственность нашего восприятия, порожденное двойственностью этого мира, который существует как бы на двух уровнях Духа и Материи, часто вводит нас в заблуждение. Если все вещи и явления – это только мысли, если истинная суть вещей – это лишь воплощение сознания, то что в таком случае можно сказать о призраках и бесплотных знамениях, которые, как правило, обнаруживают себя в темное время суток? Что такое страшные видения, которые приходят к нам в часы пробуждения, или уродливые образы наших ночных кошмаров? Что мы можем сказать о заблудших душах, которые находят свое пристанище в сумасшедших домах, воображая себя Наполеонами? А что происходит с теми людьми, которые разрываются между несколькими параллельными реальностями, становясь то одной личностью, то другой? Где пролегает эта граница между мыслями, которые становятся вещами, и мыслями, которые превращаются в обман и даже сумасшедшие? Среди умолешенных находятся люди, которые думают, что они птицы или какие-либо другие животные, или некто из прошлого, или знаменитости настоящего? Множество психических отклонений завязано на фантастических заблуждениях. Если говорить о том, что человек – это его мысли о себе, то возникает логичный вопрос – почему тот, кто думает, что он Наполеон, на самом деле не является Наполеоном, а только лишь человеком, сошедшим с ума? И ответ на этот вполне понятный вопрос один. В сознании сумасшедшего человека нарушен естественный процесс. Утерян контроль сознательного мышления над подсознанием. Человек становится жертвой случайной фантазии, просочившейся сквозь преграды самоконтроля. В его подсознании существует масса интересной информации, и самое впечатляющее из нее в какой-то момент становится для него правдой. Но он не становится своей фантазией на самом деле. Его сознательное мышление, хоть и в тени, но продолжает свое существование. Его безвольно влекут волны, сменяющие друг друга сознание. Прерив сознательного мышления выбрасывает его на берег, но затем подсознание уносит его в темные воды обмана. Контроль отрачен. А когда нет контроля, приходит безумие. Часто мы можем наблюдать подобное у стареющих людей или инвалидов. Сознательное мышление слабеет и теряет контроль. И тогда мы видим кардинальное изменение вечности. Человек становится беспомощным, мысли его путаются, становятся беспорядочными, алогичными. Иногда его мышление напоминает пунктирную линию, но временами это просто полный хаос и беспросветность. Мы должны помнить, что сознательное мышление является фундаментом формирования личности. Оно привносит в нашу жизнь порядок, контролирует и направляет мощную силу, которая обладает подсознанием. По мере того, как сознательное мышление теряет контроль, человек утрачивает свою личность, что оборачивается психическими отклонениями или даже сумасшествием. И мы должны стремиться найти верный баланс между сознательным мышлением и подсознанием. Именно в этом состоит самый важный талант человека. Когда сознательное мышление слишком подавляет работу подсознания, человек оказывается зажатым в тисках непреодолимых проблем, поскольку живет в мире, где все так или иначе указывает на ничтожность человека. Когда подсознание захватывает контроль над сознательным мышлением, человек начинает вести себя иррационально, что иногда превращается в окончательное безумие. Правда, при этом он может проявлять некоторые выдающиеся способности. Не нужно забывать, что подсознание реагирует на установки. И чем более последователен и авторитетен тот, кто эти установки дает, то есть сознательное мышление, тем более явной и последовательной оказывается их реализация. Приближаясь к сверхчеловеку. Мы не говорим о том, что вы непременно должны научиться телепатии или как можно скорее освоить материализацию объектов исцеления силы и мысли. Но, как удачно выразился Уильям Джеймс, сознание это двигатель. Если вами овладевает какое-то желание или идея, то вы начинаете действовать таким образом, что они неизменно воплощаются в реальности. На данном этапе речь не идет о том, что вы должны сжимать пространство или путешествовать во времени. Достаточно освободить свое мышление от негатива, стать свободным творцом своих желаний и стремлений. И как следствие ваша жизнь наполнится позитивом и достижениями. При этом нужно всегда помнить, что потрясающая сила сознания несет в себе невероятные возможности. И когда наш потенциал раскроется в полной мере, мы сможем с легкостью преодолевать любые пространственно-временные границы. Развиваясь, мы приближаемся к сверхчеловеку. Постепенно мы движемся к такому могуществу, которое даже не можем себе представить. Но то, что ждет человечество в будущем, уже живет в нас. Нам только нужно освободиться изнутри, чтобы ощутить свое безграничное вечное присутствие. Американский поэт Уолт Уитман писал об этом так. От ныне я провозглашаю себя свободным от мнимых преград и уз. Иду, куда вздумаю, сам себе полный хозяин, наделенный неограниченной властью. Прислушиваясь к тому, что мне скажут другие, внимательно вникая в их речи, размышляя, изучая, обдумывая снова и снова, мягко и учтиво, но с непреклонной решимостью освобождаю себя от тех пут, которые могли бы меня удержать. Через интуитивное восприятие законов Вселенной мы должны увидеть Бога, как Он есть. Всеми своими мыслями нам нужно стремиться постичь истину. Желание знать, вот что будет освещать наш путь. В тишине медитации мы будем всем своим нутром прислушиваться к истине, и она откроется нам и освободит нас. Необходимо чувствовать будущее, которое уже живет в нас. Нужно понимать мысли и надежды других людей. Следует помнить, наше вчера стало тем, что мы имеем сегодня, а то, как мы прожили сегодняшний день, определило, каким станет завтрашний. Интуиция раскроется в полной своей силе и засияет нездешним светом. Душа всей жизни Вселенной – это ваша душа. Куда бы вы ни смотрели, вы видите свое отражение. Мощное сознание, которым вы живете, это все вещи и явления в каком бы то ни было месте. И все это вы. Божественное сознание живет вас. Вы и есть Божественное сознание. Смотрите ясным незамотненным взглядом, настройте тонкий внутренний слух, и вы почувствуете себя в колыбере Вселенной, вечно внемлющей вам и трепетно откликающейся на ваши мысли и желания. Мы знаем, куда ведет наш путь. Всегда выше, к единству с Богом. Мы знаем, что жизнь стремится к постоянному расширению сознания, и в наших силах расширять свое сознание, чтобы охватить всю жизнь Вселенной. Мы знаем, что Иисус видел Вселенную внутри себя и интуитивно понимал ее законы, законы всей жизни. В этом и состоит наше предназначение. Мы можем содействовать или противиться этому, но мы не можем избежать этого. Мы можем использовать эти законы, чтобы наполнить свою жизнь добром, или мы можем пытаться игнорировать их, подвергая себя разрушительному воздействию зла. Для единого сознания это не имеет никакого значения в непрерывной череде человеческих жизней, сменяющих одна другую. Но тот, кто ищет, тот всегда найдет, а тот, кто считает поиск безнадежным, получит безнадежную жизнь. Здесь дело в стремлении. Мы либо работаем над тем, чтобы развить свою внутреннюю силу, либо противимся ей и тем самым разрушаем себя. И это личный выбор каждого. Но мы с вами стремимся к мудрости и знанию. Наши цели это сила и сострадание, здоровье и умеренность, любовь и честность. Мы выбираем эти цели не под давлением моральных норм, а только потому, что все это истина. Мы начинаем новую эру человечества, эру, главное предназначение которой заключается в том, чтобы не было боли, страдания и бедности. Мы движемся к единению всех людей, которая приведет к гармонии миру. Основные идеи Итак, подведем итоги, кратко изложив самое важное положение этой главы. Исследования, проведенные Джозефом Райном, окончательно убедили нас в существовании экстрасенсорного восприятия. Все, о чем говорил Иисус, постепенно подтверждается наукой. Во всей истории человечества мы находим массу доказательств потрясающей силы единого сознания, которые были засвидетельствованы людьми, заслуживающими доверия и имеющими большой авторитет. Гениальный человек понимает непреложные законы Вселенной как минимум в одной области применения. Иисус понимал непреложные законы Вселенной во всей их целостности. Гениальность заложена в каждом из нас. То, о чем мы думаем в настоящем, становится физической реальностью будущего. Вещи это мысли и идеи, помещенные в единое сознание. Мы привыкли воспринимать окружающий мир не в его истинной сути. Наш мир это влеклое отражение бесконечных возможностей, заложенных в жизни. То, что мы принимаем за реальность иллюзорно. Так называемое сверхъестественное явление это проблеск истины. Время и пространство это иллюзия ограниченного восприятия. Помещенные в едином сознании вещи и явления не прекращают своего существования, когда их не наблюдают. Появление в нашей жизни любой вещи или обстоятельства это чудо. Но в тех случаях, когда мы понимаем, как создавалась эта вещь или обстоятельства в пространстве и во времени, мы воспринимаем их появление как нечто совершенно обычное. Для развитого сознания время одно из измерений, которое применимо и к пространству. Интуиция обнаруживает законы Вселенной. Интуиция – это непростое наитие, а негасимый свет, ведущий за собой. Иисус, обладая развитым сознанием, сжимал пространство и время, демонстрируя свои чудеса. Мы можем воздействовать на физический мир и творить его, если избавимся от сомнений и страхов. Нужно слушать свое сердце, оно обладает интуитивным знанием. Подсознание должно находиться под контролем, поскольку само по себе оно может действовать иррационально, отражая любые идеи, случайно получившие развитие. Утрата контроля над подсознанием часто приводит к сумасшествию. Отрицая непреложные законы единого сознания, мы приходим к тщетности бытия. Истинный талант человека – найти верный баланс между сознательным мышлением и подсознанием. Шаг за шагом мы пробираемся через сложный лабиринт окружающего мира. Постепенно мы рассеиваем иллюзии и избавляемся от полуправд, заполнивших наше сознание и сдерживающих наши внутренние силы. Одно за одной мы устраняем помехи своего восприятия, чтобы увидеть истину во всей ясной простоте. Мы на пороге новой эпохи, рассвет уже близко. Скажем словами Эдварда Карпентера, когда человек освобождается от власти собственного тела и наследственности, выходит из этого темного скрепа и становится настоящим господином, хозяином своего могущества, понимая себя как бессмертное единство с миром, то происходит преображение, и вся эволюция человечества лишь подготовка к этому. это и есть наш путь и наша цель, которым посвящена эта книга. И пусть иногда вам кажется, что некоторые вопросы мы рассматриваем чересчур дотошно, в чем-то слишком углубляемся или уходим в сторону, но мы не можем обойтись без этих отступлений. Только понимая человека как явление, как некую общность в контексте истории, можно увидеть скрытое в нем могущество, а значит ощутить свою внутреннюю силу и бессмертие. И помните, не существует слишком больших целей. Высоким стремлением можно посвятить годы и всю свою жизнь. Не переставайте регулярно заниматься медитациями. Без практики медитации вся эта книга будет лишь философство. Если вы взялись за ее чтение с целью развить свой ум, то лучше займитесь логарифмическими уравнениями и высшей математикой. Эта книга предназначена для того, чтобы пробудить вашу бессмертную душу в ее безграничности. Она не раскроет своих секретов, если вы не будете подпитывать себя практикой медитации, освобождая свой внутренний свет. Чтобы ваши высокие стремления не были напрасными, необходимо утверждаться в своей убежденности. На этот раз медитация направлена на интуитивное восприятие невидимых сил, которые окружают нас. Погружаясь в единое сознание и доверяя ему, вы почувствуете направление своей жизни, поймете смысл стоящих перед вами задач и то, как следует подходить к их выполнению. Вы увидите каждый свой день как шаг на пути к самоосуществлению. Вложите всю свою веру в божественное сознание и следуйте голосу своего сердца. Как писал Ильям Шекспир, но главное будь честен сам с собой, тогда как следует за ночью день, не сможешь ты фальшивить и с другими. Пятая медитация Я слушаю голос вселенной, который звучит во мне. Это голос истины, направляющий меня по верному пути моей жизни. В моей внутренней глубине, в совершенстве моей души, есть вечная вселенная, в которой явлены все вещи и все законы. Я устремляюсь внутрь себя, где царит тишина, спокойствие и умиротворение. Я внемлем голосу своего сердца. Я закрываю глаза и чувствую живое дыхание вселенной, существующей во мне, так же, как я существую в ней. Я един со всеми людьми, вещами и явлениями. Я это единство со всей жизнью. меня направляют высшие законы. Я полагаюсь на безграничную силу творения, которая есть во мне и есть одно со мной. Там, где есть вопрос, появляется ответ. Делая первый шаг, я прокладываю свой путь. я смотрю вперед и не вижу препятствий. Цель становится видна, как только появляется желание. Я знаю, что следую высшему предназначению и отдаюсь ему. По дороге своей жизни я иду уверенно и спокойно, ведь меня направляют мудрые силы, не знающие сомнений. Я вижу завтрашний день, потому что он рождается сегодня. Обстоятельства моей жизни — это дети моих мыслей. в моем сегодняшнем дне уже слышны голоса завтрашнего. Я принимаю все, что несет добро. Я отвергаю все, что несет зло. Получая, я не отбираю. Каждому доступно все. Нужно только желать, и оно придет. Я следую силе добра, который пульсирует вокруг меня и востремляется в небо. Для меня больше нет ограничений и груза прошлого. Каждый день — это новое рождение моей души. Каждый день — это еще один луч, освещающий мой путь к единству с Богом. Я не ищу, я знаю. Я спокоен, я чувствую направление. Глава шестая Вера Вера сопровождает нас повсюду. И даже те, кто не совсем согласен с этим, подспудно следуют чувству веры во многих ее проявлениях. В жизни мы постоянно полагаемся на это чувство. Во время обеда мы совершенно уверены, что пища, которую мы едим, превращается в кровь, кости, мускулы, ткани и сухожилия. Хотя в процессе приема пищи мы не думаем о том, почему это происходит и как. И даже самые эрудированные из нас, знающие все химические процессы, которые происходят в организме, не думают о них, а просто едят, чтобы жить. Мы уверены, что воздух, который мы дышим, вступит в реакцию с сахарами в нашей крови и получится энергия, необходимая для клеток организма. Мы не анализируем эти реакции на каждом своем вдохе. Мы просто дышим, веря, что так и должно быть, чтобы мы продолжали свое существование. Мы верим, что солнце взойдет, что земля сделает очередной оборот вокруг своей оси, что звезды также будут светить в ночном небе. Мы верим, что можем перейти улицу, беседовать с другим человеком и понимать, что он говорит. Мы верим, что мы существуем. Но мы все так же не знаем истинных причин, лежащих в основе всех вещей, процессов и явлений. Наша вера слепа. И при этом мы еще насмехаемся над людьми, которые следуют вере в куда более абстрактных областях жизни. Вера вела Моисея в землю обетованную, Колумба вестындию, Пастера к микробу, Галилея к звездам, Демокрита к атому, Святого Павла к его миссии, Магеллана вокруг света. Поддерживаемые самой природой вещи, о которых они думали, хотя и не видели, эти люди не шли по протаренному пути, но следовали своему воображению. И весь мир только выиграл от их веры. Вера это самый важный инструмент человеческого существования. Чтобы как следует это понять, давайте вернемся к двойственности нашего сознания. Путем долгих рассуждений и небольших научных дискурсов мы пришли к выводу о том, что единое сознание есть в каждом человеке и в каждой вещи, и существует в них как целое. Мы также поняли, что оно является субстанцией, из которой сделано все. Это абстрактный разум, который охватывает все и стремится к тому, чтобы стать чем-то в физическом мире. То, чем становится этот разум, как нам известно, является результатом мысли или идеей, которую сознательное мышление помещает в подсознание. В свою очередь подсознание, получая мысли и идею, начинает реализовывать их в физическом мире. Мы говорили о том, что подсознание не следует индукции, оно не выводит закон из частных случаев его проявления, оно действует только дедуктивно. Какую бы предпосылку оно не получило, оно становится законом, который выражается в физической реальности. Подсознание всегда в действии. Оно получает посыл и сразу начинает творить. Оно не может распознать идею, если не притворяет ее в реальность. Это его природа, его закон, его основная функция. Таким образом становится понятно, что любое обстоятельство, любая вещь, любое явление – это результат идеи в подсознании или едином сознании. Вспомним также о том, что каждый объект физической реальности появляется в результате того, что бесконечное единое сознание становится конечными вещами, чтобы познать себя. оно не может познать себя, будучи бесконечностью. Поэтому оно постоянно превращается во что-то конечное, воплощаясь в огромном количестве разнообразных объектов. Рациональная часть единого бесконечного разума проявлена в человеке как сознательное мышление. Оно служит связью подсознания с конкретным временем и местом. Можно представить себе подсознание как безграничное пространство, а сознательное мышление как специальный орган, информирующий это пространство о том, что происходит в каком-либо конкретном месте в определенное время. И любые выводы, которые делает сознательное мышление подсознание выражает физической реальности, поскольку закон его природы становиться тем, о чем оно знает. Так наши мысли становятся вещами и явлениями, и мы не можем отменить этот процесс. Мы можем только контролировать свое мышление. И так очевидно, что не все наши мысли становятся физической реальностью. Наше сознательное мышление способно обрабатывать сотни мыслей в секунду. Если бы подсознание воплощало в физической реальности миллиарды мыслей всего человечества, которые бурлят в голове каждого из нас каждую секунду каждого дня, то этот мир превратился бы в полный хаос. Наши я проводят гигантскую работу по отбору тех мыслей, которые сознательное мышление направляет в подсознание. И совершенно ясно, что эту работу выполняет сознательное мышление. Если мы вернемся к гипнозу, то вспомним, что подсознание не выбирает, какую предпосылку оно примет, а какую нет. Когда сознательное мышление спит, как у человека под гипнозом, подсознание откликается на любую предложенную установку и сразу превращает ее в действительность. Очевидно, что подсознание воспринимает абсолютно любые установки, которые ему предлагаются. Единственная причина, почему не все наши мысли превращаются в физическую реальность, заключается в том, что какие-то из них не являются убеждениями нашего сознательного мышления и поэтому не направляются в подсознание. Вот почему необходимо отчетливо понимать, что вера важнейший инструмент выстраивания жизни. Вера это тот фактор, который придает мысли импульс и наполняет ее убежденностью. Таким образом помещая эту мысль в подсознание в виде установки, которая будет реализовываться на уровне физического мира. Так что все, в чем вы убеждены, станет реальностью вашей жизни. Ведь мысль плюс вера равно творение. Как мы говорили в голове о гипнозе, теоретически можно было бы найти бесконечно мудрого и надежного гипнолога, который бы дал всему человечеству установки на добро. И все стало бы просто чудесно. И тогда мы не нуждались бы в вере. Однако наша цель направить в свое подсознание мысли, идеи и выводы, на основе которых мы хотим построить свою собственную жизнь. Ибо все, что мы дадим своему подсознанию, как установки воплотиться в физической реальности. Если в подсознании поселится наша убежденность, что у нас есть деньги, то у вас будут деньги. Если оно получит установку, что вы здоровы, то вы будете здоровы. Если в подсознании утвердится мысль о том, что ваша жизнь полна любви, то у вас будет любовь. Если вы направите туда уверенность в своем успехе, то вы будете успешны. Если вы станете думать о своей мудрости, то вы будете мудры. Какой бы ни была установка, подсознание притворит ее в физическую реальность. Посмотрите, насколько простой может быть такая установка. У меня есть деньги, только и всего. и деньги появятся. Так почему же нам так трудно сделать такую простую вещь? Потому что у нас недостаточно веры. Потому что мы выражаем свои желания как надежду, а на протяжении дня можем миллион раз сомневаться в своих мыслях. Давайте вспомним, что сказал Иисус тому, кого исцелил. ты выздоровел. Он не приводил аргументов, ничего не требовал, не рассматривал за и против. Он просто дал подсознание установку, согласно которой оно стало действовать в соответствии со своей природой. Что делает гипнотизер? Он говорит, ты не чувствуешь своей руки, и все чувства немедленно исчезают. Вот на таких простых установках и действует подсознание. А поскольку мы всегда думаем о чем-то с определенной долей убежденности, подсознание начинает творить то, во что мы верим. Давайте рассмотрим пример. Предположим, вы решили стать успешным бизнесменом. В начале своего предприятия вы как и следует даете себе установку «Я буду успешным бизнесменом». С этим утверждением вы начинаете свой путь. Вы закупаете некоторое количество товара, но со временем обнаруживаете, что его не так уж хорошо раскупает. И вы тут же решаете, что сделали ошибку. Этому сопутствуют мысли о том, что вскоре вы потеряете много денег, и вы уже представляете, как вас постигает полны права. В вашем воображении возникает картина, живописующая ваше разорение. Вы без средств, без возможностей, никакой надежды в тисках жестокой судьбы. И какова же теперь ваша установка? Несомненно, вы утверждаетесь в своем провале. И поскольку вас одаревают такие мысли, вам уже незачем идти в офис, ведь что бы вы ни делали, вас ждет только крах. Чтобы достичь успеха, вы должны думать об успехе. Никто не становится успешным, думая о провале. И думая только об успехе, никто не приходил к провалу. Настолько это просто. Единственный инструмент, который нужно использовать, чтобы предотвратить неудачу в своей жизни, это вера. Если вернуться к примеру, то критической точкой, когда нужно было полностью положиться на веру, был момент, когда стало понятно, что нет достаточного спроса на закупленные товары. Здесь произошла принципиально важная вещь. Нужно было отказаться от мысли об ошибке. Нельзя было воспринимать это как предвестие краха или знак неминуемого провала. Необходимо было сохранить свою убежденность, что вы успешный бизнесмен и думать о том, что сила, которая гораздо больше вас, направит вас на верный путь. Следует понимать, что мы не определяем, каким именно образом реализуются наши установки или какая конкретная последовательность событий приведет к тому, чего мы хотим. Подсознание найдет пути и средства до исполнения того, о чем мы думаем. Один мудрый и очень успешный человек сказал, «В каждом очевидном провале заложены огромные возможности. Нужно только иметь веру, чтобы увидеть их». негативные Когда мы отвергаем мысли о неудаче, то негативные обстоятельства оборачиваются всего лишь ступенькой на пути к успеху. Если бы, возвращаясь к нашему примеру, вы не стали сосредотачиваться на мыслях о провале, то канал сбыта обязательно бы появился, и скорее всего там, где вы даже не предполагали. И то, что могло обернуться катастрофой, превратилось бы в великую победу, благодаря вере и только ей. Джон Хэмптон Пул, один из выдающихся профессионалов в американском футболе, который также был главным тренером команды Лос-Анджелес Рамс. Спокойная уверенность и твердое стремление к цели стали его отличительной чертой. Но так было не всегда. Сперва ему пришлось пройти через трудности и опыт неудач. В Стэнфордском университете Хэмп и я играли в одной команде, и один из игровых сезонов был особенно неудачным для нас. У нас был замечательный тренер и очень хорошие игроки. Однако когда до конца игр нам оставалось сразиться только с одним противником, у нас за плечами не было ни одной победы. Ночь за ночью Хэмп и я сидели у него дома в Мэйфилде и ворчали. О какой победе может идти речь, говорили мы, если у нас нет надлежащей защиты явного лидера или толковой методики тренировок. Мы винили бывалых игроков, которые доводили тренера. Мы винили тренера, который раздражался на их замечаниях. Мы винили травмы, мы винили погоду, мы винили все и вся, кроме самих себя. А за что нам было себя винить? Мы очень старались. Порой за игру мы теряли в весе по нескольку килограммов. Мы демонстрировали синяки и разбитые губы, как свидетельство своих усилий. О да, мы совсем не ленились, но терпели поражение за поражением. Но вот пришел час, и мы сели на поезд до Нью-Йорка, где должна была состояться наша последняя игра в сезоне с дармутской командой, лучшей на восточном побережье. И конечно, если мы не выиграли ни одной игры до этого, на что нам было надеяться? У нас не было никакого запава, всеми овладело мрачное настроение. Поезд двигался в лучах ясного зимнего дня. Хэмп и я сидели в вагоне ресторания, наблюдая проплывавший мимо пейзаж. Мы смотрели на мирные сцены сельской жизни, в воздухе витала какая-то отрешенность, и спокойствие. Хэмп повернулся ко мне. Стэн, а ты сделал все, что мог в этом сезоне? Ты знаешь, что да, я играл до изнеможения, ответил я с обидой. Я не спрашиваю, вставал ли ты, я спрашиваю, сделал ли ты все, что мог. Он смотрел мне прямо в глаза. Отвечать я мог только честно, по-настоящему честно. Нет вообще-то, нет, вообще-то нет, а ты? Он помотал головой и сказал, неважно, как я старался, я быстро сдувался. Потом он посмотрел в окно и спросил, отчего это? «Может быть, мы слишком старались», сказал я. «Скорее не так старались», он заметил он. «Я настаивал, когда цель недостижима, трудно вообще стараться». «Ты имеешь в виду, мы не можем выиграть», спросил он. «Я имею в виду, что мы думаем, что не можем». Он нахмурился и сказал, «Может, ты и прав. Несмотря на все наши собрания для поддержания командного духа, я сомневаюсь, что мы действительно верим в свою победу». «Да, мы уверены, что проиграем, так оно и происходит». Хэм поднял сжатую в кулак руку и сказал, «Ну ладно, давай тогда прямо сейчас настроимся на то, что мы можем выиграть следующую игру». «Нет, даже на то, что мы ее выиграем, а?» «Меня одолели сомнения». «Говорить и верить это две разные вещи, но я согласился». «Возможно, так и надо». «Так что же нас останавливает?» воскрикнул он. «Одиннадцать человек из Дармута», ответил я, но тут же распылся в улыбке. «Но ей Богу, я верю, что мы можем сделать это?» И в тот самый момент я почувствовал, как уныние покинуло меня и тяжкий груз свалился с плеч. Я выпрямился. Мне стало хорошо. С Хэмптоном тоже что-то произошло. Широко улыбаясь, он протянул мне руку. «Давай скрепим это рукопожатием. Мы покажем все, на что способны, и даже больше, если это будет необходимо. Потому что мы едем за победой». Когда я пожал его руку, я почувствовал спокойствие и уверенность. Впервые за многие месяцы. Время, проведенное в Нью-Йорке, было просто восхитительным. Тренировки проходили без грузообреченности. И самым чудесным моментом стала игра с Дартмутом. «Мы давали блестящие пасы, делали невообразимые подкаты и так ставили блоки, как никогда раньше. Мы победили». Никто не мог понять, что произошло. Как команда, которая не выиграла ни одной игры в сезоне, могла победить одного из лидеров? В объяснении этому высказывалось множество предположений. У нас с Хэмпом была своя версия. После игры в раздевалке у нас состоялся такой диалог. «Я даже не устал, и у меня нет ни одного синяка или ссадины», с удивлением заметил он. «Да, это было легче легкого», ответил я. «Может быть, это всегда легко, когда веришь», задумчиво сказал Хэмп. «Может быть, самое трудное — это верить по-настоящему». В людях очень мало веры. Мы отделяем себя от Бога, от основы своего существования. Мы готовы со всех сторон рассматривать враждебность этого мира, чтобы утверждаться в истинности страданий, неудачи, одиночества. Но дело в том, что борозды судьбы всегда в наших руках. Все обстоятельства берут свое начало в вере и убежденности, ибо по вере твоей воздастся тебе. Наши убежденности работают в любом случае. Так почему же нам не направлять их на добро, благополучие, здоровье, энергию, понимание между людьми? На все хорошее, что есть в человеке? Давайте понимать веру, как победа над негативным мышлением. Давайте понимать любой негатив как заблуждение. Не бойтесь, говорил Иисус, я победил мир, говорил Он. Он победил силой своей веры. Это урок, который Он оставил нам в веках. Так не будем же заблуждаться. Будем использовать свою веру как всепобеждающее оружие, чтобы преодолеть все, что угодно. Подсознание превращает физическую реальность в каждую нашу убежденность. Если в нашей жизни присутствуют болезни, неудачи и страдания, можно не сомневаться, что их породили наши убежденности. Довольно странно, что по большей части мы верим в негативные вещи, а не позитивные. Но такова общая тенденция. Люди отделяют себя от Бога, отвергают чувство единения с бесконечным сознанием, а потому видят себя в роли ничтожно маленького животного в бескрайней вселенной. Человек полагает, что его участие в жизни ограничивается физическими действиями. И когда какое-либо наше действие встречает препятствие, мы рассматриваем это как знак судьбы и понимаем, что окружающий мир враждебен и сопротивляется нашим желаниям. Мы воспринимаем свою незначительность во вселенной как свое несовершенство и боимся прихоти судьбы. Таким образом мы программируем свое существование на вещи, прямо противоположные тому, чего хотим. Будучи убежденными в неудачах, страданиях и одиночестве, мы получаем все это вместо добра, любви и счастья, которые кажутся нам недостижимыми, как звезды. Истина в том, что все эти казалось бы недостижимые вещи могут появиться в нашей жизни точно так же, как их противоположности. Стоит лишь направить свою веру в нужные русла. Настоящая вера приходит к тому, кто понимает, что каждую минуту каждого дня в нем есть Бог. Если вы не будете доверять решению своих проблем Божественной силе, вы обнаружите, что справляетесь с ними не так уж теряться при каждом новом повороте событий, проецируя в свое подсознание неуверенность вместо успеха. Необходимо прямо сейчас понять, что нет никакой пользы в том, чтобы пытаться сделать все самому. Доверьте силе, которая больше вас. Вот в чем простая истина. Если вы будете отделять себя от единого сознания, говоря «я все сделаю сам», то на фоне миллиардов фактов и обстоятельств, лежащих вне вашего кругозора, вы станете просто ничтожным микробом. Если вы будете стремиться справиться со всем единорично, то сначала вы поймете, что не обладаете достаточными знаниями, чтобы предвидеть все. Затем вы обнаружите, что вам как будто противостоят неведомые гигантские силы, которые не поддаются вашему контролю и против которых у вас нет оружия. Таким образом, вы все время будете в состоянии противоборства, постоянно оказываясь в позиции ноющего, стянающего, жалкого существа, скованного страхом. В то же самое время единое сознание и вся вселенная спешат ответить на каждое ваше желание. Не просто так Иисус говорил о едином сознании, как об Отце, пребывающем во мне. Ведь именно этот всемогущий Отец знает о каждом вашем желании еще до того, как вы его произнесете и притворяет вашу жизнь все то, в чем вы убеждены. Ваше подсознание знает способ, средство и время, и вы можете доверить ему решение своих проблем, не сомневаясь, что все будет выполнено в совершенстве. Но не поднимайте постоянно крышку чайника, чтобы посмотреть, кипит ли вода. Не нужно проверять, как Бог справляется со своей работой. Не настраивайтесь на определенный способ решения проблемы, иначе вам все время будет казаться, что все идет не так. Просто примите для себя, что каждое ваше действие происходит в верном направлении. Все, что вы считаете отклонением от курса, на самом деле таковым не является. Все идет наилучшим путем из всех возможных. Будьте тверды в своей убежденности и вере. Когда вы начнете воспринимать свою жизнь как безоговорочное партнерство с Богом, вы увидите великолепие всего, что вас окружает. Почувствуйте гармоничность вселенной, которая стремится ответить на каждый ваш призыв и принимает формы, соответствующие вашему представлению. Вы будете знать, что ваш партнер безукоризненно выполняет свою работу, являясь безупречным исполнителем, который никогда не делает ошибок. Вы почувствуете, что о вас заботится, нужно только попросить и дано будет, только постучать и вам откроет. Все противоречия и сомнения уйдут, ваше сознание прояснится. Вы ощутите полную уверенность в своих решениях, будете твердо хранить свою убежденность в них до тех пор, пока они не реализуются в вашей жизни в ответ на веру. Вы поймете, насколько неисчерпаема и созидательна сила единого сознания. И восхищаясь этим, вы никогда не омрачите свою жизнь сомнениями и колебаниями. Однажды, сказав себе, я добьюсь успеха, через несколько часов или дней вы не станете твердить, я не добьюсь успеха. Вы не будете путать свое сознание, думая, делай, не делай, начни, прекрати, отдавай, забирай. Вы ощутите внутренний заряд и уверенность в своих убеждениях, отклоняя все, что противоречит им. И тогда ваши желания воплотятся в жизнь. Так будет, когда вы достигнете совершенства в своей вере, понимая, что все в мире творится силой, которая больше вас. Вы будете знать, что все ваши идеи и образы, в истинности которых вы убеждены, реализуются в вашей жизни, потому что таков закон. Чувствуя свое единство с Богом, вы никогда не останетесь одинокими. Вы всегда будете ощущать мощную силу вселенной внутри себя. Вам больше не понадобится культивировать в себе веру. Она станет для вас столь же естественной, как дыхание. На данный момент, пока в своем сознании мы еще не достигли единства с Богом, вера послужит нам инструментом с помощью которого мы можем одолеть негативные установки сознательного мышления. С помощью веры мы также можем убрать метки, болезненные воспоминания, поселившиеся в нашем подсознании. Вы страдаете от недостатка денег? Тогда поверьте, что деньги у вас будут. Вы болеете? Тогда поверьте, что вы правитесь. Вы одиноки? Тогда поверьте, что любовь и дружба уже спешат вам навстречу. Вы думаете, что ваше самое сокровенное желание никогда не исполнится? Тогда поверьте, что вы движетесь по пути, который приведет к их исполнению. Думайте и действуйте так, как будто неудач не бывает. Помните, Иисус говорил «все возможно верующему». Поскольку сознательное мышление ориентирует вас на то, что физический мир вокруг является конечной реальностью, вы должны работать над своим восприятием. Сознательное мышление признает любые негативные обстоятельства и все время убеждает вас, что вы находитесь в их власти, а не наоборот. Вы можете проснуться, увидеть солнечный свет, порадоваться прекрасному дню и встать с постели полными энергии и веры в предстоящие свершения. Такое чудесное настроение будет у вас во время завтрака и когда вы отправитесь из дома на работу. Но вот водитель, который едет впереди, подрезает вашу машину, вы жмете на тормоз, а сердце уходит в пятки. «Придурок!» кричите вы ему, выглядывая из окна, или как минимум бурчите себе под нос. Все, раздражение овладело вами. День уже не так прекрасен. Вы уже не чувствуете тех сил, что были еще полчаса назад. Вы вспоминаете о тех неприятных словах, которые начальник произнес в ваш адрес пару дней назад. Для вас становится очевидным, что он сделает все для того, чтобы испортить вам жизнь. Вы входите в офис, настроившись на конфликт. Вы готовы вступить в перепалку с кем угодно. Вас больше не устраивает ваша работа. Вам явно недоплачивают. Вас не ценят. Кажется, сама судьба против вашего успеха. Знакомая картина? Так оно и бывает. Веря вы возвыситесь над негативными обстоятельствами, чтобы никогда не становиться жертвой того, что происходит вокруг. Не попадайте в эту ловушку. Не думайте, что источник всех причин кроется на физическом уровне. Будьте полностью уверены в том, что первопричина всего наше мышление. Если что-то появляется на ментальном уровне, оно обязательно заявит о себе в физическом мире. Не нужно закрывать глаза на неблагоприятные ситуации. Просто продолжайте верить в то, во что вы верите. И не принимайте негативные обстоятельства как окончательный итог. Именно в этом заключается правильный подход. Вера преодолеет заблуждения и поможет вам сформировать привычку позитивного мышления, что является первым шагом на пути к своей внутренней силе и свободе. Вера – это постоянное усилие, направленное на то, чтобы поместить в единое сознание те мысли, к реализации, которых вы стремитесь. Верить значит думать о конкретных вещах и не думать о том, что им противоречит. Когда вы верите, вы не принимаете неплагоприятные обстоятельства за истину в последней инстанции и отвергаете негативное мышление. Вера – это когда вы полностью полагаетесь на созидательную силу Бога и знаете, что все, в чем вы убеждены, воплотится в вашей жизни. Сила позитивного мышления не имеет границ. Тот, кто отвергает негативные мысли, приобретает всю бесконечную силу Вселенной. Однако придерживаться позитивного мышления бывает довольно сложно. Мы слишком привыкли к негативу в своем сознании и часто идем на поводу скрытых болезненных воспоминаний или меток. Человек может владеть огромными знаниями, но пока он не мыслит позитивно, его будут преследовать неудачи. Он не хочет быть неудачником, никто не хочет. Кто желает быть больным, бедным, одиноким, никому ненужным. Человек может даже понимать, что его негативные мысли приводят к плохим ситуациям в жизни и будет пытаться справиться с этим, но несмотря на все его старания, так и не сможет выбраться из ловушки собственного мышления. Он может тратить часы, дни и месяцы на то, чтобы побороть депрессивное настроение, перестроить свое мышление, отвергая любую негативную мысль. Но вдруг произойдет что-то, как правило, очень незначительное, плач ребенка, протекающий кран, грубое слово, и он срывается, уже по полной отдаваясь раздражению и привычному негативу. Как хронический алкоголик, который после долгого периода воздержания снова берется за бутылку, он чувствует тщетность своих усилий, практически наслаждаясь этим. Он получает своего рода мазохистское удовольствие от того, что может снова думать о враждебности всего мира, о своей непрекаянности и ненужности никому, о жестокой игре судьбы. Его беспокоит боли в позвоночнике, расстройство желудка, давление, головные боли, бессонница. В общении он проявляет себя как капризное дитя, которое все время чем-то недовольно. Он занят, правда очень занят, он усиленно притягивает в свою жизнь те вещи, которых по его словам не хочет. Ах, если бы все было проще, то он обязательно бы справился. Если бы он знал, что стоит позитивно думать в течение 24 часов и на следующий день у него будет прекрасная работа, много денег, счастливая семья, престиж и уважение, он определенно справился бы, не так ли? Но когда нужно продержаться дольше, он покидает поле боя, практически не осознавая, что теперь все будет работать против него. Ведь в таком случае его вера действует в обратном направлении, притягивая все плохое, о чем он только думает. Сложилась довольно странная ситуация, когда людям легче прибегать к вере для того, чтобы притягивать в свою жизнь зло. При этом они считают крайне трудным направлять свою веру так, чтобы получать добро. Это действительно парадоксально. Но для человечества в целом это уже стало нормой. В этом заключается наша трагедия. Нам проще верить в плохие вещи, потому что в нас укоренилась привычка негативного мышления. От этой привычки очень сложно избавиться, как от любой другой, с которой мы живем порядка тридцати пятидесяти лет, если говорить о большинстве. Но коль уж мы знаем, что позитивное мышление притягивает добро, а негативное мышление привлекает зло, то нам всем нужно как можно скорее побороть это негативное мышление. Иными словами, нужно избавиться от привычки. Это не сложнее, чем избавиться от любой другой привычки. И когда вы сделаете это, то больше не вернетесь к ней, так как поймете, насколько она губительна. Всегда удивительно видеть, как человек, понимая, что позитивное мышление может изменить его жизнь в лучшую сторону, столкнувшись даже с незначительными трудностями, готов все бросить и отречься от этой непреложной истины. Например, человек может сегодня решить, что изменит свое мышление и подход к жизни, и внешне он действительно способен измениться и даже в чем-то поменять свое отношение. Он продержится, скажем, неделю или месяц, а затем, если за это время не увидит чудо, разведет руками и скажет «Это не работает» и тут же вернется к своим прежним привычкам. От привычки негативного мышления невозможно избавиться за неделю. «Никогда не думайте, что если вы не видите немедленных результатов, значит, вы на неверном пути». Здесь действует либо вера, либо страх, который является отрицанием веры. Независимо от того, какое мышление вы выбираете, реализуются те вещи, в которые вы верите больше. Выбор прост. Добро или зло. В этой жизни нет другой альтернативы вере, кроме страха. И ни один здравомыслящий человек не станет откладывать этот выбор на потом. Но как же избавиться от привычки? Вот в чем проблема. Побороть плохую привычку редко удается с помощью полумир. А негативное мышление – это самая устойчивая и разрушительная привычка из тех, что когда-либо поселялись в сознании человека. Чтобы справиться с ней, необходимы кардинальные решительные меры, по своему действию не уступающие хирургической операции. И это единственный способ распрощаться с негативным мышлением. Если доктор обнаруживает, что у вас проблема с пищеварением или обменными процессами, то он рекомендует диету. Его аргументация проста. Для нормального течения биологических процессов в организме вам не хватает определенных элементов, витаминов и минералов. В то время, как других ненужных или вредных элементов слишком много, доктор предписывает вам тщательно подходить к выбору пищи, отдавать предпочтение одним продуктам и не потреблять другие. Вот примерно такова процедура, которой вы должны придерживаться в течение следующих 30 дней в отношении своего сознания и духа. Иными словами, вам рекомендована ментальная диета. На протяжении одного месяца вы не должны принимать ни одной негативной мысли или размышлять о негативных идеях. Это не значит, что такие мысли и идеи не будут у вас возникать. Они определенно будут появляться в вашей голове, так же часто, как и прежде, и может даже чаще. Это просто значит, что вы не станете принимать какие-либо из них. Как только они возникнут, вы будете отвергать их как фикцию, как заблуждение, противоречащее истине и не имеющее никаких оснований для своего существования. Ведь им нет места в вашем сознании. Действуя таким образом, все время делая сознательный выбор, который должен стать частью вашей натуры, позитива. посеете в саду своего подсознания зерна позитива. И через какое-то время вы обязательно соберете небывалый урожай добра, который появится в вашей жизни в полной мере. Но что еще более важно, у вас будет развиваться привычка к позитивному мышлению, и оно с каждым днем будет даваться вам проще. Постепенно вы перестанете метаться между позитивом и негативом, добром и злом, правдой и иллюзиями. Сознательные силы Вселенной станут вашими союзниками. Вы почувствуете ту самую сознательность и простоту жизни, которая когда-то казалась просто невообразимой. Ментальная диета Так какие же именно мысли вам необходимо отвергать? Это любые мысли, которые могут в большей или меньшей степени означать пессимистичное или мрачное видение себя, своей семьи, социальной группы, вашей страны, нации или вообще человечества. Одним словом, это негативные мысли любого типа, будь то направленные на вашу собственную личность или неодушевленный объект. Однако не заблуждайтесь, если хотите сказать, да я никогда и не думаю негативно. И не бойтесь, думая, я не смогу целых 30 дней быть настолько сосредоточенным. Не говорите, что у вас нет времени. Не говорите, что это не сработает. И нам даже нет нужды объяснять, почему такое отношение разрушает все еще до начала эксперимента. Перед тем, как начать свою 30-дневную ментальную диету, день-два понаблюдайте, как работает ваше сознание. Можете даже завести специальный блокнот, где вы в течение двух дней будете записывать каждую негативную мысль, появившуюся у вас. результат вас наверняка паразит и развеет все сомнения необходимости срочно сесть на ментальную диету. Воздерживаться от негативного мышления 30 дней подряд, конечно, нерегко, но это то, что вы абсолютно точно должны сделать. Пока вы не станете хозяином своих мыслей, вы не станете хозяином своей судьбы. если вы сойдете с дистанцией и уйдете в негатив, депрессивное настроение, пессимизм и страхи, то у вас есть только один выход – начать все снова. Вы должны прожить без негатива 30 дней подряд. Это концептуально важно. Не сдавайтесь и не позволяйте сбить себя с толку. Во время ментальной диеты вам будет легче, если вы действительно осознаете, что и зачем вы делаете. Вы учите свое мышление повиноваться вам. Вы тренируетесь контролировать свое сознание. Вы отрабатываете приемы. Иными словами, вы развиваете в себе привычку концентрации и позитивного мышления. «Слишком много мыслей» мы все слишком много думаем над огромным количеством вещей. В каждый отдельно взятый момент в нашем сознании творится такой винегрет из несвязанных мыслей и полусформировавшихся идей, что если бы мы попытались все это записать, одна секунда нашего мышления не уместилась бы на странице самой большой энциклопедии. Мы суматошно перепрыгиваем с одной мысли на другую и бесконтрольно выхватываем случайные образы, возникающие на экране нашего сознания, принимая их за реальность. Мы направляем свое подсознание в одно русло, передумываем, поворачиваем в обратную сторону, снова передумываем, находим третье направление, опять передумываем, и так буквально тысячи раз на дню. Мы развили в себе привычку к абсолютно бессистемному мышлению. И даже там, где система есть, она, как правило, выдает склонность к негативу. Вот вроде бы мы счастливы, нам хорошо, у нас прекрасные мысли, но затем набегают облака, и мы уже мрачнее тучи. Нам сказали комплимент, и мы почувствовали себя важными и нужными. Но вот мы услышали критику в свой адрес, и тут же обиды и злость овладели нами. Мы как будто всегда ждем внешнего импульса, чтобы определиться со своими мыслями. таким образом, мы становимся жертвами любого случайного порыва ветра, любой набежавшей волны. Эмоциональное наполнение своей жизни мы отдаем на откуп бесконечного потока обстоятельств, над которыми не имеем контроля. Редко можно встретить человека, который принимает только определенные мысли идеи, твердо придерживаясь своей веры и убеждений в терпеливом ожидании реализации своих целей. Но только такой человек может покорить любые моря и горы, достичь самых далеких звезд и выйти победителем из самой сложной ситуации. Думаем ли мы? Мы уверены, что мы думаем. Но это большое заблуждение. Иными словами, нам кажется, что мы генерируем мысли. Забавно, что мы до сих пор в это верим, хотя никто не может сказать, откуда берутся мысли и из чего они сделаны. Несмотря на это, большинство трудов осознания придерживаются концепции, мысли, что человек производит мысли. Тем не менее, если вы тщательно проанализируете свой мыслительный процесс, вы обнаружите, что на самом деле не думаете, а наблюдаете мысли, циркулирующие в вашем сознании. вы как будто находитесь в спокойном и отгороженном месте, где-то в глубине себя, откуда наблюдаете ментальный мир, полностью состоящий из мыслей. Эти мысли бесконечным потоком плывут по волнам вашего сознания, набегая одна на другую. Некоторые из них вы отбираете и кладете в свою копилку. Другие отклоняете и отправляете в освоясь. Но суть в том, что поток этих мыслей запустили явно не вы. Если вы сомневаетесь, попробуйте остановить его. Вы обнаружите, что никакими усилиями не можете остановить свое мышление. Ваша роль заключается в том, чтобы наблюдать, анализировать и производить отбор. И хотя вы можете значительно снизить скорость потока мыслей и тщательно рассмотреть каждую из них, но сами мысли приходят как будто из ниоткуда. Они проходят перед вашим взором, заставляя занять какую-то позицию, чтобы выбрать одни и отвергнуть другие. Писатель, который начинает сочинять роман, по большому счету не придумывает историю персонажей. Он скорее ставит себя в позицию того, кто собирается написать литературное произведение, а затем наблюдает мысли и идеи, посещающие его сознание. Они приходят одна за одной, и все не те. Наконец, после того, как он отверг массу ненужных мыслей, появляется подходящая идея. Он начинает размышлять над этой идеей, рассматривать ее со всех сторон и затем принимает ее. Теперь он не просто в позиции того, кто пишет роман, а в позиции того, кто пишет роман о человеке, который, например, оказался на необитаемом остре. Писатель хочет понять, как человек туда попал. И возникает новый поток мыслей, одно из которых он принимает и с этого момента уже пишет историю о человеке, которого бросили на необитаемом острове пираты. И так происходит с каждой сюжетной линией его романа. Писатель не производит мысли. Весь его роман, когда будет написан целиком, будет лишь свидетельством множества выборов, которые были сделаны в процессе его написания. Книга – это результат отбора мыслей из всего потока сознания. Писатель ничего не придумал, он просто делал выбор. Созданная им история только показывает нам, какие мысли он принял. Но ничто не скажет нам о том, миллионы каких мыслей идей он отверг. Мы выбираем мысли. Писатель создает роман, а мы являемся авторами своей жизни, делая выбор, какие мысли принять и какие отвергнуть. Жизнь каждого из нас – это история, которую сочиняет немного отстраненный созерцающий автор, живущий внутри нас. Он только отвергает или принимает, постоянно делая выбор. Наши так называемые «Я» говорят «Это так, это не так, я в это верю, так мне хорошо, так мне плохо, я великолепен, я ничто, я надеюсь на это, я в отчаянии». И каждая такая оценка или выбор находит свое отражение в физическом мире. И сегодня мы наблюдаем в своей жизни последствия того отбора мыслей, который наш внутренний наблюдатель сделал раньше. Мы буквально являемся продуктом мыслей, принятых нами в результате собственного выбора. Мы являемся тем, что о себе думаем, только и всего, ни более, ни менее. Именно поэтому предстоящая вам ментальная диета имеет огромное значение. Вы должны понимать, что становитесь тем, во что верите и что принимаете. И теперь вам крайне важно развить в себе привычку выбирать только те идеи и мысли, которые будут влиять на вас положительно, и нести в вашу жизнь добро. Вы должны учить себя принимать только хорошее. Вы должны учить себя отклонять все плохое. Следует сознательно принимать все, что несет любовь, надежду, радость, развитие, благополучие, здоровье и энергию. Необходимо решительно отвергать все, что подразумевает страдания, печаль, боль, депрессию и чувство неполноценности. Вам нужно постоянно помнить о том, что истина заключается в добре и красоте, и только это можно допускать в свою жизнь. В течение 30 дней проявите настоящую стойкость, чтобы смогла сформироваться привычка к позитивному мышлению. По истечении месяца будет уже легче. Однако и после этого не ослабляйте свою бдительность. Напоминайте себе о том, что вы это все, что вы принимаете из тех мыслей, что приходят к вам. И снова вернемся к словам Иисуса «Воздастся тебе по вере твоей». Святой Августин писал «Господи, я скитался как заблудший овца, тревожно, если я поискал тебя, когда ты был во мне. Я бродил по улицам, обошел все площади, чтобы найти тебя, и не мог найти. Счетны были мои поиски, ибо ты всегда был во мне». Слушайте тихий голос, идущий из самых глубин вашей сущности. Знайте, что для истинного вас нет ничего невозможного. Происходит то, что вы принимаете. Вы являетесь тем, что выбираете своим сознанием. Стремитесь к высокому и отказывайтесь от низкого. Человек меняет свою жизнь, имея непоколебимую веру. Подняться над обстоятельствами Нас манит суеты сбитый путь, и мы придаем ему слишком большое значение. В ходе тридцатидневной ментальной диеты вам необходимо замедлять поток своих мыслей и научиться не принимать физический мир как данность. Если с первым пунктом достаточно просто справиться с помощью дыхательных упражнений медитаций, то выполнить второй крайне сложно. Это действительно чудесно проснуться утром и почувствовать себя вдохновленным, стать в постели полном света и спокойствия, которое наполняет все вокруг. Вы бодрые, энергичны, заряжены своей верой и решимостью. Но буквально через несколько минут появляются сомнения и нерешительность. С какой легкостью мы отказываемся от собственной веры и как это глупо. На костюме, который вы собирались надеть, появилось пятно и разошелся шов. Торстер барахлит и хлеб подгорел. Молоко убежало, кофе невкусный, машина не заводится или автобус ушел. Случайный прохожий кинул недобрый взгляд или толкнул. День не задался, все плохо. Все воодушевление исчезло. Вы чувствуете себя муравьем в необъятной вселенной, которого со всех сторон атакуют враждебные силы и злобные существа. Внутри только обида и раздражение. Так мы становимся жертвами. Так мы отрицаем свою волшебную сущность. Так мы программируем свое подсознание на те вещи, которых как бы не хотим. Из-за того, что мы приняли окружающий нас физический мир как реальность, давляющая над тем, что существует внутри нас, мы стали марионетками в прихотливой игре судьбы, над которой не имеем контроля. Не так важно, при каких обстоятельствах возникают мысли, будь то в тишине вашей спальни или в суете рабочего дня. Гораздо важнее, что если вы их принимаете, они становятся частью вас и реализуются на физическом уровне. Принимая идеи, положения или убеждения, которые сформированы под влиянием обстоятельств или других людей, мы часто действуем против себя, настраиваясь на то, что противоположно нашим желаниям. Вот что значит суеты и сбитый путь. Иисус говорил, не судите по наружности. Нельзя поддаваться обстоятельствам внешнего физического мира. Если вы хотите, чтобы ваши цели реализовались, то вашу веру не должны затрагивать любые события и ситуации, которые происходят в повседневности. Все, что противоречит вашим убеждениям, вы должны отклонять как иллюзию, как временное явление, всего лишь изгиб дороги, по которой вы идете к своим целям. Это ни в коем случае не откат назад, а все еще верный путь, которому вы следуете. Единое сознание ведет вас туда, куда нужно. И хотя в какой-то момент вам может казаться, что все происходит вопреки вашим желаниям, не поддавайтесь панике и страху. Из всего мира, окружающего вас, принимайте только те мысли-вещи, которые могут утвердить вашу веру и убежденность в своих целях. Отвергайте все другие мысли-вещи, как нечто временное и не имеющее отношения к конечной реальности. Главное всегда сохранять внутреннее спокойствие и созерцательные отношения. Как можно чаще вспоминайте о том, что ваша вера обязательно проявит себя в жизни. Именно вы настраиваете свои мысли. Именно вы становитесь хозяином своей судьбы. Вы неуязвимы. Вы творите свою жизнь из того, что внутри вас. И никогда не будете жертвой обстоятельств. Стремясь усилить свой ментальный контроль, следует уделять должное внимание тому, чтобы научиться замедлять беспорядочный поток мыслей, бурлящий в вашем сознании. Наше сознательное мышление на самом деле не такое уж сознательное. Оно порхает от мысли к мысли, бессистемно охватаясь то за одно, то за другую, и постоянно посылает в подсознание массу противоречивых сигналов, что приводит к хаотичности окружающего нас мир. Мы должны обуздать сознательное мышление, контролировать его, направлять его на верный путь. ежедневно непосредственно перед медитацией вы должны практиковать замедление потока сознания. Для этого найдите спокойное место, где вы можете уединиться. Примите удобную позу в сидячем положении. Расслабьте каждый мозг. начните сверху и двигайтесь вниз по всему телу. Расслабьте лоб, глазные мышцы, щеки, губы, челюсти, шею. Опустите голову и очень медленно сделайте круг. Так, чтобы не напрягать шею. Затем опустите руки вниз, расслабьте плечи, все мышцы, кисти. Пусть руки просто свисают. Расслабьте мышцы живота и спины. расслабьте бедра и икры. Почувствуйте вес своих ног. Сохраняйте это состояние в течение нескольких минут, чтобы ощутить полную релаксацию. дыхание. Сосредоточьтесь на дыхании. Сосредоточьтесь на дыхании. дыхание. Дышите дыхание. Дышите дыхание. Дышите спокойно и комфортно, делая небольшие паузы после каждого вдоха и выдоха. следите, чтобы паузы не были слишком большими и не вызывали у вас напряжение. Через какое-то время дыхание станет еле заметным. Вы почувствуете умиротворение, может быть сонливость. Ваше сознание будет как будто качаться на лодке, медленно плывущей по спокойной воде. Это очень приятное ощущение. Внутри и снаружи так тихо, что вы можете слышать голос своей души. Думайте как можно медленнее. неспешно следите за мыслями, которые появляются в вашем сознании. Ненадолго задерживайтесь на каждой из них и отпускайте. Не принимайте и не отвергайте. Обратите внимание, как они сменяют друг друга в непрерывном, бесконечном потоке. Теперь спросите себя, кто все это наблюдает. и тогда вы поймете, что вы вообще не думаете. Вы наблюдаете и принимаете решения и только. «Я»? «Я»? Он не мысль. Он не тело. Он просто есть, существует и наблюдает. Чувствуя его отстраненность и созерцательность, вы не можете сказать, что он принадлежит прошлому, настоящему или будущему. Он просто есть. Я есть. Я наблюдаю. Я решаю. Это и есть истинный «вы». Та самая настоящая сущность, абсолютно свободная в своих оценках, не ограниченная ничем и никем зрителем. Найти эту точку осознанности, с которой все вещи, все мысли и все настроения видятся только как объект наблюдения, значит познать себя во всей своей свободе и ликовании. Это я. Этот наблюдатель. Это Бог внутри вас. Истинный «вы». То самое сознание, которое есть во всех вещах и во всей жизни в целом. Если понимать это по-настоящему глубоко и абсолютно всегда, то можно достичь уровня сознания Иисуса. В своей ежедневной практике по контролю мышления, после того, как вы в расслабленном состоянии сделали дыхательные упражнения и замедлили поток сознания, всегда обращайтесь к этому «я» глубоко внутри вас. Найдите в себе ту точку сознания, с которой ведется наблюдение. Затем спросите, кто этот наблюдатель? Именно об этом Иисус говорил, ищите же прежде всего Царство Божие, и это все приложится вам. Когда вы найдете эту точку, вы придете к миру Божьему, который превыше всякого ума, где возможно достичь всего, без гигантских усилий воли, но через созерцание и выбор. Итак, в чем будет заключаться ваша ментальная диета? Во-первых, вы станете отвергать все негативные мысли, идеи и обстоятельства, и не будете ассоциировать себя с ними. Вы начнете принимать только позитивные мысли о добре, благополучии, успехе, радости, любви и понимании. Ежедневно вы будете практиковать расслабляющие дыхание, замедление и контроль мышления, чтобы найти в себе точку осознанности, для которой все мысли и вещи являются объектами наблюдения. После того, как вы почувствуете эту точку, можно приступать к медитации. Вас ждет совершенно незабываемый период жизни. Вы не только увидите, как ваши мысли реализуются в физическом мире, но и почувствуете, как день за днем вы наполняетесь силой, внутренним спокойствием и умиротворением, познавая свою волшебную сущность. Вам откроется единство всех вещей и явлений. Вы поймете, что человек ничего не делает в одиночку, что все происходит в едином, божественном сознании. Вам станет ясно, что все это единое сознание есть и всегда будет в вас. И нужно только сделать выбор, вложить в него свою убежденность и довериться этому бесконечно мудрому и вездесущему сознанию. Оставьте это Богу. Мы привыкли жить с комплексом, я должен это сделать. Мы постоянно находимся под грузом ответственности за все, что происходит в нашей жизни. Мы все анализируем и оцениваем преимущественно с материалистических позиций. Наши заботы по большей части связаны с тем, чтобы найти хорошую работу, расти в карьерном плане и зарабатывать все больше и больше. Мы прилагаем героические усилия, чтобы чего-то добиться, из-за чего становимся все более ожесточенными, суетливыми, все время куда-то торопимся, чего-то хотим, о чем-то беспокоимся. Несмотря на то, что на американских деньгах присутствует слоган «На Бога уповаем», мы явно ему не следуем в своем стремлении отхватить побольше. Генри Дэвид Торо писал «Что мы Богу оставляем, все решится, твердо знаем. Что мы сами будем делать, Он не станет ведать». Возможно, нам труднее всего прийти к тому, что называется «отпусти и Бог с ним». Когда мы пытаемся справиться со своими проблемами сами, мы нервничаем и создаем вокруг себя орел отрицания, сотканных из негативных эмоций, воспринимаемых или созданных нами же. Таким образом, мы все время находимся в оборонительной позиции. Сила единого сознания распознает наш настрой сделать все самостоятельно и просачивается в нашу жизнь лишь тоненькими струйками, преодолевая огромную полотину, возведенную нашими мыслями. Но как только мы доверяем свою проблему единому сознанию, посылая своеобразный запрос «Вот, надо с этим разобраться», то плотина прорывается, и мощные потоки волшебной силы устремляются в нашу жизнь. Тогда происходят чудеса, глядя на которые мы можем только удивляться и думать, как же нам повезло, что все сложилось именно так. Не зацикливайтесь на проблемах. Не обдумывайте одну и ту же проблему более нескольких минут за раз. Рассмотрите вопрос, возможные способы его решения и те действия, которые вы могли бы предпринять. Если вы не можете решить, что делать, оставьте это своему подсознанию и будьте уверены, что получите нужный ответ. Вы можете каждый день возвращаться к своей проблеме, снова размышляя над различными ее аспектами. Возможно, как раз в процессе этого вы увидите ответ, хотя ровно с той же долей вероятности он может совершенно неожиданно прийти к вам в любой другой момент. Но когда бы это ни случилось, у вас не будет ни малейшего сомнения в том, что ответ верен. Это будет момент озарения. И скорее всего, вы сильно удивитесь, что не догадались об этом раньше. Все окажется так просто. Когда вы примете решение, опираясь на пришедший к вам ответ, забудьте о своей проблеме. Необходимо твердо знать, что теперь исполнение вашего решения находится в самых надежных руках. Подкрепляйте веру в свои цели посредством медитаций. Только ни в коем случае не пытайтесь предсказать, как единое сознание реализует ваши желания. Если вы все-таки расписали у себя в голове конкретные шаги, которые должны быть выполнены в определенное время, а потом поняли, что все происходит не совсем так, как вы представляли, или даже совсем не так, то сохраняйте спокойствие и не теряйте веру. Вы поручили выполнение своего решения или исполнение своего желания самому мудрому разуму на свете. И не нужно говорить ему теперь, что и как следует делать, чтобы достичь тех целей, о которых вам обоим известно. Если вы действительно думаете, что лучше знаете, тогда придется взять штурвал в свои руки. Но коли уж вы, как и большинство из нас, стоя за штурвалом много лет без карт, без компаса и инструментов навигации, раз за разом садились на мель и лебились о скалы, то, наверное, мудрее будет отойти в сторону и передать правление тому, кто знает эти воды. Не стоит вмешиваться и пытаться указывать ему, куда поворачивать. Не нужно напрасно нервничать, рождая внутренние противоречия, когда он поворачивает не туда, куда вы думали. Вера – это доверие. Большинство из нас привыкли рисовать в своем воображении то, как все должно случиться. И когда что-то не вписывается в нашу схему, мы сразу же думаем, что это говорит о недостижимости наших целей. Такова наша защитная реакция. Например, человек захотел написать книгу. Его убеждение твердо в своем стремлении, его вера крепка, он действительно садится и пишет книгу. И через какое-то время она готова. Он отправляет книгу в издательство, но она возвращается оттуда с уведомлением об отказе. Теперь он может решить, что, видимо, его книга недостаточно хороша, и черт с ней. Провал так провал. Либо же он может прислушаться к мнению издателя, просмотреть свое произведение и решить, стоит ли его переделывать. Если он приходит к выводу, что книга не нуждается в доработке, что на самом деле бывает крайне редко, ему следует не оставлять свои веры и продолжать посылать рукопись в разные издательства до тех пор, пока какой-нибудь из них не согласится ее напечатать. А это обязательно случится, если его вера настоящая. Однако более вероятно, что после каждого отказа ему потребуется вносить соответствующие изменения в свое произведение, потому что в подсознание он посылал установку на то, что напишет хорошую книгу, достойную публикации. Таким образом, все отказы – это тот путь, посредством которого он сделает свое произведение именно таким, каким хотел. По большому счету, вера – это чуть больше, чем настойчивость. Как известно, вода камень точит. Ничто не может устоять перед бесконечно повторяющимся воздействием. И босыми ногами можно протоптать тропу на скале. Нежная утренняя роса с годами разрушает железо. Человек, хранящий верность своим убеждениям и имеющий четкий образ того, к чему он стремится, обязательно найдет свою гавань. И неважно, какие шторма и бури встанут у него на пути. Куда бы мы ни шли, что бы мы ни делали, мы должны всегда помнить о том, что подсознание – это наш могущественный, хотя и невидимый партнер. И это наш исполнительный директор, самый надежный член нашей команды, наш советник и духовник, которому можно доверить все. Нам нужно только откинуться в кресле, наблюдать и решать. И мощная сила Вселенной с готовностью откликнется на наши мысли. При этом мы должны безоговорочно диригировать свои полномочия своему великолепному партнеру. Он сам проведет закрытое заседание, определяясь со средствами и путями решения наших проблем. Его работа засекречена. Нам не нужно перестраховываться, проверять его и в случае чего аннулировать его действия. Мы должны полностью доверять этому партнеру. Если мы дали ему какое-то задание, значит, следует полностью положиться на него. Любое вмешательство он будет интерпретировать как новую цель, на достижении которой направит свои действия, вместо той, что мы задумали первоначально. Необходимо научиться оставлять его в покое, отпускать свои проблемы сразу, как мы доверяем их ему. Как только мы этому научимся, то обнаружим, что он справляется совсем в два счета и самым удивительным образом. Когда в решении какой-то своей проблемы мы сможем полностью положиться на него, то увидим, как легко и просто он со всем разбирается, и больше никогда не вернемся к сомнениям или невере. Вера или надежда Одно из ловушек, в которые мы часто попадаем, является то, что мы путаем надежду и веру, принимая одно за другое. На самом деле, они не то, что имеют мало общего. Но надежда вообще не имеет никакого отношения к вере. Безусловно, надежда лучше, чем отчаяние. Однако она является совершенно никчемным инструментом для подсознания. Надежда – это когда пессимист пытается смотреть на вещи оптимистично. Посредством надежды мы выражаем жалкое желание лучшей доли. Надеясь, мы признаем реальность зла, робко полагая, что все как-нибудь образуется. Не стоит и говорить, что те, кто пытается улучшить свою жизнь, полагаясь на надежду, редко достигают действительных результатов. Понятно, что большинство из нас смотрят в будущее с надеждой. А надоба с верой. Надежда – это еле видимый свет в конце тоннеля. И с каждым поворотом дороги он то появляется, то поглощается тьмой. Надеяться – значит сожалеть о том, что вас не устраивает. Вера – это сияние, освещающее все. Верить – значит знать. Но мы привыкли придавать большое значение материальному миру. Мы не понимаем сути и цели своей жизни. Мы не хотим отпускать свои проблемы и расстаться с тяжелым грузом ответственности. Поэтому нам крайне трудно воспринимать истинное знание и тяжело научиться верить. Если что-то нам известно как факт, мы с легкостью верим независимо от того, понимаем мы это или нет. Мы щелкаем выключателем с полной верой в то, что сейчас в комнате загорится свет. При этом подавляющее большинство из нас имеет весьма общие представления о том, как вырабатывается электричество, что собой представляет электрический ток, как он идет по проводам, из чего состоит лампа накаливания, какие законы действуют и какие процессы происходят в тот момент, когда мы нажимаем выключатель. Мы просто знаем, что будет свет, потому что мы уже так делали много раз, и это срабатывало. В этом и выражается вера. На нематериальном уровне человеческого существования все происходит точно так же. Нам не нужно досконально понимать, как все сделано, почему и как оно работает. Мы должны только попробовать и посмотреть, как работают законы Духа. И мы обязательно увидим, что они действительно работают. И так мы сможем прийти к вере через знания. Однако взаимодействие с ментальными силами Вселенной значительно отличается от взаимодействия с объектами физического мира, где наши пять чувств дают отчетливое представление обо всем, с чем мы имеем дело. Мы не сомневаемся в существовании того, что можем увидеть, потрогать, услышать, попробовать на вкус и уловить обоняние. Наша вера в реальность этих вещей тверда, как камень. И гораздо слабее наша вера в реальность сознания и великие силы Духа. Мы предполагаем их существование и экспериментируем с ними. Но поскольку они не укладываются в привычную схему физического мира и не демонстрируют себя так же, как материальные объекты, мы стремимся забыть о них при первой же неудаче. Вера – это закон Духа. Дело в том, что физический мир развил у нас привычку ошибочного подхода к вере. В мире материи наши веры, как правило, появляются в результате демонстрации, в то время как в мире Духа вера должна предшествовать демонстрации. Постоянно сравнивая объекты физического мира и явления ментального характера, мы провели параллель между законами Духа и физическими законами, думая, что они должны быть похожи. Но правда в том, что между ними существует принципиальная разница. Чтобы физические законы действовали, им не нужна вера. Законы Духа действуют там, где есть вера. Собственно, вера и есть главный закон Духа. В этом и состоит основная сложность, не позволяющая нам непосредственно воспринимать великий мир сознания и Духа, в котором мы живем. Если вы скажете человеку по-грешему в проблемах, что он может решить их, просто веря в это, он, скорее всего, подумает, что вы наивны, как ребенок. А все потому, что такой человек хорошо осведомлен об обстоятельствах материального мира и полностью отрицает реальность, существующую на уровне сознания и Духа. Понимая физический мир, он отвергает свою истинную сущность, что неминуемо приводит к потере веры. Для такого человека верить, когда его окружают проблемы и трудности, все равно, что надеть розовые очки. Ведь верить значит знать, а при таких обстоятельствах он точно не может знать. Прийти к истинному знанию и вере он может только через единение со своим настоящим «Я», живущим в спокойных глубинах его сущностей. Так что в данном случае нет смысла настаивать на том, во что нужно верить. Так же, как и нет смысла в вере, подрываемой сомнениями и страхами. Вера приходит только через знания. Рекомендации, данные в этой книге, плюс ежедневные медитации и контакт с истинным «Я» приведут вас к этому знанию и, следовательно, к вере. И это превратит вашу жизнь в волшебный путь, полный чудных открытий. Основные идеи Ниже приведены основные положения настоящей клавы. Все берет свое начало в вере, которая является самым важным инструментом человеческого существования. Подсознание превращает любую убежденность сознательного мышления в физическую реальность. Когда сознательное мышление направляет идею, подкрепленную верой, в подсознание, последний уже знает, как и когда она будет реализована. Все, что подсознание знает, оно творит. Мысль творит вместе с верой. Вера в негатив является заблуждением, однако она все равно заставляет подсознание творить этот негатив в физической реальности. Вера в негатив порождается тем, что человек отделяет себя от единого сознания, тем самым формируя в себе страхи, обиду и злость. Вера действует, когда вы полностью полагаетесь на силу единого сознания и безоговорочно доверяете ему. Единство всех вещей, явлений и людей, которые живет в вашем истинном «Я», это зерно вашей веры. Вера существует на уровне Духа, поэтому ее не должны задевать никакие обстоятельства окружающего вас мира. Тот, чью веру может поколебать какое-либо событие, превращается в жертву обстоятельств, ведомой волей случая, и никогда не станет хозяином самому себе. Вера – это длительное усилие. Вера – это настойчивость. Верить – значит знать. Надеяться – значит сожалеть о том, что вас не устраивает. Не попадайтесь в ловушку надежд. Вряд ли они принесут вам пользу. Позитивное мышление – это фундамент веры. Отвергайте негативные мысли и не позволяйте неблагоприятным обстоятельствам воздействовать на вас. Делайте свой выбор в пользу добра, красоты и величия. Все остальное – заблуждение. Вы можете натренировать свое сознание, приучив его к позитивному мышлению с помощью 30-дневной ментальной диеты. Ваше истинное «я» не производит мысли. Оно только наблюдает и выбирает. Ваша жизнь сегодня – это результат мыслей, принятых вами по своему собственному выбору. Доверьте свои проблемы единому сознанию. Тогда вы найдете все ответы и начнете двигаться в верном направлении. Ни в коем случае не требуйте, чтобы подсознание делало свою работу определенным образом. Отпустите проблему и доверьте Сири, что больше вас. Когда возникают негативные обстоятельства, помните о том, что это временно, что это всего лишь изгиб дороги, ведущий к вашим целям. И вы их обязательно достигнете, если не потеряете веру. Ежедневно устанавливайте контакт со своим внутренним наблюдателем, существующим в точке созерцания, где все известно и понятно. Стремитесь знать. Починяйте все своей вере. Ведь вера – первооснова и предшественница всех событий. Итак, вы уже близки к пониманию. Вам предстоит большая работа. Во-первых, 30-дневная ментальная диета, которую вы должны строго соблюдать, вкладывая всю свою веру. Нужно продержаться месяц без срывов, независимо от того, сколько раз вам придется начинать с нуля. Во-вторых, дыхательные упражнения и контакт с вашим истинным «я», вашей настоящей сущностью. И, в-третьих, конечно, медитация, которыми вы должны заниматься непосредственно после дыхательных упражнений и единений со своим внутренним наблюдателем. И снова мы обращаем ваше внимание на то, что если вы не будете выполнять всю эту работу, то не извлечете пользу из той информации, что содержится в данной книге, поскольку не увидите, как все это работает на деле. Только почувствовав, как действуют законы духа, вы сможете обрести истинное знание и веру в свою силу творения. Без этого вы просто читатель. Знание без веры – все равно, что корабль без моря. На него может быть и приятно смотреть, но пользы никакой. Действуйте, занимайтесь медитациями, храните веру. Шестая медитация В этом уединении, в полной тишине медитации и умиротворении я направляюсь в глубины своего существа, к внутреннему пространству абсолютного спокойствия. Постепенно мир вокруг отдаляется от меня. Я остаюсь наедине с самим собой. Я отгораживаюсь от всей суеты и шума. Здесь только я. Этот я – не тело, не мысль, не опыт, не прошлое, не настоящее и не будущее. Просто я. Сквозь мое сознание идет постоянный поток мыслей, и я наблюдаю их. Я не произвожу эти мысли. Я знаю, что они приходят из единого сознания. И я смотрю, как они появляются. Я вижу, как одна сменяет другую. я рассматриваю каждую из них и затем отпускаю, не принимая и не отрицая. Я спрашиваю себя, кто наблюдает все это, и слышу ответ, «Это ты, который всегда был и всегда будешь. Ты наблюдаешь». И я понимаю это. Я есть вне тела, вне мыслей, вне опыта. И так будет всегда. Это и есть истинный я, чистый дух, созерцатель, который только наблюдает и отбирает мысли, появляющиеся в моем сознании. Все, что я выбираю, становится моим. Все, что я отвергаю, не относится ко мне. Мне нужно только наблюдать и принимать. И то, что я приму, будет дано мне силой, которая отвечает на мою веру и мои решения. Я чувствую тепло и спокойствие, которые наполняют мой мир. я ощущаю свое слияние с единым сознанием. Я вижу в себе Бога, который не знает гнева и творит все, что я думаю. Я чувствую свое единство и непреложную вечную связь с божественным сознанием. Я одно со всей истиной, всей красотой, всей справедливостью и всей любовью. отеля. Отеля